НИЛЬ ИНУЛЬТУМ РЕМАНЫБИТ Ничто не остается безнаказанным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Макс, ты ранен? Порядок. Жилет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не бойся, я из милиции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где ребенок? Он здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 СТУК В ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА и про то, что там был пистолет. Ну, задержанный твой оказался племянник одного очень хорошего человека. Надо сделать так, чтобы он получил условно. А теперь все компенсируют. Это аванс. Макс, молодец! Макс, молодец! Макс, молодец! Макс, молодец! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово, Макс. Привет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, как настроение? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В жопу себе их засунь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты че творишь, уродь? А? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты гнида! Ты здесь больше не работаешь! Сука! Я тебя выпру отовсюду! Мразь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сука! Ух! Че устали весь? Шиба! Скотина! Ух! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, Таня! Макс! А как ты понял-то, что это я? Духи! Опять прокололась! Макс! Неужели ничего нельзя сделать? Ну, а что тут сделаешь, Танюха? Там такие интересы, такое бабло крутится. Не своротишь. Ладно, Макс. Я не буду тебя трогать. Ты не пропадай, хорошо? Нужна будет помощь, звони. Да? Спасибо. Давай, пока. Герком Валерий Павлович, 75-го года рождения, признается по статье 126-й, похищение человека невиновым. По статье 127-й, незаконное решение человека свободы, виновым. Ввиду того, что тот судимый не оказал сопротивления при задержании, сотрудничал со сведствием, и участие его непосредственно похищения доказано не было, суд назначает наказание в виде одного года решения свободы, условно. Заседание суда закрыто. Заседание суда закрыто. Сынок, сынок, можно бутылочку взять? Да, да, конечно. Чего грустишь? Да. Вот скажи, отец, как можно жить нормально, когда закона нет, когда на все наплевали, когда все в наглую? Ты знаешь, я раньше пограничником был, но в свое время. Служил на границе с Китаем, там такой остров вниз, Даманский, ну вот километра на два, смотреть-то не на что. Ну нахуй, нахуй. В 69-м году я служил, ты тогда, наверное, не родился еще. Так вот, китайцы стали заходить на этот остров, а их выгоняли. Потом они стали запускать крестьян, мол, земля, их. Мы их тоже гоняли. А потом они запустили солдат. Так же, как ты вот говоришь, так вот, в наглую, беззаконно. Но мы их пошли гонять, ну и началась мясорубка. И что? Ну мы отошли, потеряли человек 20. А они туда заслали целый пол, знаешь, занимать остров-то. Остров-то это смотреть, не надо что плюнуть и забыть-то. Знаешь, что я тебе скажу? Безнаказанность рождает беззаконие. Это точно. А что дальше-то было, отец? Надавили политически и заставили вернуть? Да, все. Пригнали град и сравняли весь этот остров вместе с их полком. Ну да. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты кто такой? Юрку Валерий Павлович, 75-го года рождения. Вы признаетесь в похищении ребенка виновным. В незаконном лишении человека свободы виновным. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА При исполнении виновным. Не надо, козел! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Не поняла, ты не рад? Я не рад тому, что для всех он умер невиновным. Ясно. Чем займёшься теперь? Не знаю. Охранникам в чоп точно не пойду. Надо как-то крутиться. Буду что-то искать. Макс, ну деньги-то у тебя есть? Я могу одолжить, если совсем туго. Да нет, спасибо, не надо. Есть немного. Накопил. Ну смотри, а то я помогу, если что. Чего я такая добрая, а? Видимо, очень я тебе нравлюсь. Волнуюсь за тебя. Значит, не нравлюсь. Я этого не говорила. Слушай, Тань, у меня несколько дней в городе не будет. Куда собрался? Загорать? Типа того. Хочу армейского дружка навестить. Он звал на меня на рыбалку, а я всё как-то не мог. Сама знаешь, работа. Ой, везуха. Ладно. Вернёшься, звони. Хорошо. Пока. Пока. Костя, кто там? Откуда я знаю, Майя? Сиди, я сам открою. Здорово, Костя. Кэп. Здорово, Кэп. Давай, проходи. Здорово, Кэп. Здорово. Ты какими судьбами у нас в Красноярске? Да я, собственно, к тебе. Ма, это Кэп, наш капитан. Помнишь, я рассказывал? Максим Калинин. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. А вы к нам проездом или по делу? Да я так, можно сказать, по делам. Ну хорошо, проходите, раздевайтесь, я пойду что-нибудь приготовлю. Ну что ж ты не предупредил? Да я откуда знала? Давай, давай, заходи. Заходи, заходи. Ну как? Вкусно? Очень, очень вкусно. Спасибо. Ешьте, ешьте на здоровье. Максим, хоть вы мне расскажите, как Косточка там служил? А то он все отшучивается или молчит. Небось, это обездельничал. Да ну что, отменно служил. Костя вообще был самым лучшим в своей профессии. Да, мам. Сейчас же хороших радистов очень мало. Да, Костя был из радистов самым в общем. Ну спасибо вам. Ну что, мальчики, пойду я. Вам ведь поговорить хочется, я же вижу. Спасибо, мам. И нафиг не надо знать, что я снайпером был. Я сказал, радистом так спокойнее будет. Ладно, Калисич еще приехал. Случилось у меня кое-что, Костя. Пойдем поговорим. Да ладно. Ты его прямо в кабаке вальнул? Замочил в сортире. Ну ты даешь, Кап. Ну и что, легче стало? Ну, вроде как. Тихо. Я так полагаю, ты за четыре тысячи километров проперся не для того, чтобы мне эту историю рассказать? Угадал, не для того. Хочу попробовать остановить беспредел на улицах. Своими методами. Это какими? Как под ханкалой? Методы у тебя еще те, Клеп. Ладно, ладно. Ты тоже не ангел. В общем, хочу мало-мало потрясти наш московский криминал. Но для этого мне нужны люди. Поедешь со мной? Аризон. Послушай, Костя, расскажу тебе правдивую историю. Месяц назад я взял двоих на забытие комбур. При задержании у них на кармане было 70 штук зелени, наличика. Да все жители этого подъезда вместе взятые в месяц столько не получают. Да, это точно. Ну и чего? Ты бабло себе взял? Нет, сдал. Ну тогда мне просто не надо было. Но больше мы таких ошибок не допустим. Ну что скажешь, старший сержант Орлов, ты со мной? А че? Я с тобой, Кэп. Клевовая. Офигеть. Че ты прикалываешься, Кэп? Ты родился в Москве, а я здесь первый раз. Я эту башню только по телеку видел. Ну я вообще-то мог бы тебя на Красную площадь отвезти. Не хочу я на площадь. Я на башню хочу. Ну прикинь, какая там стрелковая позиция. Я так и знал. Ладно. Какие у нас планы? Когда начнем работать? Ну для начала надо информаторов потрясти. Есть у меня на улице всякие глаза и уши. Я смотрю, ты у времени зря не терял. Товарищ капитан. Здрасте. Да я уже не капитан, а товарищем тебе и подавно никогда не был. Как дела, Петя? Да ничего. Нормально. Мне нужна информация о самой крупной ближайшей сделке по наркоте, о которой ты знаешь. А я завязал. Я больше не стукать. А ты не мент. Это нож у тебя в животе. В двух сантиметрах от твоей печени. Если я его аккуратно выну, прижмешь платочком, доедешь до больнички, там за что будет и все в порядке. Если двину руку вперед, смерть будет мучительной. Ближайшая крупная сделка. Короче, сделка будет здесь. Завтра. Это институтские общаги, это пустырь. Вот здесь заброшенные гаражи. Угу. Я не понял, они чего? Гаши сбывают, что ли? Герыч, Костян. И объемы не детские, так что клиентура будет конкретная со стволами. Ну, нам не привыкать. А это что? Это лес. Здесь точка просматривается, может, я в зеленке заседу? Костян, это не такой лес, где можно засесть. Рядом жилой дом, мамаши там гуляют с колясками, собаководы. Будешь стрелять вот с этих гаражей. Держи. Это что, Сайга, что ли? Чего, не видишь? А СВД нет? Может, тебе еще поддержку артиллерии и спутниковую разведку? Да ладно. Оптика есть? Пока нет. Деньгами разживаемся, купим. Чего ты ноешь, Орлов? Так, что ли, стрелять не можешь? Да не, настоящий снайпер и разрогатки может. Вот и хорошо. Сайга не отстреляна, так что к нам не приведет. Так? Одна машина подъехала. Ждем другую. Это наша связь. Номер очистки. Мой номер в твоей книжке под цифрой один. В разговоре никогда не произноси мое имя. И никогда. Слышишь, Костян? Никогда никому не звони с этого номера. Я понял. Это важно, Костян. Никаким бабам, с которыми познакомишься. Никому не давай этот номер телефона. Столько идиотов в павилингу ловить. Да понял я, понял. Понял. Вторая подъехала. Так, четверо снаружи, двое внутри. Посмотришь? Я и так все вижу. Кошак чертов. Кап. Давай в бензобак засажу. Сдурел. Там же деньги у машины. Да не в ту, в пустую. Рванет, пока очухаются, а не наши. А что, мысль? Попадешь? Ну, может, не с первого раза. Ну, быстро. Ничего не поймут. Ладно, давай. Я пойду справа. Стреляешь через 10 секунд. На счет. Здесь. Восемь. Восемь. Пять. Четыре. Прошу вас, только не стреляйте. Я сдаюсь. У меня нет оружия. Я не сопротивляюсь. Я прошу вас, не убивайте меня. Пожалуйста. Кэп, 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 Кэп. Они мрази были. Наркотики детям и все такое. Сам знаешь. Кэп, давай. Давай, милый. Ты же да? Да. Мы людям помогли. Давай, родной. Давай. 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 Герыч. Он самый. Ну и что мы с ним будем делать? Да пусть полежит пока. Потом о нем применение. За него можем, например, информацию у Нареков покупать. Валюта? Вот именно. А вот и зарплата. Сколько здесь? Ну, исходя из количества героина, думаю, что миллиона два. Слушай, Кэп, они нас за это искать не будут? Будут. Ну, мужик, тоже будем искать. Может, избавимся от оружия? А стрелять ты с чего будешь? Нет, пока рано. Короче так, оружие и все это барахло будем хранить здесь, отдельно от себя. Этот гараж на липовое имя снят. Ты че не спишь? Над златом чахнешь? Думаю. О, гостин. Вредная штука. Лучше не начинай. Слушай, Кэп, а мы потом жалеть не будем? А че? О барыгах этих, что ли? Ты о чехах жалел? Ну вот. Сам же сказал, мы правильно сделали. Если не мы, то, что в этой сумке попало бы на улице, погибли бы сотни людей. Да, ты прав. Только мне как-то перед матерью стыдно. Как тогда, что не смог сказать, что снайпером был. Ладно, Костян, давай заканчивай философию. Завтра пойдешь фоткаться, буду делать эти документы. Регистрация? Нет, паспорт новый. Станешь москвичем. Фальшивый? Фальшивое будет только имя, а паспорт настоящий. Давай, ложись. Ложись. Здорово, Саня. Привет, Макс. Привет, привет. Ну че, как отдохнул? Порубочил? Ну, вроде того. Ну что, как у вас тут без меня справляетесь? Какие новости? Кстати, по гирку что? Слушай, пойдем, пройдемся, я перекусить что-нибудь возьму. Макс, по гирку новостей нет. Видимо, убили его чисто какие-то свои внутренние разборки. Да уж, мразь еще так была. Здрасте. Слушай, полковник Муратов начальник твой такой бешеный, а чего это с ним? Ну, так это же он развалил дело и выстроил свободу гирку. Да ладно. Ой, ладно, Таня, ну только не притворяйся. А то ты не знаешь, за что меня уволили. Деньги, удар по рожи в кориды на глазах у всех. А то я не знаю, как у нас слухи распространяются. Нет, это я слышала, я просто как детали не знала. Ну, теперь знаешь. Да, Макс, не думала, что у нас еще честные люди остались. Так, Татьяна, подожди. Это ты сейчас про меня, что ли? Ладно, брось. Пойдем. Ну, чего, работу-то нашел? Можно сказать и так. Так, молодец. Молодец. О-о-о, Калинин! Здорово. Здорово, Тим. Садись. Ну что, слышал о твоем увольнении? Я не понимаю, как ты мог так подставиться, Макс. Да забудь, много уродов на белом свете. Ну, это да. У меня к тебе дело, Дим. Паспорт нужен с московской пропиской, другу армейскому. Ну, обустроиться тут. Он не в розыске, не бандит. Я гарантирую, можешь проверить. Да я тебе верю. А что ко мне-то с этим вопросом? Что, сейчас у мельцев мало? Ну, у вас же тут паспортный стол. Наверняка у тебя завязки есть. Тебе настоящий нужен? Ну, говорю же, ну, человек нормальный. Не скрывается. Дима, ну, я же знаю, как это делается. Ну, найдите какого-нибудь алкаша, такого же по возрасту. Дублируйте паспортные данные, просто с другой фоткой. М? Ладно, Макс, только для тебя. Давай, неси фотографию своего товарища. Ну, и еще столько же денег для паспортистов. Итак, вот наше первоочередное дело. Вчера была пресечена попытка продажи наркотиков. Вот с такими вот результатами. Четверо убитых, двое раненых. Кем пресечена? Пока неизвестно. И деньги, и наркотики пропали. Товарищ майор, да это они между собой. Не поделились что-то или просто обдолбанные были. Перестреляли друг друга, да уехали. Нет, Серега, все проверено. Ну, и кто это сделал? И сколько их было? ОПГ, что ли, новое? Ну, сколько их было, точно мы не знаем. Но знаем, что стреляли всего два ствола. Два? Да, и один из них латкоствольная охотничья сайга. Так что с этой стороны о профессионалах речи быть не может. Ну, хорошо, с этой не может. А с какой может? Сейчас объясню. Одним из стрелков с расстояния 70 метров был поражен бензобак первой автомашины. После чего он сдетонировал. Двое погибли, двое были контужены. Из уцелевшей машины выбежал человек. И практически сразу был убит вторым стрелком из ПМА. Две пули в сердце. Ну, и третьего застрелил, видимо, подоспевший первый стрелок из сайги. Что скажете? Ну, это напоминает действия спецназа. Так, три выстрела в бензобак с 70 метров из охотничьей винтовки. Плюс два выстрела в сердце бегущего человека. По-моему, тут все ясно, и снайпер. Вот именно, вот именно. Эти двое, если их, конечно, было двое. Специалисты. И поймать их будем делом непростым и очень опасным. А за что их ловить, шеф? Что они плохого сделали? Мы за теми, кого они постреляли, два года гонялись. Ну, действительно, шеф. В общем, за работу. КОНЕЦ Ну, что? Все готово. Кроме них, там еще только двое клиентов. Хорошо. Слушай, а если кто-то узнает... Да не бойся, это никто не узнает. Ну, я просто... Ты забыл, что этого брата от тюрьмы спас? Да помню, я помню. У меня уже все плеш проел. Ладно, по коридору налево и налево пятая комната. У вас будет 10 минут, пока я всю обслугу в другой корпус отправил. Ключ. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, вот и все. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, вот этот дом нам нужен. Кто здесь живет? Маньяк, педофил? Хуже. Полковник Муратов. Мой бывший начальничек. Паскуда. Эй, Кэп, мы так не договаривались. Ты говорил, бандюганов валить, людям помогать. Я мента валить не буду, тем более полкана. Да этот мент похуже любого бандюгана. Ладно, успокойся, Костян, никто его валить не собирается. А чего мы тогда у него забыли? Мне пришла в голову гениальная мысль. Полковник Муратов любит всякую мразь за бабло отпускать. Причем берет у всех. А денежки эти из тех, которые в банк не положишь. Так мы идем его обокрасть? Украсть украденое. Нормальная тема, Костян. Не знал, что ты еще изломщик. Откуда? Ну ты даешь, Каба. Каба, а если он дома? Его нет дома, он в управлении Костян. Все проверено. Каб! Каб! Я еще нашел. А вот еще. Зажиточный? Думаю, его это надолго выпить из колеи. Я думаю, это кого угодно выберет. Слушай, а может, ну ее нафиг в народном месте? Давай хаты чистить, а прибыльно. Ну вот что, Костян. По-моему, хорошая идея. Эй, ты что, я же пошутил. Эй, ты что? Я тоже. Ладно. Уходим. Жаль, не смогу посмотреть на его рожь. Я даже не могу, что я там все думаю. Я не знаю, что я там все думаю. Нет. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Живой? Обижаешь? Молодец, Костя. Может, попинать его, если хочешь? Да так неинтересно. Ладно, все, сваливай. Пистолет возьми. Неплохо. Что теперь? Кто следующий? Никто. Теперь будем думать. Средства у нас есть. Теперь мы должны все правильно организовать. Тебе это серьезно в голове засело кап? Я думал, так перебесишься и угомонишься. Костян, я знаю, чего я хочу. Да ладно. Я же тоже подписался. Какие дальнейшие шаги? Для начала надо найти другое помещение. Побольше и побезопаснее. И с отоплением. А то зима придет, что будем делать? О, может, сразу офис снимем? Нам нужны люди, нам нужна информация и нам нужен врач. Врач? Врач. Если в тебя пулю засадят, что вполне вероятно. В больницу мы точно не пойдем. Значит, нужен свой врач. Согласен. А люди? Ты что, призыв объявишь? Нет. Буду искать по одному, опираясь на личные качества. Это как? Вадик Игриненко, помнишь, из твоей роты? Это же я его перевел. Да, его трудно забыть. Этот отморозок, он был похлеще тебя кап. Ты только его откопал, я... Личные дела изучал. Он из семи терских казаков. В первую войну его отца убили, а семья бежала. И вот, наконец, он вырос, попал в армию, а тут как раз вторая война. Да. Он сполна отомстил. Вот именно. Нам нужен тот, кто ненавидит врага. Кэп, наш враг – это преступность. Ее ненавидят все, кто к ней не относится. Правильно. Поправка. Нам нужен тот, кто ее ненавидит и при этом не боится. Привет. Ты, Антон Карев. На кассе сказали, что ты здесь. А ты кто? Я отмечался уже. Из города никуда не выезжал. Давно освободился? Месяц назад. Слушай, тебе чего надо? Работу хочу предложить. Ты же следователь. Судя по всему, хороший следователь. Мне как раз такое и нужно. Я был следователем. И я отсидел пять лет за убийство. Но ты же убил насильника, на котором три молодые девчонки были. Все-то ты про меня знаешь. Дело, наверное, смотрел. Так почему, что не знаешь, что мне теперь никакие должности занимать нельзя? А? У меня будет можно. Короче, так. Вот адрес. Если надумаешь, подъезжай завтра часом недолго. А делай-то чего? То же, что я раньше делал. С преступностью бороться. Да, кстати. Вот оплата за то, что ты уже сделал пять лет назад. Погоди, погоди. Чего залажим, мужик? Чего-то никак не пойму. Ты кто такой? Ты мент! Ты чего ты взял? У тебя же ксива. Расслабься. Она фальшивая. Извините, вы Елена Журова? Да. Здравствуйте. Меня Костя зовут. Мы с Андреем, вашим мужем, вместе работали. Да? Но мне Андрей Провоз ничего не рассказывал. Ну, вернее, он вообще о своей работе ничего не рассказывал. А вы до сих пор в СОБРе? Не совсем. Я перевелся. Очень соболезнен вам по поводу гибели мужа. Спасибо. Сколько? Уже год прошел. Как не могу смириться. Я говорила Андрюша, но он все хотел. Мир спасать. Да, это тяжело. Вы не удивляйтесь. Я вам работу пришел предложить. Работу? Угу. Но у меня есть. Перестаньте, Ленна. Что здесь платят? А вы такой первоклассный специалист. С хорошим образованием. Ну, откуда вы все про меня знаете? А, Андрей, рассказывал. Ну, вот место освободилось и сразу о вас вспомнил. Вот. К тому же можете не увольняться, будете совмещать. Ну, честно говоря, мне сейчас очень нужны деньги. Я осталась одна с двумя детьми. Я понимаю. А что это такое? Ну, больница? Медицинский центр? Не совсем. Скорее, частная клиника. Знаете, приходите завтра в два часа по этому адресу. Все узнаете. Мы вас ждем. Мне кажется, она не придет. Согласится. Я ее не просто так выбрал. Перерыл родственников всех погибших сотрудников. Она самая перспективная. Не знаю. Она мне какой-то робкой показалась. Костян, попробуй поработать на скорой хотя бы месяц. Она не робкая. Просто она Света Белова не видит. И ей надо помнить. Ладно. А что это был за адрес? Куда мы едем? Склад небольшой. Арендовалого у друга под наши нужды. Там сможем делать все, что захотим. Ну вот, Костян, наш новый дом. Да, впечатляет. Эй! Только здесь что-то пусто как-то. Ну а что тебе надо? Все, что необходимо, уже сами потом привезем. Зато смотри, что здесь есть. О, ништяк! Давай, паска! Опа! Помнишь, как футбольчик? Пошли гонять. Конечно, помню. Давай, пас! Старый! Да, играть-то так не научился. Давай, 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 иди сюда. Смотришься. Мой! Опа! Давай, паска! Здравствуйте! 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 Я по поводу работы. И я. По поводу работы. Ну, проходите. Фиат Юстиция. Пэрэд Мундас. Да свершится правосудие. Даже если от этого погибнет весь мир. Ну, вот, Костян, наш новый дом. Да, впечатляет. Эй! Только здесь что-то пусто как-то. Ну, а что тебе надо? Все, что необходимо, уже сами потом привезем. Зато смотри, что здесь есть. О, ништяк! Давай, паска! Опа! Помнишь, как футбольчик? Пошли, Горя. Конечно, помню. Давай, пас! Ипс! Да, но играть-то так не научился. Давай, давай, давай! Давай, давай, иди сюда! Смотришься! Мой! Опа! Давай, паска! Здравствуйте! Здрасте! Я по поводу работы. И я по поводу работы. Ну, проходите. Сначала вам будет трудно поверить в то, что я скажу. И трудно будет поверить в мое предложение. Но вы постарайтесь. Все началось три недели назад. Сразу открою вам карты, чтобы потом не было недоразумений. Я хочу создать карательную группу. Мужик, причем больной? Я нет. Недавно я наказал похитителей детей, которые ушел от правосудия. Через некоторое время мы с другом пресекли крупную сделку по продаже наркотиков. И все чисто. Никаких следов. Все очень хорошо продумано и аккуратно сделано. А вот ты, ты насмерть забил насильника в обезьяннике Ралид Дилов. При семи свидетелях. И отсидел за это пять лет в колонии строгого режима. Так кто из нас больной? Это была вспышка эмоций. Аффект. Да пойми же ты. Он сначала изнасиловал, а затем хладнокровно убил трех молодых девушек. Одна же, впрочем, в моем доме жила. Я с такого возраста знал. Да это не был аффект. В это не поверил суд, в это не поверю я. Исходя из данных протокола, после его задержания ты два часа сидел, слушал его показания. Потом еще полтора часа читал его дело. Потом просто встал, вышел и убил его на глазах у всех. Нет, братец, ты хорошо подумал. Откуда вы все про него знаете? Кто вы вообще такие? Почему я здесь? А ведь вы меня обманули. Вы не работали с моим мужем. Да, обманул. Просто нам очень нужно было, чтобы вы пришли. Без такого специалиста, как вы, нам никак не обойтись. А вы понимаете, что вы предлагаете? Вы предлагаете создать группу, чтобы убивать людей. Ну, во-первых, не людей, а преступников. А во-вторых, вам никого убивать не придется. Вы просто будете заниматься своей работой. Не людей, а преступников? Но преступники тоже люди? Люди? Те, кто убили вашего мужа, люди? Неужели у вас такая короткая память? Напомните, 27 марта прошлого года при задержании особо опасных лиц получил три огнестрельных ранения и героически погиб сотрудник СОБРа Журов Олег 76-го года рождения. Суд признал убийцу Журова душевно больным и назначил три года принудительного лечения вместо пожизненного заключения. У Журова остались жена и двое детей. Перестань, а! Вот что ты делаешь? Успокойся. Все будет хорошо. Я так его любила. Мне нужны ваши ответы. Я согласна. Я согласна. Хорошо, я с вами. Ну что, я пошла? Может, я подвезу тебя? Я на машине. Но было бы неплохо. А как ты вообще сюда забралась? На маршрутке, потом пешком шло. Спасибо. Спасибо. Это мужик сказал, ты будешь заниматься своей работой. Ты кто, взрывотехник какой-нибудь? Я хирург. Место потеряла, были проблемы после смерти мужа. Работай на скорой. А они-то не дураки. Продумываются. А ты действительно готов? К чему? Убивайте. Я знаю. Убивайте. 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 Возвращайте. Костян, успокойся. Положи нож и садись до еды. Рано еще в паранойю впадать. Да я так. На всякий случай. Как сходил? Отлично. Поздравляю тебя. Теперь ты официально москвич. Куда грязными руками? Сразу загадить хочешь? На. В общем, имя тебе оставил, Костян, чтобы не путался. Фамилию поменял. Ты теперь больше не Орлов. Соколов. Финиш, Кэм. У тебя что дальше, фантазия не шагнула? Это чтобы ты не забывал, что ты птица гордая. Привет, Кэм. О, привет, Макс. Проходи. Очень рад тебя видеть. Я тебя тоже. Очень. Слушай, а ты это ничего. Что ничего? Выглядишь, говорю, хорошо. Буренький такой, целеустремленный. Молодец. У меня просто дядя кадровый военный. Его на пенсию отправили раньше срока. Ну, там свои проблемы по болезни. Так у него так глаза потухли, как будто он смысл в жизни потерял. Я просто очень переживала, Макс, что с тобой может произойти что-нибудь подобное. Ну, как видишь, не произошло. Молодец. Работу нашел? А где, если не секрет? Частный бизнес. Решил фирму свою открыть. Ого. В коммерцию, значит, подалось. И чем будет заниматься фирма? Чисткой, уборкой, истреблением паразитов, профилактикой появления паразитов. Интересно. А что, по-моему, очень даже востребовано, да? Да. У нас он один и переуволился. У него сейчас своя фирма по пластиковым окнам. У другого по кондиционерам тоже своя, кстати. Тань, хотел тебя в одной услуги попросить. Эх, Макс, Макс. Я-то думала, на свидание пригласить хочешь? Ну, так что, Тань? Макс. Зачем тебе дело этого такого похитителя ребенка? Его же убили. Да хочу понять, как я так вожелался, что его не посадили. Скажи, ты можешь успокоиться? Вот успокойся. Какая разница? Кто-то же все равно твою ошибку исправил. Нам будет на Муратова не нарваться. Вот это да. Разозлиться, как черт, если тебя увидит. Кстати, ты как в здании-то прошел? По фальшивому удостоверению. Нет. Да ладно. А ты новость-то слышал? Про Муратова. Что за новость? Не слышал. Его же ограбили. Да ну. Угу. Дали по башке. Забрали все деньги. И ствол табельный. Да ты что? Клевая. Твоя подружка? Мы его убьем. Кто он? Наркодилер? Прокурор. Осади коней, Кэп. Мы уже с тобой говорили о том, что я не подписывался людей в погонах крошить. Мы не должны убирать только того, кого легко убрать. Легко убрать? Легко убрать? Вот этих шестерых с Герычем было легко убрать? Ты помнишь, у каждого по стволу. Ты еще погромче поори, а то не все слышали. Что она сделала? Я взял документы по Герко. Ну, это похититель детей, которого я ликвидировал. Она была гособвинителем на процессе и развалила обвинение. Подвела под самую легкую статью и дала условно. Его освободили прямо в зале суда. Ну да, взяла на лапу по-любому. Да, беспредел. Ну, Валитька, она же баба. А ты расскажи это родителям похищенных детей. А то, что она делала, это даже хуже того, что бандиты делали. Они хотя бы по жизни мрази и делом своим и занимаются. А она обещала людей защищать, а сама их предает. Двойная вина. Вы уверены? Вы должны быть на сто процентов уверены. В том, что она это заслужила. Иначе вас потом совесть сожрет. Оно у вас, судя по всему, есть. И, кстати, может быть, все-таки назовете свои имена? Сколько можно этих безличных обращений? Потерпишь. Сейчас поймем, что ты с нами все узнаешь. Лена. Честно говоря, я долго думал, звать ли тебя сегодня. Да и вообще, стоит ли тебе в дальнейшем знать, чем мы занимаемся. Я должна знать все. Иначе я не с вами. Иначе я не понимаю, кому я помогаю и ради чего. А то, что она женщина, вас не смущает? То, что она женщина, это как раз не важно. Я таких женщин встречала, которые своих детей убивают. Мужики так не делают. Тебе видней. И кто же это сделает? Кто нажмет на курок? Будем жрибы тянуть? Это сделаю я. Потом уже будем смотреть, что и как. Вы двое обеспечите транспорт и прикрытие. Лена. Берешь все необходимое. Инструменты, лекарства. И дежуришь здесь. А ты что, ожидаешь вооруженного сопротивления? Надеюсь, она лучшая. Готовься к худшему. Ну и что мы ждем? Каждые выходные она в это время катается на велике. Откуда ты знаешь? Я за ней следил. Все-таки вы безжалостные люди. Кто бы говорил. О, Кэп, вон она. Вижу. Кот на двери помнишь? Да. КОНЕЦ 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 просто запугали. Судья, да. Этот подонок вообще на хорошем счету у криминала. Два месяца назад он развалил дело по ОПГ. С убийствами и вымогательством. Фамилия, имя, отчество. Все, что про него знаешь. А я о нем вообще много знаю. Они с моим начальником друзья. А вам зачем? А ты как думаешь? Кравица Альберт Маркович. Напиши еще судья. Как правильно? Кравица или Кравица? А какая разница? Слушай, Кэп, а чего бы им с этой бабой делать, которая у нас на складе? Она же прокурор, не выйдет на работу, ее хватится, искать будут. Ну, реши вопрос судьей, отпустим ее. Открывай. Так она же нас видела. Она всех сдаст. Она нам информацию по судье слила. Где живет, где бывает. После того, как он сдохнет, она станет соучастником. Она это прекрасно знает. К тому же я не заметил, чтобы она к нему особой симпатию питала. Значит, ее хочет к нам, типа, завербовать? А у нас нет другого выбора, Костян. Как иначе мы ее отпустим, после того, что она узнала? Давай, ищи фотку. Вот. А, красавчик. Тоже мне публичная личность. Распечатывай. Ну, кто там еще? Посмотри, что там. Ничего не надо. Сами починим. Просто поехали. Не до этого сейчас. Легусь, овца какая-нибудь. Ну что, поехали? Вы уже приехали, Алиберт Маркович. Стойте, стойте. Мне казалось, что мы договорились. Сергеевского отпустят, как только вы позаботитесь о свидетели. Я же на вашей стороне. Очередное твое грязное дело. Я не понимаю, вы что, не... Подождите, что вам нужно? Машину забирайте? Некоторое время назад вы судили Валерия Герко, обвиняемого в похищении ребенка и вымогательства. У меня есть точная информация, что вы способствовали развалу обвинений. Что вы хотите? Почему? Что почему? Почему? Мужик! Да ты знаешь, какие бабки за этим стояли? Ну хорошо, мы сейчас разойдемся, и я тебе отдам наличие. Вы его убили? Он мертв? Мертвее не бывает. Туда ему и дорога. Подожди. Пойми, мы не можем тебя отпустить просто так. Ты знаешь, кто я, и... Я знаю, что теперь я соучастница и повязана с вами. А ты будешь с нами? Чего вы хотите? Информацию. Время от времени. О разваленных делах, о загубленных обвинениях, о тех гадах, которые выходят сухими из воды. Как с вами связаться? Ну, у тебя записаны книжки под номерами один и два. Три и четыре это те двое, которых ты видела. Они получат твой телефон сегодня. И никому другому не звони с этого телефона. твой номер пять. Теперь мы одна команда. Мы тебе доверяем. Меня зовут Максим. Меня Костя зовут. Я тогда не соврал, имя настоящие. А капитана зовут Максом. Капитана? Вы военные? Мы с Костяном служили в разведке ВДВ. Потом я работал в УБУ. Потом Макс отказался одну мразь за деньги отпустить. А его все равно обошли, а самого выгнали. Мне повезло. Да ладно. Я свой путь выбрал. Многие хотели бы это сделать. А только ни у кого сил нет. Обычные люди сжимают кулаки от бессилия, а бандюганы смеются им в лицо. Люди злятся и боятся, потому что их некому защитить. Потому что закона нет. Есть только закон денег, закон связи, закон силы. А ваш закон, это не закон силы? Наш закон, это закон совести. Наш закон, это закон справедливости. Красивые слова. Ну так ли это? Это наша связь. Ты в книжке под номером три. Твой номер четыре. Удачи. Удачи нам всем. Въехали мы. Остановились на красной. Сзади нас кто-то въехал, легонько. Так, чуть-чуть в бампер. Что за машина? Да не разглядел я. То ли в восьмерках, хрен их поймешь. Нарович. Привет. Ну? Шеф говорит, выйди, посмотри по-быстрому, глянь, что там, и дальше поем. Я выхожу, в машине подошел, в салоне никого. То ли пригнулся, то ли выскочить успелся. Ну и что дальше? Ничего. Удар сзади, очнулся, менты, скорые, люди, шеф мертв. Понятно. Спасибо. Вить, а нас что вызвали? Это что, юрисдикция УГОП, что ли? У ПГБ отзревают? Убитый судья. Ну? В машине брошено орудие убийства. Поем слушателям. Ввиду чрезвычайной важности обстоятельств, срочно была проведена баллистическая экспертиза. Уже проведена? Хватит ведь, а? Нет, ты глянь. Если бы кого простого пришили, да? Они бы эту пулю неделю бы изучали. А тут пара часов и готова. Ну, ведь судья же, да? Успокоилась? Ладно, и что? Ствол нам знаком? Вот слушай. Этот ствол использовался шесть дней назад при убийстве наркодилеров. Да ладно. Это вот этих на пустыре, что ли? Ничего себе. Наркодилеры, говоришь, да? И судья. А связь какая ведь? Вот сам не знаю. Что, что-то есть? Вот возьмите, нашли. Карта Таро. Дьявол. На какой хрен ты ее там бросил? Ну, специально, как послание, что мы не просто так их убили ни за что. Слушай, Арнольф, ты бы еще ухо ему отрезал, как трофей. Что за бредовая идея? Помнишь, у нас наводчик был на БМД Ромка Винни-Пухов. Ну? Так вот он на этой лажу помешан был, все время мне про эти карты втирал. Дьявол означает предательство, продажность. Мы же его за это наказали. Где ты ее взял вообще? На рынке купил. Там их много. Можно еще, знаешь что? Я больше ничего слышать про это не хочу. Надеюсь, ты хотя бы ее не лапал. Обижаешь-ка. Вчера на севере столицы произошло громкое убийство. Убит федеральный судья Альберт Маркович Кравец. Автомобиль судьи Кравец остановился на этом перекрестке. Злоумышленники имитировали небольшую аварию. Когда охранник вышел посмотреть, чем дело, он был оглушен ударом по голове. После этого преступник сел на водительское сидение и одним выстрелом убил судью. На месте преступления был найден пистолет Макарова с глушителем. Судя по почерку, убийство было заказным. Официальное следствие пока не выдвинуло никаких версий, но стоит полагать, что убийство связано с профессиональной деятельностью судьи. Он вел ряд серьезных процессов. Видимо, таким образом преступники рассчитали с ним за несговорчивость и жесткую позицию. Теперь к другим новостям дня. Здорово, Виктор. Здорово. Приятного аппетита. Спасибо. Ну что, Тань, что у нас там по судье? Действительно такой ярый и непреклонный враг преступности? Конечно. Если судить по официальной промоке. Ну-ка, удиви меня. Вить, ну что, как маленький-то? В одной песочнице возьмемся. По большому счету все все про всех знают. Хоть слухи, что у него даже тарифы были. Тарифы на что? Ну там. Дело прикрыть. Приговор смягчить. Слушай, а ты помнишь, недавно кто-то из наших пытался ОПГ по западному округу закрыть? Ммм. Кровец его увидела. Ну? Ммм. Ты помнишь, чем там все кончилось? Ну да, почти все гуляют, но может просто слухи? Да брось ты слухи. Дыма без огня не бывает. У меня приятель один, тоже из управления, взял одного типа за похищение ребенка. Витя, похищение ребенка, с поличным. Так вот наш кровец умудрился свести процесс на условное. Вот это уже не слухи, это факты. Да, ну а что там с картой? А что карта? Карта Таро. Отпечатков нет. Дьявол. Символизирует, что бы ты думал? Предательство и продажность. Ничего себе. Да. Слушай, я, по-моему, уже нахожу связь между этим убийством и убийством наркодилеров. В обоих случаях жертвы не вызывают сочувствия. Похоже, у нас появились птители. А ты умный ведь. Стараюсь. Ладно. Иди работай. Спасибо за кофе. Пожалуйста. Давай, давай, сейчас. Давай, давай. Давай себя ставь. Вот так. А может, проще было грузчиков нанять, а не арендовать газель? Только грузчиков нам тут не хватало. Никто про это место, кроме нас, знать не должен. Кстати, надо хорошенько продумать прикрытие. В смысле? Ну, в смысле. Придумать название для нашей фирмы, нанести логотип на стену склада. Ну, чтобы вопросов не возникало. Кэп. Да. Слушай, а у тебя желание не возникает нам случайно помочь? А? Не-не-не, пацаны. У меня еще нога сильно болит. Сами справитесь. Ну, а что сели-то? Давайте работать. Время не ждет. Где телефон? Мне другой звон... А, да, наверное... Алло. Да, я поняла, что это вы. Поговорить? Почему со мной? Хорошо, давайте сегодня в девять часов. Где? Поняла. Ну, мобильник? Белый медведь живет на севере. Это очень крупное животное. Под кожей у медведя очень толстый слой жира. Он защищает... Сейчас, сейчас, сейчас. Зверя от стужи. Ученые внимательно изучают жизнь этого хищника. Молодец. Ну, что у тебя? Мамочка, это папа. Ух ты, здорово. А папа надолго уехал? Надолго. Очень надолго. Он нас бросил. На школе у Алешки так. Он говорит, папа ее бросил и больше не любит. Да ты что? Ваш папа любит вас больше всех на свете. У меня встречи сейчас по работе, а вас бабушка уложит. Хорошо? Угу. О, работает. Как будешь? Субтитры создавал DimaTorzok На месте преступления был найден пистолет Макарова с глушителем. Судя по почерку, убийство было заказным. Официальное следствие пока не выдвинуло никаких версий, но стоит полагать, что убийство связано с профессиональной деятельностью судьи. Он вел ряд серьезных процессов. Видимо, таким образом преступники рассчитали с ним за несговорчивость и жесткую позицию. Короче, так, Костян. Завтра, послезавтра займешься поиском съемной квартиры для себя. А что, мне и так неплохо? Неплохо им. Соседи уже косятся. Два мужика живут вместе. На что это похоже? А бабку давай. Ладно, понял я. А я сам хотел квартиру подыскать, минимум здесь неподалеку. Слушай, Кэп, а сделай мне права фальшивые, а то без машины как-то неудобно. А зачем тебе фальшивые? Паспорт у тебя есть, все в порядке. Получай настоящий. Точно. Что-то я и не подумал. Завтра займусь. Ну и кто у нас следующая мишень? Живем, увидим. А почему ты позвала меня? Ни Максима, ни Костю. Трудно, знаешь ли, как-то общаться с людьми, которые пытались меня убить три дня назад. Потом сутки продержали на складе. Ну ты же понимаешь, они... Не со зла, да? Ладно, проехали. Будем считать, что эта судьба не позволила им убить невиновного. Будем. А тебя я позвала, потому что ты женщина. Ты-то с ними как оказалась? Добровольно? В смысле? Ну, в смысле не шантажируют тебя? Или как я в сложных ситуациях? Нет. Я сама так решила, это мое решение. Ну, тогда на этот случай я принесла вот это. Передашь главному, и пусть сами решают, что с этими людьми делать. Что это? Дело, которое я вела. Черные риэлторы. Пять убийств, ни одно не раскрыто. Люди исчезали, и до сих пор никто не найдет. Хотя квартиры все у них. Закрыто за недостаточностью улик. Хотя улики были. Что, есть новости? Да так, пару мыслей. Давай, чай хочешь? Вот смотри, судью застрелили с переднего сиденья. То есть убийца села в машину, повернулся и выстрелил, так? Ну и? Зачем? В смысле зачем? Ведь убить хотел. Почему не выстрелить через стекло? Хорошо, почему не открыть дверь и выстрелить? Зачем вообще садиться в машину? Да, я как-то не подумала об этом. Зачем? Видимо, убийца хотел с ним поговорить. То есть судья должен был узнать, за что его карают. Типа приговор, что ли? Вроде того. И обрати внимание, охранника оглушили. Обычно такую ситуацию валят всех подряд, а здесь работано чисто. Пострадал только виновный. Значит, они у нас еще и разборчивы, да? Понимаешь, что это значит? Нет, пока нет. Кто-то решил объявить войну преступности. Убийство продолжится. Их будет гораздо больше. Ну, спасибо, Витя, за веселые прогнозы. Давай выпьем чай по отдельности. Что? Какой чай? А, не, пойду. Иди, по-моему. Снимайся. Ну вот, полюбуйтесь. Это то, с чем я работал много лет. ОПГ. Организованная преступная группировка. Схема работы была максимально простой. Находили одиноких пенсионеров с хорошими квартирами. Ну, это понятно. Это мы знаем. Трались доверие, заставляли переписывать на себя квартиры, и так далее, и тому подобное. Это я по телеку видел. Нет, Костян. Здесь все было гораздо проще. Гораздо проще и гораздо страшнее. Ни в какое доверие они не втирались. Они убивали пенсионера сразу. А уже потом, задним числом, оформляли на себя квартиру. Да, у нас на зоне сидел мент один, который попал как раз за то, что таким помогал. Надеюсь, до сих пор сидит. Да не. Он крыса был. Ему за точку почти сразу всадили. Туда и дорога. Антон, для тебя будет работа по специальности. Ты же следователем был? Был. Проведешь полную разработку. Имена, квартира, контакты, связи. Потребуются деньги для покупки информации. Выделю. Понял. Костян, необходимо серьезное оружие. Состоим список, займешься. Лена, нужны медицинские препараты и обустроить здесь что-то типа операционное. Ну где можно будет помочь даже при тяжелом ранении? Что, все так серьезно? Это вооруженная банда убийц. Это не наркодилеры и не продажный судья. Мы стоим на карту своей жизни. Слушай, Кэп, их пятеро смотрел фильм «Крестный отец». Ну, давно. Там этот Корлеон и всех своих врагов в один и тот же день в одно и то же время замочил. Даже если мы заставим убивать докторша, у нас все равно элементарно не хватит людей. И никаких дел в одиночку. Все продумывать. Все. До мелочей. Ой, никакое свободное действие. Ладно, что по стволам? Ну, надо еще пару-тройку поэмов, а то у нас остался один, который мы у Муратова забрали. Он, наверное, очень по нему скучает. С блушаками? Да. Что еще? Автоматы. АКС-74У. Две единицы. Пистолеты, пистолеты, пулеметы, бизон, лучшую стройку и кипарис по две единицы. Кэп, ты в курсе, что кипарис для спецназа МВД не армейский особо не в ходу? Ты записывай, там разберемся. Винтовка для тебя. СВД, наверное. Да. Угу. Еще может понадобиться зерчатка, но ее я буду уже сам искать. Слушай, арсенал не слабый. Угу. Где я все это возьму? Ну, как где? Где стволов много, и где они в ходу, на югах. Поедешь в Осетию, во Владик, дам тебе денег. Дальше действуй по ситуации. Понятно. А как я оттуда с таким багажом? Костян, ты, главное, купи и свяжись со мной. Посмотрим по обстоятельствам. Понял? Так точно. Это что за перец? Друг. У меня же даже и машины нет. А, решил на нее заработать. Все, как ты заказывала. Почти весь перечень препаратов строгого учета. Фенобарбитал, циклодол, эфедрин, кетирол, промедол. Больничку открываешь? Вроде того. А где пенифрин? Да вот он. Все в порядке. Все в порядке. Ништячок. Могу не пересчитывать? Не пересчитывай. С вами приятно иметь дело. Пока. У меня даже руки тряслись. А что, это тебе было опасно? Кто, Олег? Да нет. Он студент, фармацевт. Просто эти сделки какие-то... Ну, как не могу к этому прерывкнуть. Потом эти препараты от наркотиков по своему составу не сильно отличаются. Да и по уголовной ответственности тоже. Да. Интересно. Откуда же у этого студента такая куча лекарств? Да еще таких. У него большие связи, возможности. Что-то увел с кафедры, что-то со склада, что-то из аптеки, в которой работает. Что у нас за жизнь? Все все тащат. Да? Такая невеселая жизнь. Ну что, закинем это на склад и по домам? Угу. Да, завтра надо купить еще холодильник специальный для хранения всех этих препаратов. Сделаем. Слушай, Лен. Может, мы с тобой как-нибудь встретимся? во внерабочее время. Ну, то, может быть. Давай потом, не сейчас. Да меня пугает твое прошлое. Да и настоящее тоже. Да ладно. Мы же в одной упряжке. Да знаю я. просто никак не могу к этому привыкнуть. С choosesesi. Пугает твое прошлое. Сиях делает твое прошлое. Чего? Не-не, ничего, ничего. Все хорошо, иди, иди. Иди. Иди, иди, иди. А-а-а! Ай, Канц! А-а-а! Козел! Он мне нос сломал! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Доброе утро. Ладно, я выйду, пока здесь постою. Пожалуйста, разберемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот он! Иди сюда! Открой! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Планы немного изменились. Похорошему, говорю, дверь открой. Открой дверь! К кому говорю?! Десант. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дверь открой! Слушай, а чё, оглох, что ли, э? Я кому говорю? По-хорошему, говорит, дверь открывай А всё, открывай Севис Пацан, Парабеллём Хочешь мира? Готовься к войне Доброе утро Доброе, здравствуйте Здрасте Ладно, я выйду пока, здесь постою Пока вы сомневаетесь Хорошо Вот он Открой дверь Открой дверь Планы немного изменились Оглох, что ли? Дверь открывай Открой дверь, кому говорю Десант Дверь открой Что, чё, оглох, что ли, э? Дверь открой Я кому говорю? По-хорошему говорю Дверь открой Ну что, открывай Дверь открой Дверь открой Дверь открой Дверь открой Что, ты не ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так, стоять все! Всё, стоять! Спокойно! Свои, спокойно! Спокойное удостоверение! Свои! Этих пакуйте и пробейте во всем базам! Отпусти! Стоять! Вперёд! Вперёд! Пошёл! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, алло! Привет! Ты спишь, что ли? Но благодаря тебе уже нет! Вот она, жизнь бизнесменов! Не то что мы, госслужащие. С девяти утра уже на работе. Если ты ждешь сочувствия, то его не будет. Слушай, Макс, а ты не мог бы сегодня заехать в управление? Мне советик твой нужен. Да легко. Это, пожалуйста, не надо ходить по фальшивому удостоверению, ладно? Я выпишу тебе пропасть. Ой, ладно, ладно. Не будь нудной. Жди после обеда. Я не нудная, я ответственная. Ладно, все, пока. Давай. Меня Николай зовут. Это Игорь, а это... Забыл. Наташа. Так вы вместе, значит? Ну да. Меня Костик зовут. Простите, я просто не подумал, что вы вместе. Просто потому что... Потому что Игорь не полез с нами в драку. Да я просто как-то... Игорь не дерется. Он человек интеллигентный, и с его стороны было совершенно безответственно оставлять жену в опасной ситуации. А, ну да. Да я этого Игоря... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я этого Игоря почти не знаю. Три дня как общаемся? Друг друзей. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ясно. А что тогда с ними? У его жены брат Володьки бизнесом занимался. Похитили, денег требует. А ты вроде как гид по беспредельной стороне жизни? Ну, вроде как. Друзья попросили съездить с ними, ситуацию пробить. Ну, деньги передать, если все адекватно. А заодно объяснить, что сваливать надо оттуда, если хочешь жить нормально. Кавказ если и не горит, как раньше, так медленно тлеет. Что тоже не очень приятно. Что? За что СГБ-то выгнали? У нас на БМД наводчик был. Ромка Винни-Пух. Клади с ума просто. Как-то под Ханкало сбило две вертушки. И к нам почта месяца два не приходила. Ну, вот в одном из рейдов разручной библиотеки Ромка нашел книгу. Рассказы Шерлока Холмса. Каждый день он слух читал. Два месяца по кругу гоняли. Так. Я что-то связи не вижу. Логика. Ты вот ментам ГБшную ксиву показал. Может поддельную. А по виду ты типичный ФСБшник. И по спецподготовке тоже. Сразу видно, что тебе эта поездка не очень-то нравится. Значит, пошел на нее вынужденно. Не знаю, оставить кабинет на Лубянке и отправиться рисковать своей задницей на юга. Ну, не знаю, такое для друзей друзей не делаю. Значит, тебе хорошо платят. Продолжай, продолжай. Мне уже самому интересно. Элементарно, Владцын. Платят, значит, деньги нужны. А деньги нужны, потому что не работаешь. Ушел ли сам? Ну, не знаю. Хотя у тебя семья, профессия опасная. Но если бы ты риска боялся, во Владе бы с ними за бабки не поехал. Да и со мной бы в драку не влез. Значит, ушел ли сам. Уволили. Учетная отставка. Поранение. Контузия. Спецоперации по освобождению детей и заложников. Уважаю, брат. Мне жаль. Мне тоже. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Слушаю. Привет. Я не перепутал номер. Ты не врач. Ты и другая девушка. Я уже давно не девушка. Чего ты хотела, бывший следователь? Я веду разработку по тем, кого ты дала. Мне очень-то много удалось выводить. Твоя помощь не помешала бы. Я сейчас на работе. Давай вечером. Договорились. Договорились. Пока. Танюха, привет. 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 Ой, привет, Макс. Отлично выглядишь. Спасибо. Ну, рассказывай, какие проблемы? Ой, проблемы, Макс. Посоветоваться с тобой хочу. Ну? Тут дело, видимо, одно особой важности. Твой армейский опыт пригодился бы. Чем смогу? В двух словах. Группа людей. Может быть, двое. Видимо, как-то связанных с органами занялись самосудом. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ничего себе. И поподробнее. А, поподробнее. Некоторое время назад на пустыре была сорвана сделка по продаже наркотиков. Четыре трупа, двое раненых. Ого. А неделю назад судья Кравец. Или Кравец, как его там, не судят. Ну, услышал, наверное, да? Угу. Слушай, Таня. Почему ты решила, что они как-то с органами связаны? Насколько я понимаю, судья первые мишени для бандитов. Но наркодилеры, как у них там, вообще беспредел творится. Не все так просто, Макс. Не все так просто. Эти два дела связаны одним стволом. Вот как. Начальник нашей следственной группы, майор Егоров, предполагает, что применялась тактика спецназа. Ты у нас в этом деле специалист. Ну, вот за этим я тебя и позвала. Зачем? Встретиться с майором Егоровым, посоветовать нам что-нибудь. Да ты шутишь. Да нет. Я серьезно. Очень приятно познакомиться. Татьяна много рассказывала. Интересно что? Не волнуйся, пока только хорошая. Ну что, давай на ты? Да, конечно. Ну, значит, смотри, Максим, какая тут история у нас с этим пустырем. Шесть наркодилеров. Два автомобиля. И еще двое. Вот здесь, в заброшенных гаражах. Вооружены гладкоствольным карабином ИПМом. Первый из карабина стреляет в бензобак этого автомобиля. Детонация. Сильно. Второй, который с ПМом, обходит справа и стреляет в спину убегающему пассажиру из этого уцелевшего автомобиля. В это время подскакивает первый с карабином и убивает оставшегося пассажира в этой машине. Вот так нам во всяком случае представляется. Ну что скажешь, на что похоже? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Похоже на ошибку. В смысле? В смысле наркозделки штука непростая, и вы зря исключаете вероятность междоусобных разборок. Какие что, междоусобные разборки, когда двое стрелков со стороны всех перестреляли? Ну, не двое, а один. По крайней мере, мне так кажется. Ну, ну, поясни. Ну, смотрите. ПМ был у одного из дилеров, который был уцелевшим машиной. Когда его сообщник подорвал вот эту машину, вот этот стал убегать. Тогда тот, который с ПМом выскочил, догнал его и убил. А почему же его самого убили? Ну, вы что, не знакомы с наркотрафиком? В этой сфере не любить делиться. Подошел его сообщник с карабином, убил его и забрал все деньги. А то есть, по-твоему, спецназом тут не пахнет? Думаю, нет. Ну, хорошо, а как же тогда выстрел в темноте в бензобак из гладкоствольного? Со ста метров. Снайпер? Ну, почему обязательно снайпер? Он может быть просто очень, очень хороший стрелок. Возможно, охотник. Ну, я таких не знаю. Владикавказ, через 30 минут прибываем. Белье готовим. Владикавказ, 30 минут. Белье готовим, товарищи пассажиры. Белье готовим, товарищи пассажиры. Ну, вроде приехали. Ты где остановиться решил? В друзей родни? Ну, я так в гостинице попроще. Я тебя забыл спросить, ты-то зачем сюда? Да так, дело. Какое дело? Ну, так, мелочи. Я хотел спросить, у вас знакомых нет, к кому обратиться можно? Просто я здесь человек чужой, а о безопасности своей не позаботился. Ствол, что ли, нужен? Ну, да. Просто стрёмно здесь как-то ходить. В пенсион. Телефон одного местного ментовского начальника. Он никуда чем обязан. Скажешь, откуда Савкина из СССР. Внизу мой. Роменко работает. Ты мне... Свой черкани, на всякий случай. Надолго сюда. Я, нет, день, два, ну, может, три. Я тоже. Если понадобится помощь, могу к тебе обратиться. Да не вопрос. Калинин? Ты что здесь делаешь? Тебя забыл спросить. Ну что смотришь? Наву тебе больше называть не надо. Субординации нет. Ты мне больше не начальник. Ты для меня вообще никто. Ты потише, потише, понял? Это Демина тебя сюда впустила? Ну, ничего. Ей устрою мало не покажется. Только попробуй. Тебя спросить забыл. Не заходи. Сука. Привет. Я слушаю. А что так жестко? А я с уголовником по-другому не разговариваю. А я тебе не уголовник. Я его за дело убил, чтобы людей защитить. А не чтобы кошелек старить. Ну, тебе-то видней. Говори, что хотел. Мне наше общение удовольствия не доставляет. Ага. Я разрабатывал тех пятерых, что ты дала. Которые убивали владельцев квартиры задним числом оформляли продажи. Так вот. Пока мне удалось остановить местонахождение только одного из них. Некий Бондарь. Знаешь такого? Конечно, знаю. Дело-то у меня полгода было. Но ему обвинение даже по нужным статьям не предъявили. Улики не удалось собрать. И все-таки ты дала его на ликвидацию. Бондарь выловил меня возле прокуратуры и предложил за закрытие дела сто тысяч. Рублей? Копеек. Долларов. Я уж про его рожу не говорю. Если по этому принципу отстреливать, так вообще каждого второго можно. А здесь такое предложение, тем более учитывая его должность. Вот именно это меня и тревожит. Он же участковый. Ты что, сам следаком не работал? Не знаешь, как участковый и старичков находят, а потом у них хаты отжимают? А этот дальше пошел, с бандой связался. Знаешь, сколько они людей убили? И что теперь делать? Я не знаю. Мое дело информация. Решайте сами. Участковый, значит? Да. Еще трое. Это реально жесткие бандюганы. Искать будет сложно. Устранять еще сложнее. По адресам прописок не живут. Работы, на которые надо ходить, естественно, не имеют. А пятый? Пятая. Нотариус. Оформляла все эти липовые сделки. Ладно. Займемся участковым. Как? Вдвоем? А Костик? А оружие? Костян пока своим делом занимается. Кофе будешь? Нет. А оружие? Это наш последний ствол. Табельный. Полковника Муратова. Моего бывшего начальничка. Ублюдка. Взяточник. Ты чего, его завалил? Да нет. Просто грамотно подрезал. И хочешь, чтобы этого участкового повесили на твоего Муратова? Ну, это так, к сожалению, вряд ли удастся. Наверняка он уже заявил про пожар уже. Но проблемы у него будут. А это приятно. Короче, у меня есть план. ... ... réel ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже уезжайте? Это ключ от номера. А это тот, что ты дал гнидам, которые хотели меня почистить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Думаешь, я не знаю, как это делается? Я приехал к людям, которые весь ваш бизнес держат. Если они узнают, у меня серьезных здесь знакомых очень много. Представляешь, что с тобой будет? Не надо. Сейф открывай. Давай, давай, давай. Давай, веселей. Не стесняйся. Как у других, брать тебе нормально? Давай, давай, доставай. Давай, давай, давай. Чё? Чё? Помалкивай о том, что здесь было. Я тоже буду молчать. Бу! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Доброе утро, Кэп. Придушу тебя, когда приедешь. Я сплю. Что случилось? У меня тут в гостинице произошло небольшое обострение с местными. Я вроде все сгладил, но если пропаду, хочу, чтобы ты знал, где концы искать. Записывай. Говори, запомню. Улица 40 лет Октября, 12. Гостиница Феогдон. Феогдон? Продублируй смс-кой. Давай, спи дальше. Смотри, осторожней там. Владислав, значит, я в квартире кое-как прибралась, а вы надолго планируете снимать? Ну, я же вам по телефону говорил. Посмотрю, насколько удобно будет до работы ездить. Если не очень удобно, то месяц и все. Да тут все рядом. И метро, и троллейбус, и трамвай. Все рядом. Ну, я не знаю, может, по деньгам не потяну. Ну, миленький мой. Ты вообще знаешь, какая у меня пенсия? И вообще я так дешево квартиру сдаю. Ни в каких агентствах так не сдают. Я понимаю. Ты вообще второй, кому я сдаю. Мне квартира-то от сестры совсем недавно досталась. Так я одной семье сдавала, а они вроде где-то жилье себе купили, где только люди деньги берут такие. А сестра моя, я... Нина Петровна, Нина Петровна, спешу очень. Ах, да, 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 да. А сама я в соседнем доме живу. Если что, сорок восьмая квартира. Хорошо, спасибо. Спасибо, до свидания. Владислав, а... Простите, ради бога, забыл совсем. Вот, пятнадцать, как договорились. Один. Все в порядке. Спасибо. До свидания. До свидания. Отпустите, я сказал. Я вам плану скажу, но он всех порешит. А что, авторитетные? Шакалы. Я зую, отпустите. А ну, стоять. Шакал. Ты что тут раздухарился? Да я тебя и сделал. И твоего брата и не. Шакал. Ты меня понял? Понял я, понял. Вот так вот. Иди нормально, а то к стенке поставлю. Шакал. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Алло, это полковник Алиев. А вы кто? Откуда у вас этот номер? Меня Костя зовут. Я от Коли Савкиной из ЦСН. Алло. Да я здесь, да. Коле что-то нужно? Коле нет, мне нужно. Он сказал, я могу обратиться к вам. Ну хорошо, записывай адрес. Видишь опорник? Угу. Вот здесь и работает участковый бондарь. Именно из этого района были все жертвы. Он их выбирал, проводил разведку. Потом его подельники убивали человека. Аж потом задним числом оформляли документы на квартиру. Да. Ладно. Как наговаривались. Я иду в опорник и жалуюсь бондарю, что у меня по соседству живет старая алкаш. Все время пьет и орет. А сейчас уже неделю из дома не выходит. Тишина. Может, сдох? Типа как на жутца. Думаешь, клюнет? Не знаю. Может, они сейчас этим не занимаются. На дно за лигой. Но в любом случае надо сходить проверить. К тому же, он тут вроде как и убивать никого не надо. Можно просто охотку поймутить. И придет прямо в снятую нами квартиру? Там и останется. Ты что, там бросить собрался? Там такая бабулька хорошая сдает. Ну, сдурел. Нет, конечно. Вывезем обязательно. Ладно, я пошел. Что, не выспался? Да, Костян ночью звонил. Проблема? Разберемся. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да-да-да. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Руслан. Костя. Ну что, как там у Коли дела? Как служба у него? Да вообще-то не очень. Не буду говорить, это лично. Захочешь, сам расскажет. А он здесь. Коля здесь, во Владике? А что сам не пришел? Я думаю, придет. Просто он сейчас занят, людям помогает. Вы не могли бы мне помочь в плане безопасности? Проблемы? Да нет, просто не хочу, чтобы они были. Мне бы вооружиться. Ну раз ты от Коли, тебе можно доверять. Могу дать ПМ с конфиската, патроны там. Да нет, не хочу вам проблемы создавать. Вы меня сведите с кем-нибудь, я заплачу. Мне надо чистое оружие, чтобы без всяких заморочек. Ну, хорошо. Есть у нас ветеран один, коллекционер. Подрабатывает этим. Но встречаются и не выставочные экземпляры. Я ему позвоню, предупрежу. Спасибо. Доверие не обмани. Это я. Слушай, кое-что случилось. Что там такое? Нашлись два свидетеля. Пенсионер и племянник его. Готовы и дать показания по черным риэлторам. Просто их как-то умело от меня скрыли. И как же они всплыли? Когда я отдала бумаги вам, я сама села за перепроверку и вышла на этого дедка. Он может опознать участкового Бондаря. Тот ходил по их подъезду и выискивал одиноких стариков. А теперь одна из бабушек пропала, и ее квартира проходит в нашем деле. Племянник был у пенсионера и тоже видел Бондаря. Чего ты улукаешь? Знаешь, ты с этим немного не вовремя. Не вовремя? В смысле? Если все пойдет, мы теперь можем через Бондаря их банду раскрутить. Боюсь, что поздно. Дело уже в работе. В работе? Что? Нет, не делайте этого! Теперь мы можем... Бери стол, пойдем. Что там? Ты не поверишь. Пойдем. Дверь закрой. Ну и вонищи. Хорошо погуляли. Он живой вообще? Пока да. Точно он. И чего? Ты хочешь его... Это шанс. Не надо рисковать. Куда-то его везти, потом вывозить. Дай стол. Я сам ненавижу продажных ментов. Пойдем. Пойдем. Сержант! Да. Можете? Да. Тихо, 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 тихо. Тихо! Нет! Стой спокойно. Дай стол. Поедешь с нами. Мужики, вы кто? Успокойся, ничего с тобой не случится. Тихо, спокойно встал и пошел. Вставай. Вперед. Вперед. Вернешься, сдохнешь. Пошел. 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 Все. Ты Костя? Это по поводу меня звонили. Заходи. Будем говорить открыто. Я это ценю. Тебе нужен пистолет? А у вас еще что-нибудь есть? А что тебе нужно? Три ПМ с глушителем. Два АКС-74У. Пистолеты, пулеметы, бизон. К этому всему амуниция. Еще нужна снайперская винтовка Драгунова. С глушителем и пламя-гасителем, если есть. Зачем тебе столько? Я думал, у человека дело. Дело и чести. У нас тут обстановка и так горячей некуда. А если ты приехал ее разжигать? Я даю слово русского десантника. Это оружие мне нужно для хорошего дела. Оружие хороших дел не делает. Ладно, много есть, все решим. Пошли. Можно? В масле. Девственница. Вижу. Отдам все, если поможете с транспортом. Есть у меня семерка. Могу отдать в общий счет. Но она... Краденая, что ли? Да черт ее знает. Я ее с рук купил. Сам особо нигде не мотался. Годится. Алло. Костя, это Коля в поезде. Помнишь? Да, конечно. Нужна будет твоя помощь. Можешь срочно приехать? Хорошо. Я тут занят. Еще полчасика где-то. Нормально? Нормально. Записывай адрес. Мы тебя пристегнем. Мужики, вы меня перепутали с кем-то. Я не тот, кто вам нужен. Нам никто не нужен. Просто так сложились обстоятельства. Давай руку. Ну что? Надо его это... Чего? Все. Он нас видел. Мы его еще сюда приезли. А если бы он своим позвонил? Мы бы вообще сюда не доехали. Ясное дело. А что теперь с этим делать? Не знаю. Но увалить этого пацана мы ни при каких обстоятельствах не будем. Я лучше сяду. За все то, что мы сделали. Да? Ах ты герой. Лично я садиться не хочу. Я только что оттуда. Я себе слово дал. Это выкуп за ее брата. Неслабо. Мы можем доверять. Мы можем доверять. Можем. Передача сегодня ровно в 12. То есть через два часа. Прикроешь. Легко. Покажешь, как проехать. Это за городом. А ты что, не с нами поедешь? Не, я тут транспортом отзавелся. У меня там типа ценные вещи оставить никак не могу. Покажи место и время, и я буду. Да не волнуйся, я не подведу. Там может быть опасно. Прорвемся. Ау! Здесь есть кто? Ты что творишь, а? Да мне надо было срочно поговорить. О, мобильники ваши выключены. Врачиха не знает, где вы. А этот, второй, я так понимаю, вообще не в Москве. Ты не могла подождать? Нет, я не могла подождать. Я сказала ему, что бондаря трогать не надо. Что у нас есть свидетели, и мы раскрутим остальных. А он тебе ничего не сказал? Нет. Ты знал об этом, когда мы были там? Знал. Да какая разница? Этого разу ты старичков высматривал, чтобы их потом на убой, как скотину. Он должен был сдохнуть. Когда мы делали это, ты знал об этом? Почему ты мне не сказал? Стоп! Что значит мы делали это? Что случилось? И что здесь, черт возьми, вообще происходит? А это кто? Свидетель. Какой свидетель? Вы с ума что ли посходили? Какой же мент? Вы что, ему глаза не могли завязать? Кто знал, что ты сюда заявишься? Черт! Так все. Спокойно. Будем думать. Отвечай же, ну. Отвечай. Николай, он обманул вас. Он не придет. Не думаю, не должен. Что-то случилось. Так, ну вы знаете. Вы с ним знакомы два дня. Он нас бросил. Может, это он? Ну, вряд ли. КРИК КРИК Ты говорил, вас будет двое. Мы подстраховались. Слушаю. Дай ему трубку. Вас. Меня. Слушаю. Если пойдешь, что-то не так, следующее тебе в голову. Спокойно. Выводите заложника. Забирайте деньги. Потом ждите, пока они уедут. Слежу за вами 20 минут. Стоять на месте. А иначе... Выводи. Вон. 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 Пойдем. Пойдем. Быстрее. Пошли быстрее. Садитесь. Осторожно. Держу их 20 минут. Встретимся там, на квартире. Чувствую, надо скоренько валить отсюда. Согласен. Короче, у нас есть только два варианта. Вот об этом я даже слышать не хочу. Успокойся. Того, о котором ты подумала, среди них нет. Первый вариант. Отпустить его и свернуть все наши дела. Разбежаться и попытаться скрыться. Отличный вариант. Меня все поймают два месяца после освобождения. Убийство мента. Нормально. А тебя никто не заставлял. К тому же тебе сказали, что этого можно было не делать. Мы караем только тех, до кого не может дотянуться закон. Да он не до кого не может дотянуться. Твой закон. Ну до тебя-то он дотянулся. Тебя же маньяка на пять лет закрыли. Ты тоже перестань, а. Сколько можно? Все, тихо. Второй вариант. Он должен стать одним из нас. Что? Да он молодой еще. Глупый. Какого он года выпуска? 87-го? 88-го? Костян тоже молодой. И что? Костя, и кто чуть-чуть прошел. А это поясник какой-то походу. Ему от силы лет 20. Хватит спорить. Давайте уже что-то решать. Его уже, наверное, ищут. Я за одного из нас. Хорошо. Я согласен. Решено. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сказать по правде, это было напряженно. Спасибо вам большое. Спасибо. Не за что. Вы как? Хорошо. Спасибо вам. Мне рассказали. Это ты стрелял? Снайпер? Эту квартиру кто-нибудь может найти? Нет. Это наших друзей не напрямую, а их родственников каких-то. Отлично. Я думаю, надо валить отсюда. Я теперь на колесах, а человек с ксивой мне рядом не помешает. Ты что, все свои дела уже закончил? Резво. Моя работа выполнена? Конечно, конечно. Через час за нами заедут друзья и отвезут в аэропорт. Ладно, этот час мы еще с вами, а потом наши пути расходятся. Спасибо вам. Спасибо. Если бы не вы... Сейчас подождешь? И не вопрос. Стоять! Стоять! Убью! Тихо! 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 Ты как расстегнулся? Придурок, я же мент. Ты не знал, что у всех наручников ключи одинаковые? Ну, вы попали. А теперь быстро и четко говорите, кто вы такие и что там случилось? Ничего там не случилось. Участковый бондарь убит. Что? Ты знал его? Я должен был ему документы отнести. Да какого хрена я перед вами оправдываюсь? Успокойся. Этот бондарь был бандитом. Мы его наказали. Это было не убийство. Это была казнь. Мужик, ты что, больной? Я сначала тоже так думала. Да? А кто ты такая? Успокойся. Мы не бандиты, совсем наоборот. Мы те, кто должен остановить криминал. Жестко. И жестоко. Да ладно, хорош втирать. Ты думаешь, я не знаю, что все за деньги? Если бы вы были такие, я бы первый подписался. Мы такие. Стоять! Нет! Ну все, конец тебе. Стой! Стой! Не трогай его. Он будет одним из нас. Звоните, докторша. Консумор Алис Инсервиэндо. Светя другим, сгораю сам. Бандиты, совсем наоборот. Мы те, кто должен остановить криминал. Да ладно, хорош втирать. Ты думаешь, я не знаю, что все за деньги? Если бы вы были такие, я бы первый подписался. Мы такие. Стоять! Нет! Ну все, конец тебе. Стой! Стой! Не трогай его. Он будет одним из нас. Звоните, докторша. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Черт, Грэп! Живой? 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 Мужики, капитана ранило, давай врача сюда! Врача, говорю! Нормально, нормально, нормально. Держись, давай, нормально. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Стоп! Тихо, тихо. Давай. Давай, 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 давай. В больницу его нам. С огнестрелом? Ты его потом отмазать будешь. А ты хоть, чтобы здесь кровью сейчас истек? Долго будете спорить. Никуда его везти не надо. Я сама все сделаю. Для этого я и нужна здесь. А вы мне поможете. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Капитан! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тихо, тихо, тихо. Легкая вроде не задета, артерии тоже. Пулю надо вытащить, рану зашить. Ты раньше это уже делала? Угу. Антон, ты держи его, если он придет в себя. У тебя сквол. Сейчас я его вытащу. Приготовься. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Чур, глубоко засела, не могу нащупать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выдержите, капитан. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сейчас, вот еще немножко... Ум... Ах! Ну вот. Вроде снова грубился. Всё, больше вашей помощи не нужна. Сейчас я ему укол сделаю, зашью. Будет как новенький. Семья? Да, жена с дочкой. Несколько дней их не вижу, уже скучаю. Ты, кстати, так и не рассказал, зачем тебе СВДшка понадобилась? В киллера что, решил податься? Нет, я охотиться люблю. А с войны к СВД привык. В Москве нигде не достанешь, вот его Владик верванул. И на какого ж зверя ты с ней ходить решил? Ну ладно, не хочешь говорить, не надо, твоё дело. Я, кстати, ещё раз хотел тебя поблагодарить. Если б не ты, вряд ли всё это хорошо бы закончилось. Ничего не помочь хорошим людям. Ты мне, я тебе. Слушай, давай остановимся в какой-нибудь кафешке, перекусим. Я угощаю. Антон. Антон, ты здесь? Звал? Ну как ты? Бывало лучше. Бывало лучше. Дай воды. Дай воды. Да не ссы ты. Бить не буду. Вставай. Только попробуй что-нибудь исполнить. В этот раз не промажу. Пошли. Слушай, парень. Ты вчера попал в переплёт. В этом никто не виноват, просто так получилось. Оказался ни в том месте, ни в то время. Теперь главное понять, что с этим дальше делать. Меня это больше всего интересует. В общем, есть два варианта. Первый. Ты уходишь, и мы сворачиваем свою деятельность. И всякая мразь по-прежнему будет беззаконно причинять людям зло. И второй вариант. Ты становишься одним из нас. И мы начинаем вместе наводить порядок. По мере наших сил и возможностей. Одним из вас? А кто вы такие? Нас немного. В основном бывшие сотрудники силовых ведомств. Карательный отряд, если тебе так будет понятнее. Это как? Спецподразделение ФСБ? Или ГРУ? Да нет. Мы сами по себе. Сами караем тех, кто смог избежать наказания по закону. А участкового за что убили? Он был участником организованной преступной группировки. Для своих подельников находил одиноких стариков с квартирами. Этих стариков убивали. Квартиры переоформили на себя и продавали. Суть не смог доказать их вины. Почему я должен тебе верить? Потому что я вчера тебя от пули закрыл. Сам подумай. Если бы я врал. Зачем мне было спасать тебе жизнь? Меня зовут Максим. Ну что, работаем? Дмитрий. Антон! Отвези его, куда он скажет. И не забудь взять у него телефон. Ты что, его отпускаешь? Он же нас заложит. Я ему верю. И тебе позвоню. К тому же он не всех видел. Чего ты переживаешь? Я же сказал, все сделаю. Да, конечно. А как же? Тебе же объясняли, мое вмешательство очень дорого стоит. Я ведь тоже рискую. Да не будет никакого дела. Ну, я гарантирую. Выпустят, куда они денутся. Можно? Все, договорим при встрече. Пока. Вызывали? Ну, Татьяна, как там наш дружок Калинин поживает? Нормально. А что? Да ничего. Ничего хорошего. У меня теперь к тебе особое отношение. В смысле? Запомни раз и навсегда. Чтоб ноги этого Калинина здесь больше не было. А если я еще раз услышу, то ты пропускай ему выписываешь. Очень об этом пожалеешь. Я не желаю этого подонка здесь больше видеть. Он не подонок и приходил сюда по делу. А мне плевать. Запомни, чтоб ноги его здесь больше не было. Мой тебе совет. Если хочешь здесь нормально работать, порви с ним все контакты. Вы не мой начальник и не можете мне приказывать. Слушай, ты, соблячка, ты что, как Калинин, хочешь со службы вылезти? А? Я тебе устрою. Все, свободно. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Где меня? Я не шучу. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Номер пиши. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК А теперь слушай сюда, сержант. Если ты, не дай бог, кому-нибудь проболтаешься о том, что теперь знаешь, я тебя завалю, понял? Найду и завалю. Об этом даже Макс не узнает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далеко едем? В Москву. 15 регионов. Осетия, кажется, далековато. Документы покажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Макс, что случилось? Да вот товарищ из Москвы. Номера на машинке осетинские. Придется досмотреть машинку. Придется. Там личные вещи не трогайте. Да ничего, разберемся. Да ты не дергайся, машинку посмотрим. Поедешь дальше. Макс, да тут патроны, смотри. Опа. Руки на капкор. Что за патроны? Оружие есть еще? Да тут целый арсенал. Ты что творишь, урод? Руки! Руки! Руки на капкор. Лежать! Руки на капкор. Руки на капкор. Руки на капкор. Что, сразу сказать нельзя было? А вам что, все знать надо? Мы на работе. Э! Документы верни. Нехило ты затарился. Остальное что, на сдачу дали? Типа того. Типа того. Алло. Привет. А что у тебя с голосом, Макс? Заболел что ли? А-а. Простудился. В остальном все хорошо. Рада слышать. Про себя такого сказать не могу. Звоню пожаловаться на твоего бывшего начальника. Буратова? Что случилось? Да наехал на меня сегодня, представляешь? Сказал, что если еще раз тебя в управлении увидят. В общем, обещал мне счастливую жизнь. Вот урод. Он пожалеет об этом. Так, Макс, стоп. Я не для этого позвонила. Просто будем видеться где-нибудь в другом месте, не в управлении. И пожалуйста, пообещай, что не тронешь Муратова. Макс. Макс. Ладно, обещаю. Ну все, до встречи. Целую. Пока. Ладно, Кость, стволы – это твоя тайна. Меня это не касается. Надеюсь, хоть тротилов для рыбалки не прикупил. Приготовься. Скоро пост на въезде в Москву будет. И учти, тут тебе не провинция, и всякие фокусы не проходят. Тут даже я со своей силой не смогу проблем решить. Ну что ты на меня так смотришь? Любуюсь. Нравишься ты мне. Антон, я прошу тебя, не начинай. Я вообще про тебя ничего не знаю. А вдруг ты женат? Был женат. Ребенок есть. Сын. Когда меня посадили, жена развелась со мной и забрала сына. Вижу с ним иногда. По выходным. Мне жаль. Ну вот, теперь ты про меня все знаешь. Так как насчет свидания? Макс, ты зачем встал? Тебе отлежаться нужно хотя бы несколько дней. Некогда лежать, я в порядке. Дело делать не буду. Давайте перевязку сделаю. Может, не будем так спешить? Подождем, пока Костик вернется. Костян сегодня приедет. Как раз почва подготовлена. Что у тебя? У меня... Вот что. На этих троих никаких данных у нас нет. Только их имена, фамилия и фотографии. Не работают. По адресам прописок не живут. Об этой известно чуть больше. Калмановская Лариса. У нее своя нотариальная контора. Мы знаем, где она работает, где живет. В отличие от остальных, она не скрывается. Ну, отлично. Вот ею и займемся. Нам нужно знать про нее как можно больше. Распорядок дня, маршруты, передвижение. Фотографируй каждый ее шаг. Начинайте следить прямо сегодня. Дима тебе поможет. Дима? Дима. Этот ППСник, что ли? Да. На черта он нам нужен. Мешаться только будет. Не будет. Он теперь работает с нами. Нравится это тебе или нет. На расходы. Действуйте. И смотри, особо не светитесь. Кстати, деньги последние. Черт, нам что ли? Ты, главное, не суетись. Режим. Я думал, все, приехали. Да, повезло. Могли бы прошманать в легкую. Ладно, тебе куда? Ты меня до метро доброси, а там пара установок. Да ладно, я подвезу. Говори, как ехать. Пятьсот рублей, брат. Братан, Москва, пробка. Сам понимаешь, пятьсот рублей, да? Ладно, давай, Десантура. Приятно было познакомиться. Ну, звони, если что нужно будет. Телефон у тебя мой есть. Да и просто так звони. Семье привет. Значит, вы утверждаете, что ничего не слышали об участковом милиционере Бондаре Юрия Павловича? Я уже сказал. Впервые о нем слышу. Хорошо. Тогда как вы объясните, что участковый Бондарь позавчера был застрелен из вашего пистолета? Вот мой пистолет. Мне его выдали взамен украденному. Две недели назад меня ограбили. Забрали пистолет. Я заявлял об этом. Вы можете проверить. Ну что ж, поговорим об этом позже, Олег Дмитриевич, в прокуратуре. До свидания. Да, я думал, у меня приключение. Оказывается, вы здесь тоже не скучали. Ну кто же знал, что так получится? Меня надо было дождаться, ты бы целым был. Некогда ждать, Костян. Денег нет. Почти все потратили. На лекарства, на оборудование. Вот. Ты, кстати, вот для этого патрона не забыл? Обижаешь. Полно. Молодец. Ты экстремал, Костян. На ворованной тачке через полстраны с таким грузом. Смело. Да, смело. Если бы не Коля со своей силой, я бы сейчас в Воронежском СИЗО сидел. Кстати, а где ты говоришь, твой Коля работал? Центр специального назначения ФСБ. Это отставка по контузии. Серьезные ребята. Не то слово. Коля вообще вот такой мужик. Знаешь, я тут подумал, может, мы его к себе в команду возьмем? Не торопись. Может, он про спецназ наврал, про контузию, а сам самого за взятку выперли. Не думаю. Доверяй, но проверяй. Как это проверишь? Ну, есть одна идея. Привет. Спасибо, уже лучше. Слушай, ты говорила, что когда-то работала в военном госпитале, ты не могла бы узнать, за последний год не лежал там некий Николай... Савкин. Николай Савкин. По контузии. Отставка по контузии. С контузией. Привет. Привет. Что ты тут делаешь? Да вот заскочил, проведать. Ты же вроде за женщиной за этой должен следить. Да она дома там. Дима этот мелкий ее осторожит. Если что, отзвонится. Кстати, это тебе. Зачем это? Затем, что я хочу пригласить тебя на свидание. Антон, я не могу пойти с тобой на свидание. Послушай, пойми меня правильно, дело не в тебе. Дело во мне, я не готова. Это же просто свидание. я же тебя не прошу замуж за меня уходить. Больше приходить сюда не надо, и вот этого ничего тоже не надо. Лен, тут подарки твоим детям. На, вот возьми. У меня по математике пятерка, по окружающему, а потом по литературе, по русскому, математике, по английскому, пятерочка. Что, Аня? А тебе очень нужно было уезжать? Конечно, нужно. Мне же вас с циркой нужно одевать, кормить. А теперь, она некоторое время, а? Хватит. А потом опять уедешь. Я с ума сойду, если с тобой что-то. вот, пап, смотри, еще пятерка по литературе, английскому, вот, по физкультуре. Вот такая. Ты умница у меня, умница. Слушай, иди к себе, а? А я сейчас приду. Ладно. Да? Нам с мамой еще поговорить надо. Я обещаю, что со мной никогда ничего не случится. Я тебя больше никуда не отпущу. А нет, мы же с тобой договорились больше не обсуждать мою работу. Я 12 лет. Так шла, не знаю, вернешься ты из очередной командировки или нет. Больше я так жить не хочу. Я делаю ту работу, за которую мне платят деньги. Ты думаешь, я не знаю, что делаем только в деньгах? А в чем? Ты как-то не поймешь, что те преступники уже в прошлом, а ты больше не супермен, который должен спасать мир. Ну, я не знаю, ну, пойди учиться, ну, найди работу какую-нибудь. Ну, ну, что-нибудь измени. Я что-нибудь придумаю, хорошо? Правда, я обещаю. Что-нибудь придумаю? Мне ж главное, чтобы вы с Иркой счастливы были. Ни в чем не нуждались. Хорошо? Да? Хорошо. Я понял. Ну, что, твой Савкин не врет. Знакомая нашей докторша подтвердила, что он действительно лежал с контузией в военном госпитале. я не сомневался. Вот, кстати, он. Здорово, Коль. Это Макс, мой друг. Николай, спасибо, что приехал. Костя много хорошего про тебя рассказывал. Отойдем, поговорим. Я здесь подожду. Ну, не буду ходить вокруг да около. Хочу тебе предложить работать с нами. С кем это с вами и что за работа? Со мной, с Костяном, еще несколькими людьми. Работа опасная, но очень полезная. Звучит интригующе, а конкретнее? Очищать общество от подонков и всякого рода мрази. Проще говоря, убивать тех, кто этого заслуживает. я так и думал. Если бы я знал, что ты оружие для братвы закупаешь, не стал бы связываться. Подожди, Коль, какая братва? Знаете, парни, меня один раз уже приглашали вступить в ОПГ, я тогда отказался и сейчас откажусь. И еще, вот с этой минуты не я вас, не вы меня больше не знаете. Ты меня не понял? Мы не ОПГ. Я бы даже сказал совсем наоборот. Это как? Еще совсем недавно я работал в УБОК. Последний задержанный мной преступник подкупил мое руководство и вышел на свободу. Я ушел из органов, выследил этого урода и убил. И поверь мне, он этого заслуживал, как никто бывший военный или сотрудник. Всего нас на данный момент шесть человек. Ну, допустим, то, что ты говоришь правдой. Кто финансирует вашу деятельность? Мы сами. Деньги отнятые у бандитов мы пускаем на операцию. Ну, и жить нам на что-то надо. Тебе тоже. Я понимаю, очень трудно во все это поверить. На твоем месте я бы тоже сомневался. Если тебя что-то не устроит, сможешь уйти в любой момент. Ладно. Посмотрим, кто вы и чем занимаетесь. Когда можно приступать? Можно прямо сейчас. Время есть. Поехали? Поехали. Это Антон. Он у нас следователь. Правда, бывший. Николай. Этого молодого человека зовут Дима Чижов. Работает в ППС. С нами совсем недавно, но парень толковый, смелый. Костяна, ты знаешь, меня уже тоже. Ты говорил, вас шестеро. Да, есть еще две девушки. Лена наш врач и Ольга прокурор. Ну, с ними потом познакомишься. Ладно, давай перейдем к делу. Присаживайся. Мы сейчас разрабатываем банду черных риэлторов. Ну, схема их работы довольно проста. Вот этот участковый милиционер находил одиноких стариков с квартирами, стариков убивали, а квартиры переоформляли на себя задним числом. Теперь участкового нет живых. Осталось четверо. Сейчас наш объект она. Некая Лариса Калмановская, юрист, нотариус. У нее самая циничная роль. Не пачкая руки в крови, она оформляла квартиры стариков и продавала их. Вы собираетесь ее убить? Ну, мы могли бы, но насколько это продуктивно? Об этих троих неизвестно практически ничего. Калмановская единственная, кто может нас вывести на них. То есть ты хочешь ее захватить? Именно. Подробнее о ней расскажет Антон. Он последние дни с Димой следил за ней? Ну, что я могу сказать? Тетя очень занятая. Этакая бизнес-леди. Ее день, судя по всему, буквально расписан по минутам. Итак, ровно в 8.45 она выходит из дома. Ни минуты раньше, ни минуты позже. Судя по машине, бабла с квартиры нормально поднимает. 9.15 она уже в офисе. Плюс-минус 5 минут. Ее контора занимает несколько комнат вот в этом здании. Внутрь без предварительной записи не попасть. Два дня подряд ровно в час дня выезжала из офиса. Мы проследили и ездила в больницу. так значит жду вас завтра в это же время. И что теперь каждый день? Что делать надо? Спасибо. До свидания. в больнице она проходит какие-то процедуры я услышал. Ну вот в общем-то и все. Дальше она возвращается в офис откуда уезжает только в 11 часов вечера. И сразу домой. Никаких встреч вне дома или офиса. Это как я понял ее телохранитель. Да ни на секунду ее не отпускает даже ночует у нее низкорослый крепкий но на тупого быка не похож может оказаться серьезным препятствием. оружие у него есть? Я не знаю не видел. Скорее всего есть. Надо это проверить. Костян поедешь с ребятами придумать там что-нибудь только по-тихому. Надо понять на что он способен. Смотрите не проморгайте папарацци они выходят. Выходят. Давай. Этот охранник у нее не просто так для виду. Видно что подготовленный среагировал сразу действовал как профессионал по инструкции. Но от моей СВД он вряд ли ее спасет. Даже не думай. Она нужна нам живой. Он вооружен. Ствол судя по всему боевой. Но мы ведь тоже не с пустыми руками будем. Ни телохранитель ни водитель ни в коем случае не должны пострадать. Они подъехали. Да ладно успокойся ты все нормально пройдет. Смотри ездит. Они подъехали ко входу. Музыка. 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 Пушку брось. Бориса оставайтесь на месте. Это ты оставайся на месте. ствол опусти. Не дай его мне. Я не боюсь фокусу смотри. К стене. Что вам от меня надо? Молчать. ствол не двигайся. Тихо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас ты тихо, спокойно, выйдешь с нами из здания, сядешь в машину. Если этого не произойдет, ты сдохнешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Быстрее! Зови ментов, пусть перекроют выходы из больницы. Женщину похитили. Быстрее! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подожди! Помоги мне развязать руки. Ну, быстрее! Сейчас. Все, давай, дальше сам. Беги, беги, беги! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто-то ментов придет, придет. Грозен! Блин! Назад! Назад заходим! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Быстро лицом к стене стоять! Повернусь лицом к стене! Быстро! Халаты и шапки снимаем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты что делаешь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помогай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одевайся. Сколько выходов издания? Два. Основной, запасной. Дучи к основному. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы выходим. Подъезжайте к приемному покою. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всё, мы сами справимся! Сука! Сука! Стой! Его нельзя гасить, слышишь? Нет, давай! Давай, 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 давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай. Пошли. Давай, давай, давай. Кто такие? Где я? Это не важно. Послушай, ты, кто бы ты ни был, тебя найдут и закопают. Ты просто не знаешь, с кем связался. Ну, почему не знаю? Тебя зовут Лариса Калмановская. Ты являешься активным членом преступной группировки, которая последние несколько лет занимается убийствами и незаконно завладевает чужим имуществом, конкретно квартиру. Ты ничего не докажешь. А мне не надо ничего доказывать. Я не следователь и не прокурор. Я могу упустить тебе пулю в лоб. И на этом все закончится. А могу дать тебе шанс. Шанс жить дальше. Что тебе нужно? Деньги? Сколько тебе нужно? А во сколько ты оценишь свою жизнь? Пятьдесят штук тебе хватит? Хорошо. Сто. Вы слышали? Сто нам хватит? Сто штук. Лариса, ты себя не ценишь. Нет. Деньги твои нам не нужны. Мы их и так возьмем. Нам нужны твои подельники. Помогаешь нам до них добраться и будешь жить. Лариса. Либо ты начинаешь говорить. Либо отправляешься вслед за своим подельником Бондарем. А. Я вижу, ты знаешь, что с ним произошло. Догадываешься, кто это сделал? Хорошо, я согласна. Что вы хотите? Подельники. Нам нужны все трое. Ковальчук, Борисенко и Дадашев. Я с Дадашевым только пару раз виделась. Не знаю, как на него выйти. Честно. С остальными могу помочь. Деньги выручены от продажи квартир. Где и в чем хранятся? Часть денег обналичивали. На остальные покупали драгоценности. Где хранятся, я не знаю. Мне мою долю отдавали сразу. Хорошо. Пока все. Остаешься здесь. Уведи ее. Макс. Как твое плечо? Спасибо, порядок. Ловко ты ее развел. Такие, как она, готовы все что угодно сделать, лишь бы выжить. Ты знаешь, я сначала к тебе сомневалась. Думала, что не все так чисто, как ты расписываешь. А когда ты чижика от пули закрыл, я поняла, что тебя можно умерить. Антон, подожди, пожалуйста. Я хочу поблагодарить тебя за подарки детям. Они были счастливы. И за цветы мне. В общем, спасибо тебе большое. Да не за что. Я только рад. И еще. Я тогда себя неправильно повела. Хочу искупить свою вину. Ты вроде как приглашал на свидание. Не передумал еще? Нет, конечно, не передумал. Тогда договорились? Да, договорились. Садись, я тебя до дома подброшу. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Привет, Макс. Да нет, на работе еще. О, спасибо, Раду то ему. Да, его там прокуратура за жабры взяла Ну, типа, из его пистолета, который у него украли Помнишь, говорила? Ну вот, какого-то участкового завалили Ну что, Макс, плохо ему? Вот он решил, на ком него взял сорвать А тут мимо шла красная шапочка, понимаешь, да? Блин, такую проверку устроил, не поверишь Сижу теперь с утра до ночи, каждую бумажку перепроверяю Докопался, гад Чего? Ты что, с ума сошел? Еще мне плакать не хватало Да ладно, не расстраивайся Да Хорошо Давай, до встречи Ты что делаешь? Калик-то Максим, ты же не выстрелишь? Ты в этом уверен? Я же полковник милиции Тебе за меня... А мне плевать, прикинь Максим Не делай этого, пожалуйста Таня Демина очень хороший человек Не трогай ее Еще раз к ней докопаешься Сдохнешь, ты понял? Понял Ты, конечно, урод Но ты не дурак Забудь и проглоти свою гордость Если не хочешь жертвы в сводках пройти Мы не наемники Выполняющие чьи-то приказы И не шакалы Живущие по принципу грабно ограбленные Наша задача помогать людям Спасать и оберегать их От подонков и всякой мрази Которых развелось, как тараканов Те, кто согласен с тем, что я говорю Должны запомнить три простых закона Первый Убивать виновных Второй Не трогать невиновных И третий Если кто-то нарушит второй закон Он должен быть готов к тому Что к нему будет применен первый Если вопросов нет Предлагаю перейти к работе Мы не наемники Выполняющие чьи-то приказы И не шакалы Живущие по принципу грабно ограбленные Наша задача помогать людям Спасать и оберегать их От подонков и всякой мрази Которых развелось, как тараканов Те, кто согласен с тем, что я говорю Должны запомнить три простых закона Первый Убивать виновных Второй Не трогать невиновных И третий Если кто-то нарушит второй закон Он должен быть готов к тому Что к нему будет применен первый Если вопросов нет Предлагаю перейти к работе Вот это костяк ОПГ Надо решить Решить что? Применять ли к ним меру Думаю, мы все должны проголосовать Голосуют только те, кто работает Нет, голосуют все Сопляк не голосует Эй, алло Я, например, не хочу голосовать Голосуют все Хорошо, на основании чего Мы должны принять решение? На основании того, что нам их лица не нравятся? Адвокат Я не адвокат Я прокурор Не важно Подготовь копию отчета По преступлениям этой троицы Доказательство Количество жертв Ознакомитесь Завтра собираемся здесь Для принятия решения Свободно Мы не в армии Извини Привычка Дим Ну вставай Двенадцать часов уже Лера, а ты почему не в институте? В субботу как в институт Я завтрак приготовила Пойдем? На Твой телефон моргает Давай быстрее А то завтрак остынет, хорошо? Да, сейчас Не каждый Алло Здорово Ты чего делаешь сегодня? Что-то случилось? Да нет У нас же только вечером встреча Я хотел предложить пивка попить У меня друзей в Москве нет А делать нечего А сегодня что, суббота? Сегодня же суббота Я сегодня на футбол собираюсь Хочешь, вместе поедем? О, легко Я заскочу? Ну давай Здорово Здорово За кого болеешь? За Металлург За кого? Металлург, Красноярский клуб такой футбольный есть Короче, здесь болеешь За ЦСКА А че так? Ты же служил? Держи Не вопрос Поехали На чем поедем? На машине моей Так мы же с пивом Если менты остановят Дружище Я же сам мент Поехали Черт, я забыл Черт, я забыл Здравствуйте Здравствуйте Вы следователь Евгений Ларионов Я звонила, мне сказали, что вы здесь Но соединить так и не получилось Да, я видимо у шефа был Проходите, присаживайтесь Мы без выходных пока Сейчас сложное дело Преступники не отдыхают Значит, и мы не отдыхаем А вы... Вы меня не знаете Точнее, знаете, но никогда не видели Я Ольга Степненко Гособвинитель А, конечно, конечно Вы многих моих злодеев закрыли Молодец Да, все только больше каких-то мелких Я работала по вашему делу По ОПГ, по квартирам Вот то, что недавно Да, да Я слышал Печально там все закончилось Свидетели пропали Обвинение развалилось А знаете, я сделала все, что могла Знаете, Ольга Мне бы не хотелось некоторые вещи Говорить в этих стенах Ну, так, на всякий случай Как вы насчет пообедать? Да я еще и не завтракала Ну, так тем более Вообще, не самый удачный день Мы выбрали для свидания В смысле? В смысле вечером людям головы рубить Мы гуляем, развлекаемся Да брось ты Надо это всего лишь принять решение Примешь, какое захочешь Но все будут ждать Никто ничего не будет У всех непонятки в голове, как и у тебя А насчет людей Эти только внешним видом на людей похожи Я на зоне таких повидал Хуже зверя Это не трех, я серьезно Хуже зверя Спасибо Ладно Скажу сейчас банальную вещь Давай не будем о работе Давай Ну, а почему такое место выбрано для свидания? Обычно рестораны, кафе Бары, кино Понимаешь, здесь как-то спокойно Аттракционно Люди приходят сюда с детьми Для того, чтобы почувствовать себя детьми Мне это в кайф А рестораны как-то стандартные Ладно Ты меня раскусила Бабла у меня нет Ну и что? А хочешь сладкую вату? Можно ей спачкаться Руки будут липкие Воды не окажется поблизости Да вон пруд Я не знаю Вата нынче не дешевая Не разорю ли я тебя? Не разоришь Идем? Пошли Если честно, я и не сомневался Что обвинение порушит Почему? Да потому что сначала старались Порушить следствие Звонки всякие были Деньги мне предлагали большие Мне тоже Так вы тоже честная? Это чудо Люди Встретились два честных Офицера юстиции в этом мире Я в миру, честно Ну я тоже не на жигулях езжу Но таких выродков, как эти Я бы никогда не отпустил Потом стандартная процедура угроз пошла Только в моем случае Это несколько проблематично Я сирота Жены и детей у меня никогда не было Так что угрожать кроме меня особо некому А за собой я всегда сам присматриваю Грозились даже погоны снять А вам никогда не хотелось Самому Что самому? Разобраться со всей этой бандой Да перестаньте, Ольга Да я же не Зора Знаете, как это говорят? Уна херунда нон фацит вер Это латынь Одна ласточка не делает весны Да только самому себе жизнь портить Ну я, собственно, тоже не просто вас расспросить заехала Я хотела попросить у вас материалы по этому делу, которые остались Не подошли для суда Может быть, косвенные или бездоказательные Если вы делали копии, может быть, вы отдадите их мне? А что вы смеетесь? Да просто, когда раньше читал вашу фамилию Я все время думал, что вы страшная И вам лет пятьдесят Есть некоторые материалы, отдам А зачем они вам? Хочу поработать над ошибками Ну как тебе? Шикарно! Главное выиграли Чижик! Здорово, Чижик! Здорово! 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 А что тебя на секторе не видел? А мы на дальнем сидели Я вон товарищу нашу футболу показывал Это Костик, это Ось Ну, в смысле, Серега Привет! А что Чижик? Ну я же Чижов Меня со школы еще так зовут Хотя как в армии звали? Кролик Да ладно, да А что так? Да у меня лучший друг был, толстый такой, Ромка Винни-Пух кличка была Ну меня кроликом записали Ну а что кролик, а не пятачок? А пятачок был Коля Баканов Маленький такой Как его с таким ростом вы двое взяли, никто не понимает Хороший был парень Чехи грохнут Че это было? Че такое? Спартак Спартак ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сморова? Да. Спасибо. Да, дорогая. Не волнуйся, дочку я заберу. Целую. Ого. Ого. Замечательно. И за что вы так друг друга не взлюбили? Да мы не друг друга. Мы просто в футбол сходили. Так получилось? Да. Красавцы. Какой счет? 2-1 ЦСКА. У! Давайте еще здесь фан-клуб устроим. Тотализаторы организуем. Будем ставочки собирать по 100 рублей. Орлов, честное слово, иногда зла на тебя не хватает. Садитесь. Рассаживайтесь. Ну-ка. Ольга. Прокурор Степенко. Мы вас слушаем. Значит так. Я подготовила выжимку. Из всех дел. Здесь есть показания свидетелей. Но на суде они так и не прозвучали. Многие просто отказались выступать, а некоторые просто исчезли. Я надеюсь, не нужно говорить, что этот факт работает тоже не в пользу подсудимых. И еще. Прежде чем вы начнете читать, я хотела бы, чтобы вы знали. Участковый Юрий Бондарь, которого вы казнили, у него осталось трое детей. И вдова. И что дальше? Да ты сам еще ребенок не поймешь. А вот сейчас ты не права. А он прав. Да пускай у него будет хоть десять детей. Это не дает ему права грабить и убивать людей. Если тебе надо содержать семью, уходи из милиции и иди работай. Я не знаю, ищи, как заработать. Но если ты стал грабить и убивать, ты сделал свой выбор сам. Жди нас. Никогда не поступай с другим так, как не хочешь, чтобы поступили с тобой. А если кто-то вот так же возьмет и осудит тебя? А я готов. Нет, действительно, я согласен. Да если я буду грабить и убивать честных людей, да пускай меня осудят и казнят, как вон он, этого Бондаря. Но, Костя, трое детей. Если бы его посадили, он был бы жив. И его дети могли бы его видеть. Но его не посадили. И, возможно, никогда бы не посадили. Наша прокурор попыталась. Разве не так? Может быть, его детям будет лучше отсутствие отца, которого они смогут считать героем-милиционером, а не живой отец-бандит-убийца, который отбывает пожизненное. Читайте. АПЛОДИСМЕНТЫ НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Так, 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 так. Слушай, я предлагаю упасть где-нибудь на дно. И отсидеться до лучших времен. Да погоди, может, не так оно все и плохо. Да куда уж хуже. Лара пропала, Юрку завалили. А Юрец-то вообще урод был. Пьяница и бабник. Ты в зеркало на себя посмотри. Нет, ну ты вспомни, как он тогда с женой чекиста замутил. Еле ж выжил. Вот и сейчас опять куда-то устряпался. Идиот. Так, ты учти, родной мой, Юра это кореш. Понятно? Мой кореш. Вечный. Ха-ха-ха. Это святое. Как-никак мы с ним за одной партой в школе десять лет просидели, а? Я понимаю я все, что он твой кореш. Но ты согласись, он же всю жизнь нарывался. Работать спокойно не мог. Но ты получил свое. А Лара поди снялась и опять какого-нибудь качка. И зависает с ним в кабаке. Так, ты слова подбирай, когда касается Лары. Договорились? И вообще меня волнует сейчас другое. Почему она не звонит? Раньше такого не было. Звонков-то нет? Знаешь что, поехали-ка в офис. Может, там что узнаем. Поехали. Ну и что теперь будет с Ларисой Сергеевной? Она найдется? Ну, мне приходить завтра на работу? У тебя есть чем заняться? Нет, я все сделала. Тогда не выходи. До свидания. Я ждал, что вы придете. Просто не знал, как с вами связаться. Где Лара? Я похитили. Чего? На самом деле, похитили. Мужики, может, имеет смысл с ментами связаться? Я же не в курсе ваших отношений с хозяйкой. Возможно, конкуренты. Ты куда-то заявил? Никуда я не заявлял. Я ждал, может, отзвонятся. Выкуп потребуют. Он боялся навредить. Ну и молодец, молодец. Все, остальное мы сами разведем. Ты меня понял? Теперь давай-давай-давай, рассказывай, что там было поподробнее. А чего рассказывать? В больнице на нас напали. После ее процедур. Ты чего глумишься? Подожди ты, я говорю, подожди! Их много было. Целая группа. Все продумали. Работали профессионалы. Ну вот. А она все знает. Черт. Все закончили. Вопросы? Как мы можем быть уверены, что это правда? А ты думаешь, что мы здесь собрались, чтобы кого-то обманывать? Иногда правда практически очевидно, но недоказуемо. Кап, она же вроде как есть свидетель. Точно. Забыл совсем. Садись. Это пистолет Макарова. Соврешь, получишь пулю в колено. Потом в другой. На вопрос отвечаешь быстро и коротко. Ковальчук и Борисенко. Знаешь таких? Да. Что они делали? Подчищали. Я не понял. Убивали. Сколько человек? Я не знаю. Я не считала. Где-то десять-пятнадцать квартир мы делали. В год. Сколько лет вы работали? Почти три года. Где их найти? Обычно они жили на одной из квартир, которые отжимали. Но на нас завели дело. Был суд. Последние квартиры не продали, ждали, когда все затихнет. Убеди. Ковальчук и Борисенко. Порядка тридцати сорока убийств на двоих. Голосуем за применение меры. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Решено. Антон, начинай их поиск. Антон Карев. Бывший мент. Пятерку тянул за убийство. И как на него вышел? Больничной проходной камерой стоят. Я договорился, чтобы посмотреть запись. На одной есть машина, которая нас посла. Тачку пробили, но описано на него. Может, только тачка. Может, этот фраер не при делах. Возможно, но с таким послужным списком. Ну что, надо искать и трясти. Другого выхода нет. Ты адрес пробил? Естественно. Ну и все. Пап, а где ты вчера вечером был? Почему не сказал мне спокойной ночи? Идешь. Я на работе был. Мама сказала, что ты больше не работаешь. Бандитов не ловишь. Как же я могу больше не работать? Я же должен о вас с мамой заботиться. Но я не хочу, чтобы с тобой как тогда случилось. Когда в больнице лежал. Я так плакала. Все будет хорошо, Радость моя. Мы вчера девочке из параллельного класса деньги сдавали. У нее папа умер. Но я не хочу, чтобы и ты так же. Я? Ну а при чем здесь я? А что с ним случилось? Его бандиты убили. Он милиционером был. Это папа Кати Бондарь. Она даже раньше с нами в классе училась. Ее потом перевели. Участковый Бондарь, которого вы казнили. У него осталось трое детей. И вдова. Пап. Обещай мне, что ты будешь себя беречь. А тут тебя мама просила мне сказать? Нет. Я сама. Обещаю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Где твоя доля награбленного? Я почти все потратила. Что-то вложено в бизнес. Не ври. Я все подсчитал. В год не меньше трех миллионов долларов. Умножаем на три года, получаем девять. Дельми на вас пятерых получается почти по два. Тысяч пятьсот. По-любому держишь где-то налом. Наличных почти нет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Хорошо. Поставим вопрос по-другому. Не наберется пятьсот тысяч, мы тебя прикончим. Пятьсот нет, правда? Сколько есть? Есть триста в депозитной ячейке. Ну вот. Повязку снимешь, когда я выйду. Вмойся, поешь. Приведи себя в порядок. Синяки на руках, закрой браслетами. Через час поедем. Куда? За деньгами. Ну, наконец-то. Мы вас уже второй день ждем. По поводу. Ну, течет. Я же звонила. Вы знаете, я по вентиляции, извините. Скажите, а вот в этой квартире кто-нибудь живет? А то соседи снизу жалуются, у них там с вентиляцией по стояку что-то. Ну, жил Николай Петрович. Его отец мой знал. Но отец-то умер уже пять лет назад. А Николай Петрович то ли уехал куда-то год назад, то ли умер. Я точно не знаю. А сейчас кто-нибудь живет здесь? Нет, никого не видела. Правда, пару месяцев назад приходили какие-то ребята. Ну, наверное, дети или наследники. А с ними милиционер. Понятно. Спасибо. До свидания. До свидания. Третий. Четвертый вызывает. Привет. Привет. Как ты? Да вот, проверяю квартиры по списку. Еще наших поморозков. Есть результаты? Пока нет. Что-то мне подсказывает, что они вообще свалили, как только все это с их товарищами произошло. Ясно. Но ты все равно будь осторожнее. Хорошо. Слушай, так может сегодня поужинаем вечером? О-о-о! Разжился деньгами на ресторан? Да нет. Можно было бы у меня. Я бы что-нибудь приготовил вкусненькое. Как интересно. Я пока подумаю, можно? Конечно, можно. Давай, я вечером позвоню. Хорошо. Пока. Пока. Отвернись. Надевай. Да я в них ничего не вижу, они чем-то заклеены. Надень. Этим ты спасаешь себе жизнь. Вставай, идем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Колющий, режущий предмет, который ты изготовила из зеркала, можешь оставить здесь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ногу. Садись в адрес. Слушай, Макс. Ты парень умный, это сразу видно. Ты смелый, я таких мало встречал. Но сейчас ты, по-моему, просчитаешься. Ты о чем? Я в людях разбираюсь. Эта стерва сутки просидела в наручниках с завязанными глазами. Я ее вел, она даже не трясется. Любой другой на ее месте давно бы уже впал в истерику. Ну, конечно, чего ты хотел. Такие дела проворачиваю. Да я не об этом. Я о том, что в депозитарий банка вы вместе не войдете, если это, конечно, не мелкое районное отделение, а это не оно. Как только ты ее отпустишь, вместо денег мы получим спецназ. Не волнуйся, проскочим. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Слушай, это тот самый, который Лару пас. Да вроде. Ну, догони. Чув! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Убью, суки! Убью! Снимешь очки, когда выйдешь из машины. Не оборачивайся, идешь в банк, берешь деньги и возвращаешься. В машине никого не будет, двери будут открыты. Сядешь, наденешь очки и будешь ждать нас. Поняла? Нервничаешь? Да. На, попей воды. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что-то вкус какой-то странный. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это потому, что там яд. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Всасывается через пищевод из стенки желудка мгновенно. Через тридцать минут ты труб. Я попросил нашего врача сделать это. Яд, в принципе, нередкий и несложный. Но надо знать, какой, чтобы найти противоядие. А тридцать минут, я думаю, ты сама понимаешь. Даже скорая не доедет, а уж анализ. Зачем? А зачем вы старичков грабили и убивали? Я не убивала. Это тебя не очень оправдывает. На тебе пакет для денег. Чем быстрее вернешься, тем быстрее получишь свой укол с противоядием. Поднимешь шум, вызовешь ментов, я думаю, ты сама все понимаешь. Иди, помоги ей. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Руку! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Иди. Ну, ты даешь. По-моему, это перебор, если она умрет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А что это такое? Ну-ка дай. Нарзан выдохшийся. На вкус, правда, дерьмо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Говори, сука, на кого работаешь? Где Лара? Тварь. Порожняк. Сдохнет, а не скажет. Скажет, хороший мой, скажет. И меня скажет. Ну, я даю тебе последний шанс. Это теперь наш бизнес. Это теперь наш бизнес. Наш бизнес. Наш район. Наше бабло. Уходите. А, так вы еще и переделом занимаетесь территорией, так что ли? Ну, и сколько у вас там таких героев? И где Лара? Телефон. Что? У меня в кармане черный телефон. Посмотри. Звони тому, кто по цифре один. Он обменяет меня на нее. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ты у вас? Карев? И как нашел это? Слушаю. Твой человек у нас? У вас? Кто это? А кого ты искал? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Чего вы хотите? Он сказал, Лара у вас? Да. Обвиняемся? Да, сегодня же. Хорошо. В старом парке у залива. В час ночи. Вас должно быть двое. Договорились. Что? Он их нашел. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Добро пожаловать домой. Руки. А мое противоядие? Ты обещал. Отчего? От перегретой минералки. Выпьешь потом активированного угля. Сволочь! Ты мне за это ответишь. Непременно. Хорошо, ждем. Всех обзвонили? Да, уже едут. Здрасте. Падай. Да ладно. Здорово. Поехали. Что там случилось? Не знаю. Голос капитана был какой-то недобрый. Классная тачка. Взятки берешь? Ты не поверишь. Кредитная. Не поверю. Слушай, а ты меня тогда в подъезде чуть не завалила. Если бы я был неподготовленный, точно дырка в башке бы была. Это комплимент? Наверное. Спасибо. Давай забудем об этом и возвращаться к этой теме никогда не будем. Ладно? Не вопрос. Э, там же красный был? Был, да сплыл. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А это что такое? Зарплату дали. Потом распределим. Что произошло? А где Антон? С одним из нас случилась беда. Антон попал в руки тех, кого искал. Но не все так плохо. Они согласны его обвинять. А Кламановского? Да. Что скажете? Что значит, что скажете? Меняйте ее и быстрее. Неизвестно, что ей может в голову прийти. Я не об этом. Костян, Коля, что скажете? Предлагаю изучить место обмена, устроить засаду, обменять их и перестрелять всех чертов и матери. Нет! Нет. Этого нельзя делать. Это опасно. Они могут убить Антона. Нельзя исключать вероятность того, что он уже мертв. У нас на подготовку три часа. Это он? Ну, а кто же еще? Че ты лыбишься? Дебил, поэтому лыбец. Что, бухаете, что ли? Да я один. Вон, смотри. Эта падла мне руку пикой пропорол. Болит сильно. На, выли. Я вам сто раз говорил, перед делом не бухать. Даже если бабку или деда какого завалить надо. Да я немного. Ты уже сделал себя слабее. А Бондаре, между прочим, завалили, когда он пьяный валялся. Ну и? Что будем делать дальше? Может, мы этого в расход пустим? Нет. Мне Лариса нужна. Она слишком много знает. А потом их всех грохт. Надевай. Так я же за рулем. Быстро. Чужой. Чужой. Смотри. Когда мы их пристрелим, я оставлю ее там. Зачем? Я уже так делал, когда мы вольнули продажного судью, оставил карту дьявол. Что означает? Продажность. А это что, меч? Туз мечей. Карта силы. Силы в чем? Да во всем. В ненависти в том числе. Пускай боятся. Только Максу ничего не говори. Почему? Ну он против. Думает, что это нас выдаст. А нас так выдаст. Почерк и оружие. Главное, чтобы все знали, что мы это делаем не для себя, а для людей. Это наказание. Мы должны громко заявить о себе. не нравится мне это. Хватит там трепаться. Идите сюда. Ну не парься. Берите связь. Радиус действия 7 километров. Что буду делать я? Координировать действия. Припаркуешься дальше по дороге, будешь сообщать, кто движется в нашем направлении. Если что, на подхвате с транспортом. Если кого-то ранен, ты будешь связываться с Леной. Хорошо. Маски надели? Проверка связи. Мы на месте. Докладывайте, кто где. Я на месте на 5 часов от вас. Проверяю местность, пока чисто. Я на месте, все в порядке. Стоп. В вашу сторону едут две машины. Какой-то джип и мерседес. Понял. Внимание. Полная готовность. Я не понял. Машина одна, ты сказала, две точно. Да точно две. Костяк, видишь, вторую машину. Всем быть внимательней. Пошла. Чижик, я их почти не вижу. Не могу прицелиться. А что делать-то? Когда я скажу, врубай дальний свет, а пока жди. Понял. Ну ты как? Нормально. Развяжи. У них снайпер. Сейчас. Черт, эта хрень бронированная. Удой. А-а-а! Все, 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 успокойся. Он мертвый, мертвый. Где второй? Здесь. Где? За машиной. Он тоже готов. А-а-а! Готово. Похоже, одна из твоих пульс-рикошетила. Теперь точно готов. Костя! Костя! Ну давай, отвечай. Черт, батарея села. Костя, ты как? Да, хватит. Могу. Коля, Антон, давайте за ним. Костя, хватай, хватай, хватай его, тащи к машине. Я пока развернусь. Давай, бегом. Черт, у нас проблемы. Минты сваривайте, быстро. Достали. Ушел. А вот и минута. Фуга латая тация. Беги, прячься, молчи. Костян, ты как? Да, кто-то, кто-то. Коля, Антон, давайте за ним. Крови нет. Хорошо. Так, Димка, хватай его, тащи к машине. Я пока развернусь. Давай, бегом. Черт, у нас проблемы. Менты, сваливайте, быстро. Достали? Ушел. А вот и минута. Не трогайте меня, пожалуйста, нет? Не надо. Пошел вы нас сюда. А ну давай за ним. Остановитесь немедленно, будем стрелять. Че делать-то? Может, покажется нашмальнуть? Нельзя. Там мог быть и я. У меня их только один из. Нет, я сказал. Попробуем оторваться. Макс, там уже две тачки. Держитесь. Макс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вроде оторвались. Ненадолго. Короче, так. Выскакивайте и спрячьтесь. Свяжитесь с солью, она вас подходит. Давайте. А ты как? Попробуй на ту сторону увезти. Все, соскакивайте. Помощь точно не потребуется? Да справлюсь, справлюсь. Давайте быстрее стволы оставьте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты где, Оль? Я близко. У вас там что, война была? Будешь нас забрать? Мы во дворе дома, возле выезда. Сейчас буду. Ты как, Костик? Оля, вздохнуть никак не могу. Сейчас отвезем. Лена заволтает. Макса помнишь, как заштопала? Тише. Вот она. Пошли. Да тебя не убили. Не дождешься. Случала без меня? Тише. Кирилл, передай шагу, пожалуйста. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Нет, только не это. Алло. Третий. Ты нужна здесь. У нас раненый. Что случилось? Кто? Четвертый? Нет. Он в порядке. Антон. Привет. Привет. Ты как? Я нормально. Жизнь буду. Можешь приехать? Не могу. У меня вызов. Случай тяжелый. Что случилось? Нашего снайпера подстрелили. Очередь из автомата Калашникова в бронежилет. Вот ему-то сейчас не очень. Значит так, слушай меня. Снимите с него жилет. Сняли? Да, да, сняли, сняли. Кровь есть? Раны? Нет, вроде нету. Кровоподтек сильнейший. Понятно. Ребра сломаны. Главное, чтобы они органы не задели. Везите его в травмпункт. Пусть ему сделают рентген. Если что, скажите, что ударили арматурой или битой. Я как освобожусь, сразу приеду. А, понял. Хорошо. Кто это? Да менты знакомые. Идиоты. Напились, решили бронежилет на прочность проверить. Все в порядке? Да. Как ты, братишка? Извини, кап. Подвел. Я этого третьего не увидел. Ладно, ладно. Со всяким может случиться. Всего не предусмотришь. Лена звонила. Сказала, его в травмпункт надо везти. С ним их делать. Скорее всего, ребра сломаны. Так, чего ждете-то? Поехали. Да, Вить. Привет. Как насчет поработать? А сколько время? Уже две минуты шестого. Сколько? Потом выспусь, это мне здесь нужна. Старый парк у залива, знаешь? Ну да, я обычно прогуливаюсь там в пять утра. Я так и думал. Все жду. Поняла. Давай. Марк, машина. Жигули, пятерка. Там еще пиццерия была написана сбоку. Ну, вот, то же самое, что у меня на майке. Бог тому, а что здесь было-то, а? Ну, расстреляли тут троих. Женщину и двух мужчин. Вижу, а почему мы этим занимаемся? А, да. Ничего не напоминает? Еще одна казнь? Похоже на то. Продолжайте. Здесь был реальный бой. Смотри, все усыпано гильзами. Реально из всего. Из пистолет, из автомата. И даже из снайперской винтовки он оттуда. Вон оттуда. Вон оттуда. Снайпер? А почему здесь? Почему ночью? А эти трое что сюда? На пикни приехали, что ли? Я думаю, они забили с нашими палачами стрелку. Возможно, был обмен. У женщины на запястьях следы от наручников. То есть, наш любитель гадания на тару сначала похитили ее, затем привезли сюда, а потом что, всех расстреляли? Почти всех. Свидетель, вот тот парнишка, говорит, что какой-то человек выбежал из парка, забрал у него машину и уехал. Мы нашли брошенный Мерседес, пробили его и этот джип по номерам. Оба зарегистрированы на 80-летнего жителя Подмосковья. Само понимаешь. И наших палачей никто, естественно, не видел, да? Ошибаешься. Два наряды милиции гонялись за ним, причем у города, и упустили. Да, патрульные говорят, их там человек пять было в машине. И все равно ушли, представляешь? Ну ладно, какие мысли? А какие мысли? Устанавливаем личность погибших, понимаем, за что их убили. Может быть, найдем какие-то зацепки с предыдущим убийством. Не знаю, других мыслей нет. Ну да, ну да. А, кстати, вся кровь принадлежит только убитым. Другой крови нет. А, они же отстреливались. Отстреливались, отстреливались. Отстреливались. Сегодня ночью в одном из парков на окраине столицы произошла перестрелка, предположительно, двух противоборствующих преступных группировок. В результате перестрелки были убиты двое мужчин и одна женщина. Теперь к другим новостям дня. Иркутск. Центр Сибири. Богатейший край. Нефть, уголь, алюминий, лес. Сотни предприятий. Миллиардный оборот. Есть, что делить и есть, что терять. Руслан Милович, там у ворот машина, доставка пиццы. Водитель говорит, что он к вам. Пицца? А пиццу не заказывал. Ну, водитель говорит, что это ваш брат. Чего? Ну, давай посмоти. Часть. Ну и охрана у тебя, Руслан. Родного брата в дом не пускают. Да я их только что, Нуэль, тебя еще не знаю. Ну что, Шанель, крепко вляпался? Откуда знаешь? Да вот, по телевизору твоих батюшку показывали. По сфоткам криминальной хроники. Надо бы от нее избавиться. Понимаешь? Убери. Пройди, дома поговорим. Я очень за тебя боялась. Хорошо, что все закончилось. Я тоже боялся. Боялся, что больше не вижу тебя. Антон. Ты мне нравишься. Ну, давай не будем торопиться. Пойдем. Тебе надо отдыхать. Торопись. Ну, ты молодец, а. Другой раз. Да. Тихо, 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 тихо. Давай. Вы что предлагаете? Я теперь здесь жить, что ли? Давай, давай. Тебе и Антону. Ему сейчас домой возвращаться точно никак нельзя. Но это временно. Пока не доберемся до Дадашева. Как мы до него доберемся? Он наверняка уже залег где-нибудь. Или вообще из страны свалил? Может быть. В любом случае, надо проверить, куда он мог свалить. Есть какие-нибудь мысли, Ольга? По родственникам пробить надо. Я тут недавно познакомилась со следователем, который это дело вел. Могу у него так между делом спросить про Дадашева? Хорошо. Если есть хотя бы один шанс, что он еще здесь, надо его использовать. Что ты о них знаешь? Почти ничего. Кроме того урода, которого мы меняли. Кто такой? Сначала следаком был. Потом на нарах грелся. За убийство. Крепкий, как камень. Пацаны его месили-месили. А он знает, что говорит? Это, говорит, наш бизнес. Наш район, наше бабло. Уходите, говорит. Но я и подумал, что лохи-гастролеры. Думаться надо было лучше. Ты бы их видел. Масках, бронежилетах. Просто спецназ какой-то. Что делать хочешь? Отсижусь у тебя дня два. Потом вернусь, найду их и завалю. Я смотрю, ты крутой, да? Вчера почему их не завалили? Слушай меня. Если хочешь остаться живым, из дома ни ногой. К окнам не подойти. Слушай, ты за кого меня держишь? Ты думаешь, я боюсь их? Заткнись! Слушай меня! Эти люди твоих бойцов крохнули за раз. Тебе повезло, что живым оттуда ушел. Шамиль, если хочешь остаться живым, будь на моей земле. С тобой ничего не случится. Мусоров соберу. Своих бойцов. Те, которые хотят тебя убить, в этот город даже не войдут. Понял? Да. На основании. Коль, передавай в суд. В суд передавай. Все, не могу, у меня люди. Да, да, давай. Вить, только к тебе собиралась, не могу. Пришел уже, пришел. Ну, что выяснило? Да вот выяснило. Значит так. Все трое полгода назад проходили по одному уголовному делу. Их обвиняли в так называемом черном риэлторстве. Там серьезные обвинения были. Убийства, похищения, махинации с квартирами. Ну, как это иногда бывает, никто не сел. Дело прекращено за отсутствием улик и недоказанностью вины. Ну, понятно. Откупились, короче. Да, теперь самое интересное. Четвертый подельник Юрий Бондарь. Внимание, участковая милиция. Между прочим, был убит две недели назад. Убийца, как ты понимаешь, не найден. Так, ну, убийцы-то у них, судя по всему, одни и те же. Ну, еще кто-нибудь остался? Один-единственный. Шамиль Гадаш. И тот, который сбежал? Да. Так, а свяжись-ка ты со следователем, который вел это дело. Пообщайтесь. А вы с чего узнаем. Угу. Здравствуйте. О, какие люди. Привет. Ну что, помогли мои материалы? Да, спасибо. А я вот снова к вам. Может быть, все-таки на ты? Мы вроде не первый раз видимся. Да, а я все по тому же делу, по ОПГ. Нашла что-нибудь новое? Нет, мне рассказать пока, к сожалению, нечего. Но меня интересует один из членов этой ОПГ, некто Дадашев. Дадашев. Это самая жесть среди них. Главарь банды. Это он все организовал. Я его телефон месяца полтора слушал. Что-то конкретно интересует? Я изучила все материалы по этому делу. И получается, что на него нет совершенно никакой информации. Ну, там, родственники, место жительства. Я подумала, что, может быть, удастся зацепиться за что-нибудь по-новой. Не забудь ты уже про все это. Бестолку. Ну, ладно. Есть у меня кое-какие записи. Надо в них покопаться. К вам можно? Подождите. Я тебя, наверное, отвлекаю, да? Это что страшного, подождут. Сейчас все найдем. Разбирайте. Что это? Зарплата. Все конверты одинаковые. Нам с раненым. О, привет. Ты как раз вовремя. Привет. Держи. Твоя зарплата. Угу. Я только что от следователя, который ведет дело Дадашева. Есть две новости. Одна хорошая, другая плохая. Начни с хорошей. У Дадашева есть брат. Так. И этот брат является вице-мэром одного небольшого городка. Недалеко отсюда. Километров двести. Продолжай. Раньше он был лидером одной из этнических ОПГ. Подмял под себя весь город. Даже мэр города его ставленник. Ага. Ну, скорее всего, Дадашев у него. По крайней мере, на его месте я бы поступил именно так. Надо спешить, пока он не свалил куда-нибудь. У нас минус два бойца. Ну, что, справимся. Вам пока я один поехать на разведку. Даже если он там, как вы до него втроем доберетесь? Его брат весь там город держит. Подождите недельку, мы с Антохой оклемаемся, все вместе поедем. Да нет, Костян, Коля прав. Ждать времени нет. Вы тут поправляйтесь. Мы сами что-нибудь придумаем. Когда сможешь выехать? Да хоть сейчас. Тогда вот тебе все данные на брата. Евгений Варенов? Да, я. Добрый день. Следует любопытю, мы на Татьяну. Очень приятно. Чем могу помочь коллеге? Скажите, вам знакома фамилия Калмановская, Ковальчук и Борисенко? Да. Были у меня такие злодеи. Проходили по одному делу. Странно, что они вас интересуют. Почему странно? Да дело вроде не громкое было, а такой интерес к нему. То есть кто-то еще интересовался? Ну да. Что они еще натворили? Они дружно умерли вчера ночью. Все трое. Что, сами? Я смотрю, вам весело. Ну а чего грустить-то? Они не самые ценные представители общества. Воздух чище будет. Их расстреляли. А две недели назад был расстрелян еще один фигурант вашего уголовного дела, Юрий Бондарь. Помните такого? У нас есть предположение, что в городе действует целая группа отстреливающих преступников. Евгений, скажите, вы упомянули, что кто-то еще интересовался этим делом? А кто именно? Ольга! Ты что, за мной следишь? Да нет, просто хотел сказать тебе кое-что. Ты молодец. Правильно действуешь. А я тебя не понимаю. Все они подонки. Да Даша в бондаре. Все. И вы правильно делаете. Я бы сам так не смог. Ты о чем? Сегодня ко мне приходила Демина, следователя Зубопа. Она тоже спрашивала про Дадашева и его банды. Сказала, что все они убиты. Все, кроме Дадашева, которым ты как раз интересуешься. Странное совпадение. Действительно странное. А я не верю в совпадение. Но ты не волнуйся. Я никому ничего не сказал. И об этом никто не узнает. Ты прости меня, конечно, но, по-моему, у тебя паранойя. Обратись к врачу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Проезжай. Давай. Инспектор ГИБДД, младший лейтенант Мальцев. Ваши документы. Пожалуйста, выйдите из машины. Пожалуйста. Кого ищете-то? Досмотры автомобиля. Оружие, наркотики, другие запрещенные предметы имеются. А как же? Пистолет в сумке сейчас достану. Э, стоять! Куда полез? Тихо-тихо, лейтенант. У меня документы имеются. Понял. Извините за задержку. Можете ехать. Кого хоть ищете-то? Операция Вихрь. Антитеррор. Да ладно, лейтенант. Хорош парень. Ты думаешь, я не знаю, как вы под этот антитеррор всякую фигню подписываете? Колись. Кого ищете? Да сказали проверять все машины. Людей с оружием задерживать. Экстренное что-то. Ясно. Удачи. Алло. Тут на въезде в город ненты шманаивают. Видать, по нашу душу. Это хорошо. Значит, Дадашев там. Похоже на то. Видимо, его брат всех здесь на уши поставил. Я правда не знаю, как вы с оружием сюда поедете. Придумаем что-нибудь. Как выяснишь, где он, сразу звони. Коля? Угу. Надо его срочно отзывать оттуда. Да не паникуй-то раньше времени. Ты что, не понял? Нас раскрыли. Ларионов все знает. Ну, он же сам сказал, что будет молчать. Угу. А следачка из УБОПа? Это и Демина. С ней как быть? Ну, насчет этого не пережила. Таня Демина моя хорошая подруга. Мы работали вместе. Я... Выясню, что она там накопала. Поверь мне, никто никогда не докажет, что ты имеешь к этому какое-то отношение. Даже твой Ларионов. Смотри на статья 58 КРФ. Можно? О, привет. Привет. Ты что здесь делаешь, Макс? Зашел, проведать, как вы тут без меня с преступностью боретесь. Ты с ума сошел? Ну, мы же договаривались. А если Муратов тебя здесь увидеть? Ой, Танюха, забудь ты про этого Муратова. Расскажи. Как дела? Да вот не очень дела-то. Видишь? Сижу, голову ломаю. Что такое? Понимаешь, Макс? Кто-то решил составить конкуренцию правоохранительным органам. В каком смысле? А в прямом. Отстреливают уродов всяких. Ой, помнишь, наркодилеров на пастыре расстреляли? Ну, мы с Егором у тебя тогда еще совет спрашивали. А, ну. Ну. Потом судью продажную грохнули. А сейчас за ОПГ одно принялись. А почему ты думаешь, что это одни и те же люди? Почему? Вот такие метки оставляют на месте убийства. Типа автографах. Вот эту вот с дьяволом на месте убийства судьи нашли. Вот эту с дыркой. Позавчера ночью на пастыре, Макс. Там тройное убийство. Вообрази. А почему с дыркой? Ну, не знаю почему с дыркой. Ребят профессионалы работают чисто. И если бы не вот эти вот карточки, мы бы вообще не поняли, что эти убийства как-то связаны между собой. Понимаешь, Макс? Это мы тут возимся. Убийства, мотивы, доказательства. А у них все просто. Бандит, получи пулю. И все дела. ТЕЛЕФЕЙ ПО ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Привет! Да, нашел. На месте. Да ни черта не видно, забор слишком высокий. Попытаюсь узнать, Дадашев здесь или нет перезвоню. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА На связь. Слушай, да Дашев здесь, я его вижу. Приезжайте, я в городе квартиру снял. Наберите, я вас сориентирую. Хорошо. Что из оружия брать? Пока не знаю. Подойти ближе вряд ли получится. Далековато. Километра два. Даже СВД не возьмет. Хорошо, подумаем. Жди, мы едем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ 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 МУЗЫКА Ой-ё! Мы на войну, что ли? Тише, парней разбудишь. Это откуда? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Изъял когда-то в частном порядке. На черный день берег. Давай, клади. Потом поиграешь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Бери сумку. Жди меня в машине сейчас. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Кэп. Ну, вы что, поехали, что ли? Да. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Разговоры у меня к тебе есть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Костян, ты очень хочешь, чтобы нас поймали? Не понял. Чего ты не понял? Хочешь, чтобы нас всех пересажали? Нет, конечно. А тогда какого черта ты везде свои карты Таро разбрасываешь, а? Это Винни-Пух тебе твои мозги промыл? В Фантомас решил поиграть? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА К твоему сведению, нами в УБОПе уже целый отдел занимается. И не какие-то там зеленые следаки, а люди с мозгами и опытом. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, ладно, ты-то откуда знаешь? Я там работал, дитя мое. Ну, скажи, какого хрена ты везде эти карты разбрасываешь? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Слава захотел? Интервью и статью про себя в журнале Пипл? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА К народу ближе. Как бы ты сам говорил, что мы не такие, как они. Я не хочу, чтобы нас простые люди боялись. Пускай все знают, что это не бандосы разбираются. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Короче так, Костян, я тебя очень прошу. Больше никаких карт Таро. ИНТРИГУЩАЯ МУЗЫКА Все понимают. И давайте поправляйтесь. Вы нам здоровые нужны. Как? Аккуратнее, да. КОНЕЦ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здорово. Здорово. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Как добрались? Нормально. Менты на въезде остановили, всю тачку облазили. Максов на скорой прорвался. Со скорой ты ловко придумал. Лена договорилась. Ладно, рассказывай, как обстановка. Да даже в доме своего брата. Там его реально сложно достать. Охрана снаружи на участке. Может быть, в доме. Забор слишком высокий. С улицы дом не просматривается. Да, Даша в город выезжает? Нет, в доме сидит. Максимум по участку прогуливается. Как же мы его достанем? Пока не знаю. Хорошо бы на местности осмотреться. Там за городом есть пригорок. Для стрельбы, конечно, далековато будет. Но вот наблюдать за домом Дадашева очень даже удобно. Покажешь? Не вопрос. Поехали. Ну, Костян со своей СВД, конечно, справился бы. Но он пока с трудом с кровати встает. Идти на захват дома втроем нереально. Значит, будем ждать, пока он рискнет за пределы участка выйти. Тогда он наш. А как же его брат? Он же по-любому завязан. На данный момент наша цель Дадашев-младший. Будем дежурить посменно. Ты первый. Если увидишь, что Дадашев куда-нибудь собрался, сразу звони нам. Потом Коля тебя сменит. На, на всякий случай. Понял. Руслан, мне машина нужна. Далеко собрался? Хочу в город съездить, развеяться. Я у тебя тут как в клетке сижу. Устал. Хочу в ресторан. Потом в сауну, может, девочки. Слушай, я все время думал, что ты не глупый человек. Оказывается, ошибался. Да какая разница? Никто ведь не знает, что я здесь. Кого мне бояться? Слушай, сиди здесь и никуда не выходи. Дай мне время. Встречусь я кое-какими людьми. Выясни, кто тогда на вас наехал. Останься с Шамилем. Встречусь. Террицу. Встречусь. Успешайте. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Смена караула. Ну как там? Ты один из охраны ушел куда-то. Заеду и, наверное. Я бы тоже что-нибудь поел. А где твоя машина? В надежном месте. А вот ты немножко полежишься. Ну, так, самой малости. Да? Ну, ладно. Давай. Пост принял. Ага. Здравствуйте. Привет. Спасибо. Лепейте, пожалуйста. Налей пивка какого-нибудь. Какого? Да, любого. Спасибо. Есть что-нибудь пожевать? Да, конечно. А что будете? Что вам поесть, молодой человек? Ей ничего не надо. Потом. Хорошо. Здравствуй, дорогой. Здравствуй, дорогой. Присаживайся. Ну что, рассказывай. Сто лет тебя не видел. Никто не обижает? Да, естественно, нормально. Хорошо, хорошо. Давно тебя не видел. Шамиль! Где Шамиль? Шамиль уехал. Как уехал? Куда уехал? В клуб «Титан». Я же тебя просил, никуда его не выпускать. Да я пытался. Только он приказал мне. Да все нормально будет. Он на заднее сиденье лег. Его никто не видел. А там я проверил. Люди свои. Что же за идиоты, а? Я же просил сидеть дома. Один сранный день дома не могли сидеть. Быстро в машину. Быстро! Черт. Привет. Ты один здесь? Да. Ты чего такой неразговорчивый? Я тебе что? Не нравлюсь? Ой, да ты крутой парень. Что это у тебя? Пистолет? Тебя как зовут? Тебя как зовут? Алена. Ален, иди погуляй. Ой, тоже мне. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, я понял. Продолжайте. Пока никаких новостей. Либо они затаились, либо смогли уйти. Скорее всего, это кончилось. Я из этих уродов вторые сутки на ногах. То стрельба в клубе, то взрыв этот. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Какая стрельба? А разве вам не доложили? Вчера вечером в Шамиле Дадашева стреляли. Какой-то парень зашел в клуб, где он отдыхал, и ранил его из пистолета. Хорошо еще охранник ему помешал. Ты что, что молчал, полковник? Я думал, вы знаете. Думал он. Фоторобот стрелявшего составили? Так мы успели еще. Как вы вообще здесь работаете? Бездари! Где этот охранник? Надо составить фоторобот стрелявшего. Срочно! И разошлите его всем! Есть. Это знаешь, о чем подумал? Там утром на выезде все машины досматривали. Кроме грузовых фур. Слушай, а это вариант? Можно погрузить оружие и ваши машины в кузов и спокойно выехать. О чем я и говорю. Только где взять эту фуру? Ну, тут есть какой-нибудь грузовой терминал наверняка. Можно старенькую фуру по сходной цене купить. Этим и займемся. Два пятьсот. Вставай, два пятьсот. Нас ждут великие дела. Давай, давай, вставай. Привет, командир. Слушай, а знаешь, где у вас тут стоянка дальнобойщиков или терминал какой-нибудь грузовой? А, ну, да, знаю. Поехали? Поехали. Коммерсант, что ли, ребят? Ну, да, типа того. А чего к дальнобойу едете? Фура нужна, подержанная. Хотим купить. Фура? Грузовая? Ага. Ну, могу вам помочь. Ну, конечно, это не за бесплатно. Ну-ка, ну-ка. Да есть у меня один мужичочек. Был же дальнобой. Ну, спиваться начал. А у него мазик двенадцатиметровый. Да его недорого возьмет. Ну, годится. А прямо сейчас можно посмотреть? Сейчас. Да вопросов нет. Здорово, дядя Вить. Санек. Люди хотят твой мазик посмотреть, купить. Покажешь? А чего его показывать? Вон он стоит. Дядя Вить, а эта помойка вообще заводится? Чего? Это сейчас покажу. Помойка. Ну, друг. Так. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что? Зверь, а не машина. Ну, дядя Вить, убедил. А ты говоришь, помойка. Сколько ты за нее хочешь, дядя Вить? Ну, я не знаю. Сколько, Саня? Ну, ты ж двадцать. Чего? Рублей? Да нет, дядя Вить, долларов. Долларов. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Двадцать четыре. Годится. После обеда деньги привезем. Только так, сегодня, мужики, документы оформлять не будем. Я отосплюсь, протрезвею. А там и документы. Да не надо ничего оформлять. Доверенность на меня напишешь, и все. Нам сегодня фура нужна. Ну, как хотите. Договорились. Санек? Да не поверут, Альвич, не поверут. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Привет. Нам деньги срочно нужны. Двадцать пять тысяч возьми на складе в сейфе. И как можно быстрее, очень нужно. Да что у вас там случилось? В новостях черти что. Да мы все сделали, но Дадашев выжил. В отличие от его брата. Теперь не можем из города выбраться. Где сейчас Дадашев? В тяжелом состоянии отправлен в одну из московских больниц. В какую неизвестно. Это очень плохо. Если он выживет, он может начать говорить. В том числе и про нашего бывшего следователя. Ну ладно. Я поняла. Ждите, я еду. ДАДашев. ДАДАДА Сторока хватит? Да вполне. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. Частливо. Удачи. Так есть хочется. Вчерашнего дня ничего не ел. Может я в магазин заскочу? Давай только по-быстрому и особо не светись. Да. Одна нога здесь, другая тоже здесь. Да ладно, не переживай ты. Если что, мы тебя спрячем так, что никто не найдет. У меня друг в горах живет, на Кавказе. В горах? На Кавказе. Круто. Всем привет. Привет. Мне Максим сейчас звонил. Нам тоже. Значит, вы уже в курсе, что у них случилось. Угу. Я в Строгинск поеду, нужно им деньги отвезти. А вы пока думаете, что с Дадашевым делать? А что тут думать? Ребята приедут, тогда будем что-то решать. А если они там на неделю застрянут? Или вообще не вернутся? А ты что предлагаешь? Да я сам рад его грохнуть. Только пока с кровати еле встать могу. Тогда я один это сделаю. Давай, давай, герой-одиночка. Так они тебя быстрее закроют. Тебя-то, конечно, по барабану. Про тебя-то Дадашев ничего не знает. А я из всех вас единственный, про кого он ментам рассказать может. Я тебе помогу. Что вы так смотрите? Антон прав. Он единственный из нас, кто реально рискует. И я помогу. Ты уверена? Да. Единая справочная больница. Слушаю вас. Алло, здравствуйте, девушка. Скажите, пожалуйста, у меня тут несчастье случилось. Брат двоюродный в больницу попал. Вы не подскажете, в какую? Фамилию и имя брата назовите. Дадашев Шамиль. Да-да, шеф. 69-го года рождения. Сейчас посмотрю, подождите. Угу. 31-я городская больница. Спасибо огромное. До свидания. Страна чудес. Страна чудес. Скажи, что мне надо будет делать? Хулиганов это называется стоять на шухере. Просто смотри, чтобы мне никто не помешал закончить с этим ублюдком. Все будет хорошо. Пойдем. Он должен быть в реанимации. Точно. О, это здесь. Жди меня тут. Если кто-то пойдет по лесу, ты предупредишь меня. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Тебе чего надо? Я, наверное, ошибся, извините. Ты кого-то искал? Да, врача дежурного. Мне сказали, что он здесь. Нет здесь никакого врача. А, извините еще раз. Извините. Слав, ты чего сюда людей пускаешь? Да я в туалет отходил. Предупреждать надо. Есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черт! Антон. Черт! Антон, успокойся. Мы что-нибудь придумаем. Я теперь засвечен. Единственный вариант – это поручить убийство кому-нибудь другому. Ну, кому? Костик ранен. Ольга к ребятам поехала. Ты это сделаешь? Я? Ну, как? Я даже оружие никогда в руках не держала. А тебе не придется. Ты переоденешься медсестрой. Пойдешь, когда дашь его, в палату. Вколешь ему чего-нибудь, от чего он точно отъедет. И выйдешь. Вот и все. Все просто. Просто? Ты предлагаешь мне собственными руками убить человека? Ну, тоже самовызоваться помочь. Лен, пойми. Лен, Лена. Если ты дальше выживет, меня объявят в розыск. А в тюрьму я больше не вернусь. Ни за что. Хорошо. Допустим, я соглашусь. Ну, и где я найду яд сейчас? Так ведь любой передостный яд. Разве не так? Да, но тогда он умрет быстро, в конвульсиях. Здесь нужен медленный яд. Это тебе не физраствор. К тому же я не уверена, что у меня есть такие препараты. Нет, конечно, можно попробовать заменить другими, но я не уверена. Постарайся, ладно? Постарайся. Нужен тот, который не сразу подействует, чтобы у нас было время выйти из больницы. О, боже. Санюк, а ну-ка глянь. Вон, видишь, пацан с пакетом и детка. Ну? Вроде похож. Что-то и есть. Да точно он, я тебе говорю. Да не кипиши, убери бумажку. Берем его. Угу. Молодой человек, задержитесь. Эй, парень. А ну, стоять! Стой! Стой, стрелять буду! Стоять! Стрелять буду! Да стой же ты, дурак! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Черт, где телефон? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Светить со вчерашним убийством вице-мэра города Строгинска разыскивается преступник. Его фоторобот вы можете видеть на своих экранах. Все, кто его видел или может сообщить информацию о его нахождении, звоните по этим телефонам. Чижик засветился. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вот раздолбай. Психо! Раздельте! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Быстрее! Эй, стой! Ты здесь работаешь? Да. Парня в синей куртке с капюшоном не видел? У-у-у. Ладно, иди. Ну что, получилось? Вроде да. Яд начнёт действовать не сразу, но после попадания в организм человека уже не спасти. Не бойся. Все будет хорошо. Я уверен. Антон, я не смогу этого сделать. Я врач, а не убийца. Да пойми ты. Да Дашев не человек. Таких, как он, нельзя жалеть. Вспомни, что он делал с беззащитными стариками. Он и вся его банда зверей, которые заслуживают только одного – смерти. А если пойдет что-то не так? А если меня поймают? Я буду рядом. И не допущу, чтобы с тобой что-то случилось. Ты мне веришь? Давай помогу. Угу. Так. Все. Испарился, говоришь? Мы весь магазин перерыли. Нигде нет. В подсобке нашли уборщика. Этот киллер с него одежду снял и ушел. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Сергей Павлович, там звонили. Мужчина какой-то. Сказал в новостях, увидел фоторобот. И знает, где преступник. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Где он? Ну, мужчина этот где? Да. Вот я адрес записал. Он сказал, что с разыскиванием были еще двое. Что они в его подъезде снимают квартиру. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Чего стоим? Работайте. Есть. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну, где он ходит? Ольга уже сейчас подъедет. Может, его взяли? Теперь считай, весь город его в лицо знает. Макс, у нас гостья. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Мы готовы. Постарайтесь взять их живыми. Ну, если получится, конечно. Как обстановка? Пока тихо. Начинайте. ВЫСТРЕЛ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ВЫСТРЕЛ Чисто! 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 Вот он! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Закрыто! Ребята, за мной! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Спуткаемся! Давай! Внутри! СТОЯТЬ! СТОЯТЬ! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ДЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, где ты ходишь, чучело? Прыгай давай машину поставь! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что, Леонид Витя, держи. Здесь двадцать пять. Тысяча за оперативность. И фальшивые. Ну зачем мне тебя обманывать? Фура на тебя оформлена. Это точно. Держи. Здесь документы. Ключи. Доверенности оформил. Береги. Зверь, а не машина. Хорошо, Леонид. Как можно было их упустить? Как скажи мне? Все ваше УВД надо разогнать к чертовой матери. Товарищ майор, у них здесь вообще такой бардак творится. Недаром мы никого поймать не можем. Они же даже на выезде из города не все машины досматривают. Как это не все? Все досматриваем? А грузовики? Ну так правильно. Мы же легковушки ищем. Ты что, идиот? Передай своим придуркам, чтобы досматривали весь выезжающий транспорт. Ты понял меня? Весь! ТОМОНИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подожди меня здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, готово. Идем. Шпринт, странное оставляние, нанятые отпечатки. Забери с собой. Как вколешь, сразу выходи. Хорошо. Дарья, самое главное, сохраняй спокойствие. Молодой человек, извините, пожалуйста, можно вас на минуточку? Скажите, пожалуйста, а где здесь находится... У тебя есть несколько минут. Хорошо. Здрасте. А где Аня? У нее смена закончилась. Где я? Он что, очнулся? Да, похоже на то. Ребят, подержите руку, я должна укол сделать. Что это с ним? Не знаю. Эй, Светленка, ты куда? Я врача, врача позову. Черт. Он умер. Яд подействовал сразу. Как знал, что понадобится. Что это? Добывай шашки. Уходим. Выходим, ребята. Выходим быстрее. Быстрее, выходим. Выходим быстрее. Давай, давай, давай. Быстрее выходим. Выходим. Выходим быстрее. Встрем. Выходим быстрее. Порядки. Давай, давай. Давай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Макс, смотри. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты же говорил, фуры не проверяют. Я же сам видел. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Короче так, Коль, давай забираем чижик из стволы и валим отсюда по-быстрому. Машины придется бросить, потом будем разбираться. Слышь? Поезжайте спокойно, я, кажется, знаю, что делать. Заберете меня на трассе. Уверен? Да. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Проверка документов. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что в кузове? Да ничего особенного, командир. Холодильники везут с завода. Ну, пойдем покажешь. Да что на них смотри-то, ну, холодильники есть холодильники. Ну, пойдем, пойдем. Тебе сказали, открой кузов. Э, умирай! Стой! Стой, умирай! Все, машина! Высо, езжай, езжай, езжай! Приезжай машину! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну ты как? Все нормально. У тебя кровь. Нормально, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наконец-то, привет. Здорово. Привет. Ну-ка. Здорово, Макс. Здорово. Серьезно смотришься? Прикупил по случаю. Здорово. Специально для тебя. Будешь теперь за продуктами есть. Привет. Здорово. А где Чижик? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А он что, тут спортом сидит? Слушай, забыл про него совсем. Откройте! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ира Фурор Бревис Эст. Гнев – кратковременное безумие. Здравствуйте. Здравствуйте. Я оставляла заявление. Машину угнали. Мне сказали... Вас к кому направили? К Жукову. Жукову сейчас нет. Вы там посидите. Он через 10, как раз, проходить будет. Спасибо. Эй, девчонки. Угостите сигареткой. Весь день сижу здесь. Пожалуйста. Спасибо. Девушки не советуем. Очень опасен. Он троих ваших сверстниц убил и потом изнасиловал. Может быть, слышали в новостях. Так это он? Он, он. Дожидается пересылки. Поймали лица Лучаева. Извините. Олег Даглючевич, пальчики еще раз я вас катаю. А то не четко как-то вышло. Да, да. По поводу кражи документов. Здесь. Это черт. А, да. Карич, Карич, что ли? Карич, ты что делаешь? Все, скрыти-то где-то. А, а, стой, стой. Какого-то было не хотят! Убил, сука! Пусти! Убил! Убил, сука! Убил! Убил! Привет. Привет. Что, спал, что ли? Ты как поняла? Зрачки еще в норму не пришли. Я же врач. Ничего ты от тебя не скроешь. Да. Как дети? Хорошо. Тезка твоя с уроками борется. Женька все рисует. Художницей будет, наверное. Не знаю. Может, ей холст купить? Какой холст? Нам маленькая еще. Так в альбоме что-то рисует. Что за сбор? Нашли новых, не могу сказать, жертв бандитов? Не знаю. Не говорят ничего. Э, боец, не мучай бедную грушу. Да я так, форму попытаюсь восстановить. Иди сюда, я тебе сейчас восстановлю форму. Лови. Кап, у меня еще ребра вроде не зажилька. Ну ладно, по ребрам бить не буду, обещаю. Ладно. Готов? Да, готов. Давай. Ильич. Ниндзя. Оп. Пропустил кап. Ой, Костян, ты в своем репертуаре. Давай. 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 Ну, давай. 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 Как же так, ребра-то? Ну ладно, ладно. Я же только обозначил. В следующий раз броник наденешь. Что, может, хватит? Ты куда залез-то? Кап, кап, кап. Сколько раз повторять. Если тебе быстро не удается добиться победы, ты теряешь голову. На коротких промежутках времени ты мастер, на длинных у тебя появляются слабости. Холодная голова, Костян. Холодная голова, ты понял? Понял. Мне понравилось. Мне тоже. Давай в следующий раз с тобой попробуем. Не-не. Я пас. Ну ладно, тогда с Костяном он все равно тюфяк. Давай, иди сюда. Ладно, ладно, ладно. А где остальные? Коля в магазин ушел, а Чижик где-то рядом крутился. Ольга сейчас подъедет. Сейчас переоденемся и начнем. Сегодня у нас с вами будет урок социологии. Это у тебя новый прикол? Он стал со злом бороться. Ты мало сейчас получил похуже? Нет, нормально. Это серьезно. Нам нужно установить основные источники преступности, чтобы эффективнее им противостоять. То, что мы сделали до этого, было огромной тратой ресурсов на малый результат. Ничего себе малый. Столько дерьма убрали. Макс прав. Мы, как бы это сказать, срезали верхушки сорняка, а корни остались и растут, растут. Слышь, маятник, сядь уже. Ну ведь всем же известно, что преступность растет из-за безработицы. А давайте КЭПа в депутаты, потом в мэры, потом еще дальше. Орлов. Понял. Чижик прав. Но на социальные аспекты мы не влияем. Тут, к сожалению, профон. Однако, есть то, на что мы можем повлиять напрямую. Здравствуйте. Привет. Извините, но работа. Я что-то пропустила? Да. Ищем корень зла в обществе. А, ну, это ж наркота. Вот. Молодец. Это та самая причина, которую я хотел называть. Наркотики тем или иным путем провоцируют практически половину преступлений. Но это же огромный рынок. Как мы можем бороться с этим нашими силами? Взорвать Афганистан. Так, ты мне уже надоел. Сейчас из класса выгоню. Не, ну, это реально несерьезно. Они торчали и будут торчать. Мы можем взять отдельно взятый район в городе, в котором, собственно, и находимся. И посмотрим, можем мы как-нибудь повлиять на ситуацию в его масштабах. Простите, мне вот сейчас одной показалось, что вот это наивно? Или... Нет, не одной, Макс. Даже если ты узнаешь адреса всех барыг в этом районе, и мы их ликвидируем, то появятся новые, прежде чем мы сюда вернемся. Это смотря как ликвидировать. Можно запугать так, что... Что? Что будут наркоту как прокляту обходить. И что же это такое будет? Террор. Ты смотри, 11 человек. Таня 11. И это за месяц с небольшим. Что ж такое происходит-то, а? Да, если так посчитать, то это порядка 120 в год будет. Да, жди. Мне кажется, они только разогреваются. Кто же они такие, эти палачи? Теперь их называют меч. Из-за последней карты Тару, которую мы нашли. Кстати, почему больше карт нет? Как думаешь? Да Дашев старший. И его брат. Ну, мы-то знаем, что это они? Да мы-то знаем. Но, похоже, они хотят заявить это всем. И нам надо этому помешать. Мы должны прекратить все эти журналистские вопли на по поводу меча. Как? Как угодно. Устроить ложную поимку. Что угодно. Лишь бы общество о них забыло. А что ты боишься быть? Понимаешь, они индикатор. Индикатор того, что правоохранительная система не работает. Что все продано и куплено сто раз. Ну, мы-то с тобой знаем. Было бы это не так, их бы не было. Ну, а раз они есть, значит, люди на грани. Так вот, я боюсь цепной реакции. Витя, если ты веришь в то, что сейчас говоришь, значит, они поступают правильно? Не нам с тобой судить, как они поступают. У нас другая работа. У нас долг. Ну, ты сам только что сказал. Почему тогда ты так рьяно пытаешься скрыть их действия от огласки? Потому что ничего изменить они не смогут. А вот хаос посеять запросто. Ну что, мужики, вам, похоже, достанется самый тяжелый этап этого задания. Подготовка. А Савка ничего не с нами. Чекист бывший. Опыт большой. Возраст не тот. Нужна молодежь. Вам придется работать на улице. В смысле? Ну, в смысле, среди наркоманов. Заводить знакомства, связи. Покупать, продавать, вызнавать точки сбытчиков. Э-э-э, нет. Я не согласен. Почему? Макс, давай так. Я, конечно, уважаю, что вы там в горах воевали и все такое прочее, но ты не знаешь, это кухня. Чтобы осуществлять такую оперативную работу, нужна серьезная спецподготовка. У вас, да и у Минина, ее нет. Это не так просто. Может, ты и прав. Но выбора нет. Узнавать только самим, только наверняка. Никакая покупка информации здесь не вариант. Ладно. Допустим. Даже если мы соглашаемся. Но как нам зацепиться в этой среде? Покупать? Это слишком очевидно. Нас будут долго прощупывать. Тогда будем продавать. Что ты будешь продавать? После нашего первого дела мы с Кэпом изъяли два кило Герыча. Факт. Ну вот. Неплохо. Мы все это будем продавать? Но мы же хотим это остановить. Это капля в море. На реке все равно найдут, где купить. А нам это поможет внедриться. Чтобы навести там шухер. Ну как? Мы что, объявление дадим? Продается два кило Герыча. Недорого. А в хорошем состоянии? Во-первых. Никто все сразу продавать не будет. Маленькими партиями. А во-вторых. Конечно, всякие приходы слева здесь не прокатят. Надо будет долго работать. Придется стать изобретательными. Тебя придется поспрашивать у своих следаков, которые там у вас по наркоте работают. Кто подозревается в сбыте. Кто уже сидел. Дашь бабла. Только немного. Чтобы подозрения вызвать. Скажешь личный интерес. Сначала внедрим одного. Потом он ведет остальных. Иначе никак. Тебя. Тебя и внедрим. А почему его, а не тебя? Да потому что он дурной с виду. Подозрения не вызовет. Не вопрос. Не вопрос. Не вопрос. Субтитры подогнал «Симон» Ну что, чувачки, вот вы и приплыли За что меня? У меня исполнительный срок прошел А нам по барабану, нам план надо делать Тебя за сбыт брали? Брали Да к тому же ты по-любому и сейчас сбываешь Может, тебя прошмонать? Вдруг что найдем? Да ладно, время тратить Короче так, кушать всем хочется Скоро праздники, я же не на море обещал С вас двоих десятка зелени Ищите, где хотите Иначе по полной закроем Обоих, все ясно? Поняли? Чего ты смуришь, баран? Ах ты сучонок! Ну ты урод Ладно, 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 хорош Ты что, хочешь, чтобы у него раздох селезенки был? Чтобы он сдох как-то в прошлом году А ты что смотришь? Ты тоже хочешь, баран? Пойдем, перетрем Думайте, думайте Черт, что делать-то, а? Суки мусора Найду, потом кишки вспарю Тварям, уроды Сейчас что делать-то? У меня колеса на кармане, я скинуть не успел Да и им по боку есть у тебя эти колеса или нет Есть хорошо, они все равно напихают, урод Может, им колеса отдать? Давай, да Этот урод хорошо со своей бабой погуляет В полном кайфе Ты что, дятел, что ли, а? Тебе сказали, бабло надо Да нет, у меня сейчас бабла Я вообще голый Все за товар отдал Нет, ни хрена У меня есть нычки там Я свою половину, пять штук отдам Сука, а потом найду Приврежь их обоих, уроды Чувак Что мне делать-то, а? Ты свои проблемы сам решай Слушай, а? Может, мы договоримся, а? Отдай за меня, а? А я тебя потом товаром У меня полно товара Экс, есть кислота Там гашек А? Братан Я за тебя пять штук плачу А ты мне товар на семь даешь Понял, базара нет Не вопрос Коля меня из машины вытащил И как начал, типа, гасить Этот чёрт в штаны вложил У него болты были по пять копеек Ты вообще мог поаккуратнее поливать? Он же мне реально в морду попал Так хотелось ему врезать по-нормальному Коль Я же реально за реализм Вот реальный получил бы Ну а кто он такой вообще? Да барыга местный Средней руки Кличка Буратино Да, нос у него такой смешной Ты через пару дней с ним познакомишься очень Костян скажет, что ты его брат Ну а поскольку этот Буратино Практически весь свой товар За выкуп отдал Ему срочно придётся всё отрабатывать Я буду с ним барыжить? Ну да А почему я? Ну, Чиш Во-первых, ты среди нас всех Один единственный мент Он действующий Действующий Вот так Так что, если что случится Отмажешься, свой район А во-вторых Ну, судя по делу Это тип Буратино Не опасен Так что ты в заповеднике Но через некоторое время Ты заведёшь с ним разговор О серьёзных партиях Скажешь, что у тебя есть человек Который готов этим заниматься И что неплохо было бы этого человека Свести с серьёзными делами А у меня есть такой человек? Конечно Вот же он А я вас кое-чему подучу Поверь А зачем ты нас сюда притащил? Чтобы чувствовали запах окраины Теперь вам придётся там работать Тебе Тебе Бэфник Человек Бэфник Бэфник Человек, употребляющий клей В качестве наркотика Президительное название Любого токсикомана Верёвка Вена Вес Вощёная бумажка С одним граммом героина Весло Ложка В которой разводят водой Порошок наркотика Иногда так называют Шприц Что это? Это сленг На котором говорят Там, где вы будете вращаться Если тебе скажут Да, Весло Ты не поймёшь Это забьют один раз Второй насторожатся А на третий тебе башку прострелят Да тут три листа Как это всё учить? Можешь не учить Быстро сдохнешь Однако у нас не так много времени На подготовку Поэтому я нашёл способ Облегчить для вас задачу Вот там ещё листы смотреть А это что за хрень? Это диалог двух барыг По ролям С использованием сленга Разыгрывайте его между собой Сначала по бумажкам Потом импровизируйте Ты откуда всё это знаешь? Я бы это дерьмо Каждый день руки пачкал Ну да ладно Хочу вас послушать Сначала можете по бумажкам читать Слышь Чё твой повар мне втирал? Гнал что если с аптекой Всё на мази Мульки не вопрос Я тебе сказал Этот варщик сам бэфником Со школы ещё Бэфник Бэф клей Я тебе сказал Этот варщик сам бэфником Со школы ещё Тарелочник конченый Движок причём со стажем Верёвки видел у него Синюшный уже Да хорош мне на ухо приседать Ему лепило мой знакомый Стёкла скинул Нехилую партию Мне фен нужен Рубишь? Не парься брат Он мог зависнуть От медленного У какого-нибудь Заколотого И потеряться На время А твоя масса У него греется И тебя ждёт Стоп мужики Стоп Остановимся Это жесть какая-то А по-моему прикольно Как на иностранном языке говоришь Разумеется Их общение не состоит На сто процентов Из этих слов Скорее всего даже наоборот Их может быть немного Но знать мы их обязаны Иначе вас расколят Учитесь Тренируйтесь Надо чтобы у вас Получалось естественным Лен А может я машину купить То мало ли я тебя Когда-нибудь с работы Не смогу забрать А вечером Ничего опасно Машину мне? Зачем? У меня же под рукой Своя группа спецназа имеется Точно Слушай Ну а чего Может ко мне заедем? Понял Ладно все Не буду я тебя больше доставать Только ты не подумай конечно Что я там Озабоченный какой-нибудь Или еще что Антон Я так не думаю Просто у меня в голове Проблемы у меня в голове Прости Это все еще из-за того Что я сидел? Нет Это сейчас не имеет Никакого значения Я же вижу Что ты хорошая Приехали Не обижайся пожалуйста Дай мне еще время Я обещаю На все будет хорошо Спасибо Спасибо Слышь Падок Куда гуляешь Ты что зыкаешь? Сдавая Сейчас в суть отъедешь Ты что-то попутал Сделай Не по массе прешь бык Ну Ах ты Ах ты Сука Стой Стой Только не со мной Ах 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Привет. Я просто хотела пожелать тебе спокойной ночи. Да, спокойной ночи. Целую. Синюшка. Трамбированная вена. Марца. Самодельный наркотик на марганцово-кислом калий. Медаль. 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 Забыл. Синяк после неудачного укола. А, точняк. Так, вон, вон. Расслабься. Ты рубишь бабло, продавая дурь. Это твоя работа. Заработанные бабки сразу спускаешь. От этого ты очень рад. Ты бардя. О! Здорово. Здорово, брат. Эй, старичок. Мой брат вот. Чиж Буратино. Привет. Я просто, ты пойми, благодарен тебе, что ты меня тогда от ментов отмазал. Ты же меня забашлял. Это бизнес. Ладно. Че, работа нужна? Угу. Я ж тогда на миле остался. Так что, если какие темы подкинешь, будет супер. Есть у меня партия белого и колес твои. Будешь работать с чужом. Сам понимаю. Он родня, доверие полное. Угу. Значит, тебе процент. Как только все разлетится, найдем хрустную большую партию. У тебя есть выход на большую партию? У меня? Ну, просто наша щука какое-то фуфло разбодяжное впаривает. Как-то вообще не в тему. Да сейчас вообще душники пошли. Мусора жмут. У меня есть выход на серьезный канал. Но там реально бабло нужно. По мелочи не работают. Найдем. Ладно, я подтопал. Созвонимся. Угу. Давай, родная. Ну что, отметим наше знакомство? Отметим. Ну вот, проходи. Хата моя такая. Ладно. Классно. Ну что, дудочку? Да можно. А что у тебя? У меня гашек где-то оставался. Не-не-не. Гашек. Что-то как-то настроя нет. Давай по синьке вмажем. Не вопрос. Зацени, чего мне один сопляк за дозу дал. У отца подрезал. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это чего? А? Все надо сбыть. Ха-ха. Ага. Наливай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Татьяна, идем. Он приехал. Что? Кто? Мы разве кого ждали? Я тебе не говорил, боялся согласить. Но он все-таки согласился. Ну, идем, идем. Он ждет. Да кто он-то? Возможно, ключ к нашему мячу. Знакомься. Валерий Андреевич Астахов. Демина Татьяна. Мой заместитель. Очень приятно. А мне знакома ваша фамилия? Подождите, я читала книгу. Да, точно. «Психология серийных убийц». Это вы? Да, есть такая. Ничего себе, очень приятно. Я уже больше 20 лет не на службе. Занимаюсь частным бизнесом. Пишу книги по психологии преступников. В ФСБ работали? Нет, в КГБ. Если перечислять всех, кого поймал Валерий Андреевич, времени не хватит. Но нас он любезно согласился проконсультировать. Ну, если честно, меня самого это заинтересовало, когда услышал новостях. Присаживайтесь. Итак, значит, все, что у вас есть, это вполне типичный фоторобот, отстрелянное оружие и две карты Таро? Не густо, не густо. А какова численность группы, вы предполагаете? Ну, сколько человек вы видели одновременно? Двоих. Я двоих. Двоих. Свидетель показал, что видел троих. Думаю, их больше. Гораздо больше. Человек 10. Почему? Я как раз предполагаю, что их было трое, ну, максимум четверо. У нас здесь уникальный случай. Преступники в большинстве своем трусы. Они могут вести себя сколько угодно. Жестоко, бесчеловечно, но при этом трусливы. Убить кого-нибудь, напасть на одинокого прохожего, выкинуть женщину из машины, ограбить магазин или обменник. Вот это психологический край действий пары. В смысле двоих? Именно. Ну, а если же мы говорим о чем-то более серьезном? Ну, например, нападение на банк, инкассаторов или налет на склад. Для пары это уже страшно. Страх понижается пропорционально количеству участников. То есть, чем больше людей делают то же, что и ты, тем больше уверенность в себе. Понимаете? То есть, равномерное распределение ответственности. Да. Так что 3-4 человека – это мало. Я сегодня же приступлю к подробному изучению всех ваших материалов и буду давать вам экспертное заключение по психологическим портретам. Ну, что делать сейчас, пока вы будете заниматься анализом? Не дайте им добиться цели. Они оставляют знаки. Значит, хотят общественного внимания. А вот этого они получить не должны. Ну, рассказывай, что там? Мы с Буратино сдаем дурь на мелкий опт. Так. Оказывается, в нашем районе есть четыре центровые точки. Все, кто берут экс – таблетки. Берут у пацана по кличке Клубный. Зовут Виктор Луценко. Еще есть три хаты, в которые, как в магазин, стекаются героинщики. Этими хатами заправляет некая Лида Уварова по кличке Рыжая. Сама Торчок со стажем. Потом напишешь имена и адреса. Ольга Пробьетов. А еще очень большой рынок дури среди гастарбайтеров и нелегалов. Им занимается прораб Раду. Молдаванин, кажется. Еще есть тип по кличке Жук. Он занимается уличной торговлей. Удивляюсь, как его еще не повязали. Сколько сбыли? Почти все. Сегодня поговорю с Буратино о крупной партии. Он тебе доверяет? Как себе. Это хорошо. Алло. Да, Тань, привет. Все в порядке, как ты? Хорошо. Давай. Конечно. Где? В каком ресторане? А, ну, конечно. Конечно, приду. Договорились. Пока. Чиж, ты? Да. Здорово, братуха. Здорово. Поздравляю тебя. Вчера мы сбросили последний вес. Да, отлично поработали. Ага. Слушай, Буратино. Чего? Ну, пора уже на серьезных людей выходить. Нужно брать. Куда ты так торопишься? Ты чего? Давай это сначала потратим. Дружище, нужно работать. Чего сидеть? Работать. Гидропоника голландская. Жесть. Держи. Да ну. Чиж. Чего ты меня месяц обламываешь? Там я понимаю, работаю. А здесь все, расслабься. Чего ты как не свой, а? Давай. Держи. С Крупняком я все решу. Ну, а сейчас в куб. Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. СМЕХ Давай. Мальчики, здорово! Здорово! Пошли, конкурс. Сейчас придем. Держи круглое. Не, не, я не буду. Ты чего это круглое по шесть брал? Да ты чего не будешь-то? На, держи. Давай. Давай, 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 давай. Ха-ха-ха. Уже ли ты самая Татьяна? Привет. Привет. Я уж боялась, ты не придешь. Размечталась. Ну, мало ли. Может, ты пугаешься, когда та девушка сама на свидание приглашает? А, так это свидание. А ты хотела просто ужин? Нет. Почему же? Идея свидания мне очень даже нравится. Кстати, выглядишь просто потрясающе. Наконец-то. Спасибо. Ты тоже. Глаза только красные. Спишь мало. Ну, да. Немного. Работа. Это тоже работа? Да, это тоже работа. Мы же почти взяли этих из меча. Из меча? Угу. Народных мстителей-то наших. Знаешь, я одного видела очень близко. Вот как тебя. На полшага мы от них отставали. На полшага, Макс. Ну, ничего. В следующий раз не уйдет. Да? Ой, Макс, пожалуйста, давай не будем о работе. Конечно. Давай что-нибудь закажем. Спасибо. Спасибо. Это моя девочка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, сука! Надо порезать этого барана! Пошел ты! Эй! Еще один баран пришел! Тебе тоже порезать? Рот закрой, обезьяна! Пуколку уберя, а то сейчас в жопу засунем ее! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Назад! Вставай, вставай, братуха! Пойдем, братуха! Пойдем! Ты мне жизнь спас! Давайте забирать эту дерьмо и валить отсюда! Ой! Хорошо, что ты... Ой! Аккуратно! Хорошо, что ты меня пригласил! Прошу! Спасибо! Всегда было интересно, как ты живешь! Да! Здорово! Сейчас принесу вина! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК А вам не хватит на сегодня? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня на северо-западе Москвы силами управления по борьбе с оргпреступностью была проведена силовая операция, в результате которой были уничтожены два преступника, входящие в группировку «Меч». Напомню, что такое название журналисты дали организованной группе, которая пыталась заниматься внесудебными расправами. Машина преступников попадает под ориентировки на машину, связанную с убийством вице-мэра Строгинска. Начальник специального отдела подполковник Егоров заявил, что с убийством двух активных участников деятельность группировки практически полностью пресечена. Макс, мне нужно туда. Я отвезу. Чёрт. Подожди ты. Странно, сколько журналистов. Обычно Егоров их разгоняет. Спасибо. Так-так, сюда нельзя. А, всё нормально, лейтенант. Это свои, пропусти. Привет, Патьяна. Прости, я не предупредил, всё так спонтанно образовалось. Здравствуй, Максим. Привет. Что, желаете взглянуть? Долго вышли мне ещё в лице? Кто это? Как кто? Меч? Меч? Вот это меч? А как ты на них вышел ведь? Да никак, Тань, о чём ты? Помнишь, я тебе говорил про ложную поимку? Я дал по своим информацию, что если будут захваты с трупами, чтобы подписали под наше дело. Эти двое в заказном убийстве подозревались, им уже всё равно, а нам хорошо. Люди должны забыть про этот меч. Почему? Почему? Потому что это очень сложняет нам работу. Да и вообще настраивает общество на нехороший лад. Алло. Здорово. Найди моего брата и приезжайте к Буратино. Он готов выйти на людей для серьёзной подставки. Твоего брата? Ну да. А, понял. Жди, скоро будем. Здорово. Здорово. Это Егор. Он свой будет брать. Буратино, проходи. Хорошо, вчера погуляли. Ваш банкир надёжный? Нормальный. Несколько лет с ним работаем. Ни одну массу через пацанов брал. Сейчас канал подзавял. Нужен новый. Будет? Я уже позвонил. Если у тебя есть лавэ, с тобой готовы работать сразу. Лавэ-то есть. На условия. Чтобы без лишних свидетелей. На встречу должен ехать один человек. Я, конечно, уважаю вашу дружбу, но... Один так один. Когда ехать? Не знаю. Сейчас. In my omnes spes michi est. Все мои надежды на самого себя. Нас ждут. Я в курсе. Стой. Жди. Повернись. Пошли. Здравствуйте. Приятно познакомиться. Егор. Гарик. А как ваше имя? Ну, я вам свое имя все равно не скажу. А врать не люблю. Ну, называйте меня как вам угодно. Как вам нравится. Я не знаю. Вы на одного актера очень похожи. На Раджа Капура. Ну, называйте меня Раджа. Договорились. Присаживайтесь. Андрей хороший парень. Честно, я ему верю. Иногда он приводит людей, которые хотят взять много. Он сказал, что ты... Можно ты? Конечно. Хочешь взять очень много. Сколько? А сколько можно? Он мне нравится. Можно очень много. У нас прямой канал. Но ты же понимаешь, что большую партию тебе сразу никто не даст. Ну, можем начать со скромной. А насколько скромной? На полмиллиона. 40 килограмм достаточно. 40 килограмм. Хорошо. А откуда товар? Мы же не спрашиваем, откуда деньги. Да, но ведь от этого качества денег не зависит. А вот качество товара... Слышь, ты... Афган. Ультрачистый. Больше ответов от нас не жди. Послезавтра с деньгами на этом же месте. Работаем? Работаем. Я вон поехал? Да. Это реальный шанс. Мы же говорили, что готовы работать. Это где-то за городом, по этой, как я. По Волколамке. Угу. В коттеджах? Ладно, приедет и расскажет. Теперь, раз уж все мы здесь, кроме Карева, голосуем. Выявленным сбытчиком наркотиков на районе смерти. А я не могу. Почему? Это из-за Буратино. Он нормальный парень. Ну да, дурак продает. Но он нормальный человек. Он мне жизнь спас. Чишь. Слушай, друг. Это случается со всеми, кого внедряют. Тем более без подготовки. Когда я молодой был, у нас один мужик 15 лет в банде под прикрытием проработал. Так он плакал, когда их сдавал под расстрельную статью. А у тебя месяц прошел. Не думай об этом, заботится быстро. Он не тебе жизнь спасал, а своему другу барыге. Если бы он знал, кто... Я не буду голосовать! Понимаю. Большинством голосов решено. Костян. У тебя остались еще эти карты, которые ты разбрасывал? Они нам понадобятся. Че-че-че-че-че? Карты Таро. А как же нас вычислят, поймают, а? Нас хотят скрыть от общества, ради которого мы работаем. А вот это уже ни к чему. Ты реально крутой мужик. Слушай, ну мой процент будет нормальный, а то ради чего я это все... Не волнуйся, ты свое получишь. Ну, отлично. Это я. Да, все в порядке. Вы на складе? Ждите, скоро подъеду, все расскажу. Ну, я понимаю, этот поручился. Что они прямо так согласились? Не боятся? Крупная рыба, но в ментовке все схвачено. Если бы это была операция или подстава, они бы знали. Поэтому спокойно. А где пацан? Я его спать отправил. Что-то он вымотался совсем. Информацию на всех крупных барыг оставил. Четыре человека плюс Буратино пять. Времени мало. Для них время не нужно. Устранить-то как раз просто. Вот с этим афганцем что делать? Двое охранников и их двое. Угу. Можно мы вместе пойти? Не, не вариант. У нас есть неразрешимая проблема. Во-первых, брать дом штурмов не вариант. А во-вторых, все это надо делать практически одновременно. Зачем? Затем, что шухер может подняться. Знаешь, как у них там почта работает? Прав. Поэтому вы займетесь этими пятью, а я возьму на себя афганца. Один? Как? Есть тут у меня одна мыслишка. Кость, завтра мне понадобится твоя помощь. Не вопрос. И еще. Мне понадобится микроавтобус. Сделаем. Что тебе надо? Здрасте. Коммунальная служба. Авария к анализации. Давление в трубах изменилось. Могут произойти прорывы. Ну и что теперь? Что делать? Надо досмотреть санузлы в доме. Если узлы коммуникации неисправлены, будем перекрывать. Я не могу вас пустить. Хозяина не дома. А? Ну ладно. Сами выбирайте. Когда хозяин приедет, полдома по колену. Ладно, ладно, ладно. Заходи. А? Куда ты полетел-то? Поставь. Поверните. В ящике, что ли? Инструмент? Открой. Ну вот. Закрывай. Пошли. А? Вот санузел. Ага. Сколько по времени тебе надо? Не долго. Минут десять. Ну давай, ковыряй. Ага. Ну давай, ковыряй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я посмотрю. Ну что там? Все нормально. Узлы хорошие, немецкие, качественные очень. Перекрывать ничего не будем. Есть еще санузлы в доме? На втором этаже. Пойдем за мной. Давайте. О, рыбки. Ты что встал-то? Да, да, сейчас быстро посмотрим. Вы мне распишитесь, и я поеду. Да, объектов у меня очень много, между прочим. Вот. Ну что, кто там был? Только охранник. Я все сделал. Два ствола в сортире на первом этаже. Если попросишь, скорее всего, отведут туда. И один ствол в сортире на втором. На всякий случай. Понял. Все это слишком рискованно. Да нормально все будет. Теперь нужно полмиллиона. У нас есть 200 тысяч. Наполовину фальшивками разбавлять глупо. В любом случае, до передачи денег дело доводить нельзя. Но я их должен буду хотя бы показать, прежде чем... Отпечатаем на принтере. Сверху и снизу на каждую пачку положим по настоящей купюре. Поллимона это... 50 пачек. В каждой пачке по 200 баксов это... Это... 10 тысяч долларов. Ничего себе, игрушечные деньги. Да. Будет возможность, заберешь. Если нет, бросай они дома. Кстати, хороший микроавтобус. Надо нам такой купить. А? Да, неплохо. Чиж! Здорово, братан! Здорово. Проходи. Падай, где хочешь. Ну что, как у вас там со сделкой? Все на мази? Да, отлично все. А ты не хочешь на время залечь на дно? Залечь? Ну да. Чувак, ты что, старый? Какой залечь? Я думал, мы собирались только лавандосы рубануть. Слушай, А вы же меня с процентами не кинете, как обещали, нет? Да о чем-то. А, ну вот, расслабься. А помнишь тогда в клубе? Ну, когда мы обдолбались? Когда? А, когда ты сцепился с теми чурками? Ну да. Ну, помню, а что? Ты же мне тогда жизнь спас. А? А почему? Да ты что, братан? Ты же мне родной. А они кто? Я бы их всех там положил. Только что-то видел, хреново двоилось в глазах. Ты же классный парень. Зачем ты в это ввязался? Зачем ты барыжешь? Ну, а ты зачем? Я? Из-за брата. А? Ну, а мне прикольно так. Шмаль всегда под рукой. Да и денежка есть. Да и девки за кайф дают. Особенно те, которые посвежее, только подсели. А, люблю таких. Ты какой-то напряженный, а? Давай выпьем, покурим, отдохнем. Да нет, домой я поеду. Голова раскалывается. На звонке. Ну, давай. Да. Добрый день. Здравствуйте, Валерий Андреевич. Здравствуйте. Проходите, садитесь. Благодарю. Ну, что ж. Я, наконец, проанализировал все материалы по вашему мячу. Так. Ну, я готов поделиться результатами. И очень вовремя, Валерий Андреевич. Слушаю. Это военные. Не знаю, отставные или действующие, но это военные. Ну, во-первых, они используют тактику рассредоточения. И это характерно для военного спецназа, так как велик риск попасть под миномет, гранатомет или снаряд. Если не рассредотачиваться... Ну, понятно. То погибнет вся группа. Именно. Так. И плюс в условиях войны другие задачи. Выявить очаг и погасить. Выявить и погасить. Выявить и погасить. Милицейский спецназ действует немного по-другому. Группа держится плотно. Опасности поражения взрывом нет. Очаг известен, цель задана. И если один боец падает, другие должны быть рядом. Один оттаскивает, другие прикрывают. Снайпер военный однозначно. Он выстрел из стекла автомобиля, надеясь убить водителя. Стекло оказалось бронированным, а он не знал. Бестолково потратил выстрел. Хотя мог бы вывезти транспортное средство из строя, прострелив колесо. Или двигатель. Ну, так ведь... Так что он позже и сделал. Сообразительный. То есть вы хотите сказать, что он не привык работать в городских условиях? Не привык. И его никто не прикрывал. Судя по гильзам, найденных на стрелковой позиции, он был один. У военных снайперов всегда прикрывает автоматчик. Значит, просто не хватило людей. Учитывая то, что у нас есть гильзы и пули от пяти разных типов оружия. Их было пятеро? Или, как вы говорили, их может быть больше? Скорее всего, их немного больше. Их удары точны. Они информированы. В группу входят те, кто отвечает именно за это. И я боюсь, что вот эти люди могут носить погоны. Как они выбирают своих жертв? По какому принципу? Ну, понятно, что все жертвы преступники, но... Они не копают глубоко. Они наносят удар по самому очевидному. Назовите три первые ассоциации на слово криминал. Быстро. Банда, убийства, наркотики. Вот. Ваш ответ среди этих слов. Завтра нам придется поработать. Ситуация осложняется тем, что цели придется уничтожать среди белой дни. Распределим силы. Антон. Чижик, работаешь со мной. Берем на себя двух барыг. Коля, Костян. Вам достанутся остальные трое. Придется постараться. Я им помогу. У него подруги сына в шестнадцать лет на героин подсадили. Сочувствую. Но ты должна понимать, это не личная месть. Для тебя, может быть, и нет. А для меня, да. А с пацаном что? Умер? Нет, он в тюрьме сейчас. Сидит за убийство. Своей матери. Убил мою подругу за двести пятьдесят рублей, потому что шурнуться надо было. Хорошо. Работаешь с Костяном и Колей. Лен, ты на дежурстве. Поняла. Все, теперь всем спать. Завтра будет тяжелый день. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, Макс. Привет, Таня. Слушай, мне так неловко после того вечера. Ты не звонишь, я думаю, может, ты обиделся. Пойми, Макс. Танюха, Танюха, перестань. Все в порядке. Не волнуйся, я все понимаю. Сам же так работал. Спасибо, дорогой. Ну, если ты не против, может, мы продолжим? Против? Да я обеими руками за. А как насчет сегодня вечером? Сегодня? Сегодня, сегодня. Что у нас сегодня? Вечером? Ну, в принципе, да. Можно поужинать. Если на работе не задержусь. Хорошо, я перезвоню. Пока. Всем привет. Привет. Сделал? Показывай. Ничего себе. Круто сделал. Спасибо. Антон. Во сколько у тебя встречи? В три. Всем внимание. Обе наши группы начинают работать в два. В три действует Антон. Макс. Подожди, он что, один туда пойдет? Он сам так решил. Антон, ну, может, тебя кто-нибудь подстрахует? Ну, так же нельзя. Ну, вы что? Можно. Нужно. Мы сами это выбрали. Нельзя бороться с этим дерьмом, ничем не рискуя. Все готовы. Не пуха. К черту. 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Он точно там? Да точно. Он либо здесь, либо в том клубе. Он кто-то типа совладельца. Иначе бы не смог так легко толкать дурь. Сегодня он здесь. Тогда, может, лучше заведем? Да зачем? Я позвонил, он сам выйдет. О, вот и он. Ну, здорова. Привет. Это Макс, он свой. Привет. Поехали, мы же пивка попьем, проветримся. Не вопрос. Давай, за руль. Слышишь, Чиж? А? Ну, вы тут с Буратино и нажестили в прошлый раз. Этот чел, ну, с которым ты сцепился. Ну, у которого Бур кишки-то прострелил. Да понял я. Ну, короче, он сдох, прикинь, да? Мусора приехали, такой жути нагнали. Но мы вас отмазали. Сказали, что никто ничего не видел. А куда едем-то? В лес. А? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не дергайся. Вперед. Слышь, сучара, ты из мусорни? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я зашла. Ты рана. Ну, откуда я узнаю, когда она выйдет куда-нибудь? Понял. Ты ее вырубила? Да. Может, сама все сделаешь и уйдешь? Я обещала помочь, но я никогда никого не... Ладно, ладно. Жди нас. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Эй! Эй! Встали! Быстро! Глаза в пол! Мобильники на стол! Пошли в ванну! Бегом! Сколько лет? Восемнадцать. Шестнадцать. Не убивайте нас. Я люблю ее вам. Сколько лет колетесь? Два года. Чего вам в жизни не хватает, а? Чего вы вообще здесь делаете? У Рыжей клево. Можно трахнуться. Она разрешает. Иногда доза в долг дает. Уроды! 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 Раду, перетереть надо. Да не дергайся ты, свои люди направили. Да подойди сюда, не бойся. Все нормально, не дергайся, слышишь? Стой! Раду, стой! Ну ты маньяк. Сказали мне в военкомате и записали в ВДВ. Я его посмотрел, он чистый. Кто бы сомневался. Егор, друг мой, проходи. Рад же, дружище. Привед. Ну что, приступим? Да, только нас ждет долгая процедура пересчета и химического анализа. Мне нужно, как это говорят, вежливо... В уборную? Проводи. А деньги я... Не волнуйся, куда они делаются? Я скоро. Спасибо. Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Красотичка-то какая! А погодка-то... Э, где пивасик-то? В багажнике. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Посмотри. Чиж, а что это такое? Ну, бери в карман, потом объясню. Как скажешь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Знатная вещь. Продаёшь? Мужики. Мужики, вы чего? Ну, хорош, а че я вам сделал-то, а? Мужики, да ладно вам! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А, что, патроны кончились? Попал, а? Вот че ты, егом? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Признаешься виновным и приговариваешься к смерти. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Оттащи ее в комнату. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Коль, здесь ванны двое подростков. Они под кайфом. Дети совсем еще. Они тебя видели? Нет. Мобилу забрала? Да. Ты что не сказала, что здесь еще кто-то? Да успокойся ты. Это не человек уже. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Эй, тебя как зовут? Валера. Ты давно здесь? Я здесь живу с женой. Хренеть, семейка. Бать моя, ты на гниезвись. Ну еще бы, Герыча не такое делает. Ты давно колешься? А? Колешься давно? 15 лет. Больно. Что с малолетками в ванной будем делать? Давай здесь оставим. Там замок хлипкий и дверь дерьмо. Они пару раз стукнут и вывалятся. Это что? Яд. Лена, давай. Ты молодец. Иди в машину. Что? Что? У тебя еще есть? Да, здесь осталось. Ему тоже. А его за что? Не за что. Из жалости. У него гангрена, 15 лет стажа. Ходячий мертвец только мучается. Я в машине подожду. Вот он. Он здесь почти всегда с клиентами встречается. Вон, смотри. Что, еще кого-то ждет? Конечно. Он сразу нескольким торчкам стрелку забивает. Ладно. Я пошел. Перепрыгивай за баранку. Угу. Сразу подхватишь меня. Все быстро делай. Да. О, здорово! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я их всех убил. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мне сейчас плохо будет. Я не думал, что все так. Тошнит, что ли? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да нет, нормально. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Они все такие беззащитные. Да, конечно, они твари. Столько людей погубили молодых. Но это все... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Задержи дыхание. Выдохни. Успокойся. Что-то как-то машина ведет. По-моему, правая задняя спустила. Ну, давай, остановись, я вгляну. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да вроде нормально все. Да. Где вы? Двоих отработали. Кастера и эту бабу. Остался наш старый друг Буратино. Чишь от меня смылся. Наверняка хочет его спасти. Что? Быстрее давайте. Если он... Он же всех нас видел. Поняли, едем, все. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Иду, иду. Кто? Давай быстрее открывай. Что у тебя с мобилой? Я спал. Тебя валить надо. Давай быстрее собирайся. Тебя убить хотят. Кто? Быстрее давай. Я тебе потом расскажу. Давай быстрее. Да что ты там тянешь? Сейчас шмотки беру. Беги. Не надо. Тихо, тихо, тихо. Не надо. Тише. Ты уже не поможешь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Звони Савкину, пускай сюда едет. Алло, мы у перехода. Приезжай скорее. Чистый. Давай, давай, валим отсюда. Свидетели есть? Ага, трое. Отлично. Готовы дать показания? Это очень хорошо. Да, да. Что с ним? Пуль в плечо. Царапнула по кости, но перелома нет. Пулю я извлекла. Кровопотеря приемлемая. Крепкий он у нас все-таки. Ну как? Всех. А вы? Мы тоже. Он что-нибудь говорил, Лен? Он бредил. Он полную сумку стволов притащил. На некоторых кровь. Понятно. Всем внимание. Сегодня никто никуда не едет. Остаемся здесь, следим за событиями. Смотрим телек, слушаем радио, читаем интернет. Надо понять, насколько чисто мы сработали. Молодец, Костян. Поделай чего-нибудь. И что вы теперь со мной сделаете? Если бы мы были в официальной госслужбе, я бы тебя к нагораде представил. Абсолютно серьезно. Ты же сделал больше всех нас вместе взятых. Благодаря тебе всю эту наркоцепь вскрыли. Но я же чуть всех не поставил. Ты тут совершенно ни при чем. Если кто виноват, то я. Я же видел, что ты с ним сдружился. По-другому я быть не могу. Тут ничего не поделаешь. Поэтому я взял тебя к себе в пару. А потом расслабился. Думал, все прошло. Ловко ты меня с этим колесом развел. Я даже не заподозрил. Пойдем к остальным. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Егоров слушает. Адрес. Свободы. 19. Еду. СЕЛОВАННЫЙ ЗВОНОК Егоров. Я знаю, свобода 19 съедут. Что? Вы ничего не перепутали там? Какая? Так, мне на свободу надо заехать, там похожий случай. Ну, ждите, еду. Вить, до тебя дозвониться, как до Кремля. А, я знаю, у Свободы Сходницкой. Что Свободы Сходницкой? Я по поводу коттеджа. В каком коттедже? Так, понятно. Значит так, звонили из нашего ФСБ. В коттедже на Волкованке была бойня. Сбыт большой партии героина. Четыре трупа, наркота по всему дому. И Витя крепись. Наша карта с мечами. Блин! Алло, едем, е... Чего? Где? Так, сколько всего? В общем, так. Как сможем, будем. Ждите. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Поехали. Всего шесть мест. Десять трупов. И это уже за один день. Слушай, Вить, а может быть их действительно много? Очень много. Двадцать, тридцать. Невозможно. Где взять денег для существования такой группы? Ну, они же забирали деньги. Ну, этого мало для двадцати, тридцати человек. Такое количество людей допустимо, если предположить, что какая-то госслужба создала секретный отдел. Ну, такое возможно? Наверное, если бы не карты. Да и нам бы так свободно никто не дал копать. Сработали бы чисто и красиво. Да, а эти наоборот хотят огласки. Пугают. Преступников? Всех. Слушай, Вить, мы хотели это скрыть от журналистов. Как думаешь, теперь получится? Думаю, теперь нет. Ну, раз нет, значит, надо их использовать в своих целях. Давай, давай, Иваныч, давай! Еду, еду! Государства в последующем были приватизированы, пришли на эти объекты. Часть, значит, закона, путем часть, криминальным переделам, беспределам, которые они забрали и начали... Я очень есть хочу, сама, но ничего не было. Так, минералку ты заказываешь? Все, здесь. Отлично. Его купил? Да, конечно. Давай. Я не хочу. Надо. Вот спицей помогу. Тихо, тихо, тихо. Новости. Новость с пометкой срочно. Тихо, тихо. Как раз сообщалось ранее, в Москве сегодня произошла серия убийств, которые связывают с одиозной в последнее время группировкой МИЧ. На этот раз в течение дня народные мстители записали на свой счет 10 убитых. Мы теперь народные мстители. Тихо, Костя. Правоохранительными органами и городскими властями назначено вознаграждение в размере миллиона рублей за достоверную информацию об этих людях и три миллиона рублей за информацию, которая приведет к их поимке. За каждого участника группировки. Так много. Жаль, что меня на работе так не ценят. А что же теперь будет? А теперь весело будет. Да, кому-то на здорово попортили кровь. Уэу, к вам эсткви море тут успутат. Тот страшен, кто за благо почитает смерть. Ну почему, Оля? Ну почему все так? За что меня Сашеньку отняли? За что? У меня ведь сын хороший был. У меня друзей много было. А вот где они все? А почему никто не пришел? Я не знаю, что это, Наташа. Я всех обзвонила, как вы просили. Они сказали, что придут. Они думают, что Сашка, мол, собак был. Сам с крыши спрыгнул. Но не мог он этого. Не мог. Наталья Сергеевна, примите наше соболезнование. Спасибо. Спасибо. Оля, ты что? Ничего тебе, а то что впорядке я... Ты просто показал. Десять трупов за один день. В шести разных местах. Самая крупная акция наших мечей. Ну, по крайней мере, пока самая крупная. Что связывает убитых? Все они так или иначе были связаны с наркотиками. Правильно. Есть еще одна связь. Эксперты установили, что героин, который обнаружили в коттедже на Волоколамском шоссе, идентичен тому, который обнаружили и у остальных убитых. Видимо, один канал поставки сбыта. Верно. Верно. Вот эти четверо убиты в доме на Волоколамке. Там же найдена наибольшая часть героина. Стало быть, это поставщики. Остальные мелкие дилеры. И главный у поставщиков, судя по всему, он. Ты выяснил, кто он? Да. Самир Абдул-Азиз, афганец, 66-го года рождения, в Москве с 85-го года. Учился в Институте дружбы народов. До конца 90-х занимался в России бизнесом. 8 лет назад привлекался за наркоту, осужден не был. Видимо, откупился. Скорее всего, он отвечал за поставки героина в Москву. Но не он главный организатор всего предприятия. Почему так думаешь? Организаторы обычно руководят со стороны. На сделки посылают своих исполнителей. К наркоте они близко не подходят. А там весь дом усыпан героином. Кстати, чей это коттедж? Это афганцы? Выяснили, пожалуйста. Неделя прошла, Слава, неделя. Вы выяснили, кто расстрелял Самиру и всех его продавцов? Пока нет, но занимаемся. Сказал бы я, чем вы тут все занимаетесь. Кто-то одним махом лишил нас порошка на пол лимона баксов. И за один день перебил всех наших сбытчиков. Вот-вот придет новая партия. Ты что, предлагаешь, чтобы я ее сам продавал? Кто мог это сделать, а? Кто-кто-кто? Наркоманы, конкуренты. Пробить через ментов. Район прочешите. Торчков опросите. Игорь Алексеевич, поверьте, делаем все возможное. Пока я несу одни убытки, Славчик. Убытки. Никаких результатов я не вижу. Никаких. Чем еще порадуешь? Звонили из Кабула. Напомнили, что мы не рассчитались за прошлую поставку. Господи, вот черки, а. А чебуреки долбанные. Ладно, расплати с нами. И пусть новую партию вышлет. Нельзя прекращать поставки. Мне нужен новый рынок сбыта всего этого дерьма. В самые кратчайшие сроки. Я не знаю. Это будет очень непросто. Что? Что ты сказал? Что ты сказал? Это будет непросто. Непросто не будет с тебя живого шкуру содрать. Я это сделаю, ты меня знаешь. Новых барыг ко мне приведи. Сам отбери. За каждого головой своей будешь отвечать. Найди новое место, где героин хранить. Коттеж на Волоколамке засветили. Профуфукали. Где работать теперь будем. А помнишь, как вы с Сашкой в Крым ездили? Потом долго об этом вспоминала. Жалко, что вы расстались. Были бы вместе. Может, с ними не случилось бы ничего. Сейчас я тебе что-нибудь покажу. Да это же Сашка на меня уйдет. Да. Вон его до последнего. А возьми, почитай. Там и про тебя, кажется, что-то есть. Я специально создал ЧОП, который ты, между прочим, возглавляешь. Создал, чтобы мы спокойно делали наш маленький бизнес. У тебя в подчинении 70 подготовленных бойцов. Скажи мне, пожалуйста, какого хрена мне вас всех содержать и готовить? Отрабатывайте бабло, которое профуфукали. Иди работай, мне переодеться надо. Пойду, чай еще поставлю. Четвертый апреля. Сегодня в центре города встретил Черепанова. Он шел по противоположной стороне улицы. Я сначала подумал, что ошибся, потом пригляделся. Точно он. Шел долго. Меня вроде не видел. Сделал запрос. Все подтвердилось. Сказали, что эта мразь вышла по условно-досрочному освобождению. Не удивлюсь, если снова начнут находить тела задушенных и изнасилованных девушек. Ну, нашла, где про тебя написано. Все. Пока. Не понял. Кто это? Подруга прообедается еще. Заходи. Ну, что у тебя с ней серьезно все? Более чем. Значит, ты как встречаешься у нас с капитаном милиции? Хуже. Она следователь у Бопа и моя давняя подруга. Ну, и чего там плохого? А что хорошего? Знаешь, чем она занимается? Нас ловит. В смысле? В прямом. Она расследует дело так называемых мечей. То есть нас. Так вот, откуда ты всю информацию берешь, кап. Ловко? Что ловко? Я не из-за этого с ней встречаюсь. Просто так вышло, а теперь не знаю, что делать. А если, не дай бог, нас поймают? Тогда я на работе вообще кранты. Ну, это, наверное, не мое дело. Но в том, что ты у нее ходом следствием интересуешься. В этом ничего такого. Мы же не бандиты какие-нибудь. Мы хорошее дело делаем, людям помогаем. А то, что у нас методы не очень легальны, это... Кому ты это будешь объяснять? Может, тебе с ней по душам поговорить? Про нас рассказать? Она нам помогать будет. Вот смотри на тебя, Костя, не удивляйся. Вот ты вроде не совсем дурак. Но иногда что-нибудь как ляпнешь. Если она сама узнает, это хуже будет. А тебе ей все равно когда-нибудь рассказать придется. Вот это-то меня больше всего не беспокоит. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты меня напугала. Я подумал, к нам кто-то забрался. Да нет, это всего лишь я. Заехала ненадолго. Антон где? Они с Леной на перевязку уехали. Скоро будут. Слушай, я никак не могу этот ящик открыть. Помоги, пожалуйста. Давай. Тебе не как ствол понадобился. У тебя вроде свой был. Да я из него наркодиляра застрелила. И Костик его на месте оставил. Я надеюсь, никто не будет возражать, если я этим попользуюсь. Пользуйся на здоровье. Надеюсь, он тебе не понадобится. Я тоже на это очень надеюсь. Чего грустная такая? Случилось, что ли? Да так. Друга убили. Работали вместе. Его один ублюдок прикончил, которого мы в свое время закрыть пытались. Сочувствую. А пистолет-то зачем? Ты с ним как-то спокойней. Тебе угрожают? Да нет. Все в порядке. Мне пора. Увидимся. Надеюсь, у тебя что-то важное. Рассказывай давай. Патрой командующий по пазу. В общем, встретился я тут с одним ментом. И он мне кое-что интересное поведал. По поводу? Налет на наших людей совершила некая боевая группа меч. Их так журналисты прозвали. Где-то я про это уже слышал. А почему меч? Да из-за карт Таро, которые они оставляют на месте убийства. Типа, кишка их такая. За последние несколько месяцев совершили ряд громких акций. В основном это убийства преступников. Ну, говорят, что даже какого-то там судью продажного застрелили. Я вспомнил, репортаж по телевизору показывали. Они мэра какого-то подмосковного города из гранатомета замочили. Якобы он местный криминал возглавлял. Потом еще в газете я об этом читал. Успели проставиться. Я тут собрал кое-что интересное. Что здесь? Ну, это подборка материалов из интернета, газет по этой группировке. Но, опять же, предупреждаю, это все только так. Слухи, домыслы. Так, ладно. У тебя все? Да. Молодец, давай, я погнал. Да. Здравствуйте. Я вас внимательно слушаю. Что-то не похоже. Извините, пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо. Чем могу помочь? Меня интересует один из ваших подопечных. У меня их очень много. Кто именно? Черепанов Владислав Олегович, 70-го года рождения. Да, есть такой. Сейчас посмотрим. Освободился два месяца назад, отбыв пять лет. Серьезная статья у этого Черепанова, считай, легко отделался. Это точно. А что вы можете о нем сказать? Да ничего. Нормальный мужик, как говорится, образцовый, исправляющийся. На работу устроился, отмечается регулярно. Правонарушений нет. Рассказывал, что с девушкой познакомился, ну, и хочет на них жениться. Смотрите, какой молодец. Ну, а что? И такое бывает. За пять лет от ситки-то можно многое в жизни пересмотреть. А вы не могли бы дать мне его адресок? Очень хочется в этом лично убедиться. Конечно, пожалуйста. Привет, мужики. Мы по поводу микроавтобуса. А, это вы сегодня утром звонили? Да, да. Вот он. Ага. Нормальный аппарат. Я бы даже сказал, хороший. Так что пробег небольшой. Смотрите сами. Ну, слушай, я про этих братков. За них по телеку знаешь, сколько бабла обещают? По три ляма деревянных за каждого. Нехило так, слушай. Да, Нехило не то слово. Я же знал бы я, кто они такие, заложил бы их всех разом. Ну, и дурак. А что эти парни скотов всяких отстреливают? Наркодельцов, убийц. А ты заложить их? Знаешь что? Нельзя такой шанс упускать. По три ляма за каждого. А если их там хотя бы человек пять, а? Пятнадцать миллионов. Это же несколько лет можно как в шоколаде жить. Не работает. Мужики. А это вы про кого? А, да по телеку тут на днях показывали. Бандиты какие-то по всему городу ездят, мочиловы устраивают. Их еще меч называют. Не слышал? Ну, как-то так. Ну, вот скажи, вот скажи ты ему. Вот если бы ты знал, кто они такие, не сдал бы их за три миллиона-то, а? За три ляма-то не сдал бы их? Да я бы за сто, наверное, не сдал. Они же не ради себя стараются, а для людей. Грязь всякую вычищают. Еще один защитник нашелся. Я ничего не понимаю. Ребята, вам что, бабки не нужны, а? Вот мне эти мечи, например, ничего хорошего пока не сделали. С какого я должен их покрывать, а? А с такого, что они под пули лезут вместо тебя, жизнью своей рискуют, а ты их за бабло готов сдать. Слушай, а ты уверен, что они это не ради наживы делают, а? Я уверен. Костя, на стын все. Прокатиться можно, мужики? Не вопрос, поехали. Ты что, так завелся-то? Что-то обидно стало, Кэп, не могу, блин. Успокойся, терпи. Ляпнись, че-то лишнее. Ты им все объясни, а я в сторонке понаблюдаю. Хорошо. Так, соберитесь все. Все вы, так или иначе, занимались продажей наркотиков, травы, синтетика, кокаина, ну и так далее. Теперь вы будете торговать вот этим. Чистейший афганский героин. Три семерки, если это кому-то что-то говорит. Гера чемща барыжить стремно. Вон как чуваков недавно постреляли. Всех, кто на районе Геру отправлял. Ты не хочешь торговать? Валидывай. Но если что случится, мы будем знать, кто нас сдал. Да я вовсе не против. Так просто сказал. О безопасности не беспокойтесь. Мусора районные прикормлены. Так что, если прием или спецоперация ГНК, вас предупредят. А стрелки, мы о них позаботимся. Так, еще вопрос. Какими объемами будем торговать и перед кем отчитываться? Объемы большие, а отчитываться будет у вас человек, не я. Ну и о зарплате. Наша цена 1300 рублей за грамм. А дальше накручивайте, сколько хотите. Но если будете бодяжить... Кому стучишь? Мусорам ГНК? Ну что, я негому не стучу. Ну говори, мусорам стучишь? Ты торчок вонючий. А вдруг он, правда, не стукач? Осторожность. Лишнее не бывает. Надеюсь, я понятно объяснил, что будет со стукачами. СИГНАЛ 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 С ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ба! Кого я вижу? Вот уж кого не ожидал в гости. Ну, здрасте, здрасте. И чем обязан? Да вот пришла посмотреть, как тебя отморозка из тюрьмы-то выпустила. Так вел себя хорошо, вот отпустили. А на похороны следователя порно чего приперся? Это же я тебя там видела? Меня? А что это запрещено законом? Кстати, сожалею по поводу его смерти. Хороший был следак, профессионал. Хотя настоящий профи не станет улики подбрасывать и невинных людей в зону запирать. Я рад, что он сдох. Это ты, что ли, невиновный? Да если бы я тогда могла, я бы тебя на пожизненное упекла. Так ведь не смогла. Не смогла, потому что у вас на меня ничего не было и нет. Тот эпизод, что вы доказали, все улики фальсифицированы, ты это знаешь. И я это знаю. Я из-за вас пять лет жизни потерял. Да мало. Да за то, что ты со своими жертвами сотворил, тебя расстрелять надо. Это ты порно? Ну, ведь он же не сам с крыши спрыгнул. Ну, чего ты молчишь, скажи. Здесь же свидетелей нет, я же тебе ничего предъявить не смогу. Я знаю, что это ты сделал. Докажи. Ничего. Я еще до тебя доберусь. А что тянуть-то, а? Давай прямо сейчас и посчитаемся. И запомни, падла, если ты ко мне хоть раз сунешься, я тебе башку прострелю. Пока что это ты ко мне суешься. Влад! Что здесь происходит? Кто это? Да ничего, Настя, это так. Старая знакомая зашла. Она уже уходит. До свидания. Еще увидимся. Фу! Вить, хорошо, что тебя застало. Пришел ответ позапросу по поводу коттеджа, в котором убили наркотельцов. Ну и чем? Это вагонцы? Нет, слушай внимательно. Дом стоит на балансе одной воинской части инженерных войск. Сам коттедж располагается неподалеку от воинской части. Очень интересно. Да. Получается, что кто-то из руководства воинской части сдал дом в аренду нашим наркотельцам. Так, есть у меня один знакомый в Минобороне. Попробуй у него узнать, что-нибудь о командире этой части. Игорь Алексеевич, можно вопрос? Да спрашивай. Я по поводу парня, которого вы сегодня застрелили. Хочешь знать, зачем я это сделал? Да, возможно, он и не стучал. Но он сам торчок. Я их заверстучую. Таким нельзя торговать. С ним рано или поздно проблемы возникают. Забудь про него. Ты мне расскажи, что там по поводу этих мечей. Да ищем. Всех наших напряг район прочёсывают. Наркоманов местных опрашивают. Так. Обязательно что-нибудь выясним, я уверен. А куда вы денетесь, Славчик? Куда? В противном случае я вас всех в расход пущу. И новых ребят наберу. Ты пойми, Слава, весь наш с тобой бизнес – это война. А на войне – либо ты, либо тебя. Нет, ты меня не понял, Слава. Хорошо. Я тебе сейчас кое-что расскажу. Знаешь, почему я этим стал заниматься? Я – боевой офицер. Треть жизни на войне провёл. И вдруг эта наркота, грязь эта, вонючая, за которую наркоманы готовы маму родную продать. Просто однажды я жизнь свою возненавидел. У меня всё было. Жена, сын Валерка. 16 лет всего было. Мальчишки ничего ещё не увидел. Пошёл на дискотеку с другом. Менты придрались. Все документы, вещи, деньги забрали и били. Били, 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 били его. Друг выжил, инвалидом остался. А Валерка – нет. Я искал этих, сука, сколок везде. Кто, где, когда, где? Как овсин, кугорох. Мусора и всё. Я не смог этого вынести. Рапорт написал, что меня на юга отправили подальше. А я из Чечни приехал, а дом пустой. Да, я тогда двух друзей в бою потерял. А жена к другому ушла, к умерсу какому-то. И тогда я понял, что ничего в этой жизни нету. Ничего хорошего в этой жизни нету. Дерьмо одно собачье. Давай. И вот тогда-то я и вспомнил о своём связном в Афгане. Вон там мак сосон в горах врачевых. Через полгода я заработал 50 тысяч баксов. Теперь по поводу этих робингудов, недобитых, мечей этих, я тебе так скажу. Если они хотят со мной воевать, то пусть знают, что я хочу сдохнуть больше, чем они хотят жить. Найди мне их. О, правильно, пацаны. И вообще всё это бурако отсюда выносить. Всё лишнее, чтобы было куда-нибудь поставить. Ага. Привет. Привет. Привет, Оль. Привет. А, чего это происходит? Да вот пока есть свободное время, решили всё здесь обустроить. Докупили архотехнику, мебель, всё необходимое, чтобы у каждого было своё рабочее место. Кстати, микроавтобус купили на группу. Понятно. А работать когда будем? Надо переждать. Пока никакими глобальными делами заниматься не будем. Пусть шумиха вокруг нас повляжется. Ага. А то сейчас много желающих за нас вознаграждения получить. Ну, одного-то мы можем казнить? Кто такой? Владислав Черепанов. Занимался организацией производства амфетамина и экстраси. Кстати, в том самом районе, где мы отрабатывали канал сбыта. Мы его тогда упустили из вида, но он один из распространителей синтетической наркоты в этом районе. Можно? Меня клубный со многими чуваками знакомил, но его я первый раз вижу. Да я сама о нём случайно узнала. Мне следователь знакомый рассказал. Пока мы занимались этими наркодельцами, Черепанов был под следствием, и ты его видеть вообще не мог. А сейчас выпустили. И, скорее всего, за взятку. Я считаю, что его убирать надо по-быстрому. Он может заново наладить производство наркоты, и тогда уже не просто героин, а синтетические наркотики заполонят весь район. Он особо не прячется. Так что, пока есть шанс, надо им воспользоваться. Ну что, кто за? Одного можно. Я думаю, в нашем положении этого большого труда не составит. Коль, ты чего подвис? За или против? Не знаю, не уверен. Мне кажется, нам нужно самим убедиться в причастности этого Черепанова к наркотию. Ольга же сказала, что его с колесами взяли. Ты что, наших ментов не знаешь? Кто-то оговорил, они ему таблетки подкинули, чтобы бабла срубить. А мы вот так возьмем и убьем его. Просто так. И кто мы такие после этого, что по одному только подозрению казнить? Ты прав, Коля. Но я Ольге доверяю. Как и всем здесь присутствующим. Ольга у нас выполняет функции судьи. Если она говорит, что человек виновен, значит, наша задача его наказать. У вас все равно здесь большинство. И так решено. Доброе утро. Ну да, если у кого-то она добрая. Я тебя искал. Пойдем, провожу до кабинета. Что, случилось? Опять мяч? Да не беспокойся, ничего страшного. Навел я справки о командире воинской части. Ну, той, которой коттедж на Волколамке принадлежит. Оказывается, он известная личность в войсках. Об этом полковнике Комине мне вообще много чего хорошего рассказали. Мол, настоящий русский офицер, ни одна боевая операция за плечами, ранения, награды, у командования на хорошем счету. Да, только государственную собственность поставщикам Герана сдают. Да не думаю я, что он здесь как-то замешан. С его-то биографией. Но ты в любом случае встретись с ним, побеседуй. Может, что-нибудь расскажет интересное. Выши носом. Ну что, как тут наш наркобарон? Ушел куда-то. Костик за ним следит. Где он сегодня был? Утром в местное ОВД ездил. Пробовал там 20 минут. Вернулся домой, минут 15 назад ушел. Живет один? Да не с девушкой. Да вот он. В магазин ходил за покупками. Ну, что скажешь, Пинкертон? Ну, что скажу. Двор у него хороший. Хороший двор. Камер нет. Людей практически не бывает. Можно его прямо здесь завалить. Сквозной проезд. В общем, все как надо. Вариант. Так и сделай. Ладно, поехали отсюда. Ну, вы поезжайте, я еще побуду. Ну, хорошо. Игорь Алексеевич, можно? Проходи. Что у тебя? Есть информация по мячу. Один из наших торговцев, ну, которого они завалили, он в ночном клубе работал. Тут сообщи. Помню. Дальше что? Так вот, в тот день за ним заехал кто-то. И после этого его больше не видели. Ну, а труп потом у озера обнаружили. Так вот, мы посмотрели запись с камер наблюдения у входа в клуб, и они засняли, как он садится в машину. И у нас есть ее номер. Ну, и это еще не все. Мои парни тормошили Торчков, ну, и те сказали, что на районе терся некий чиж. С одним из наших барыг они якобы вместе героин продавали. Так вот, этот чиж, он тоже исчез. Но среди убитых его нет. Я думаю, его... внедрили к нам. Хм. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Я прошу прощения. Времени у меня совсем мало. Да, я, собственно, вот по такому вопросу. Мы расследуем убийство в одном из загородных домов в поселке Шилкино, непоналеку отсюда. Так. Так вот, оказывается, этот дом стоит на балансе вашей части. Хм. Вполне возможно. Вполне. У нас много объектов. А кого там убили? Четырёх наркодельцов. Плюс к этому в доме обнаружено большое количество героина. Около сорока килограммов. Можете это как-то объяснить? Хм. Нет. Никак. Я же уже вам сказал, у нас очень много объектов. Некоторые из них сдаются. Скорее всего, этот дом мы сдавали одним людям, а они по субаренде пересдали его другим. Такое же может быть? Ну да, в принципе, может. Ну вот. Извините, как вас зовут? Татьяна. Танечка, у вас ещё есть какие-то вопросы? Да, в общем-то, нет. Я прошу прощения, мне очень надо идти. Боец! Ко мне! Сержант Петров, прибыль. Оставит. Проводишь товарища капитана ДКПП? Есть. До свидания. Всего доброго. Спасибо. Скажи, а я видела, как самолёт заходил на посадку. Здесь что, поблизости есть аэропорт? Да, это он к нам садился. У нас есть своя посадочная полоса. А откуда прилетает самолёт? Да много откуда. В основном из Средней Азии. С нашей базы в Таджикистане. Ты что здесь делаешь? Разговор к тебе есть. Могу войти? Да, конечно. Проходи. Зачем ты собрала про Черепанова? В каком смысле собрала? В прямом. Я всё знаю. Никакой он ни наркодилера никогда им не был. Он отсидел пять лет за убийство и вышел по УДО. У меня хорошие связи на старой работе. Зачем ты хочешь, чтобы мы его убили? Да потому что он чудовище. И ты даже не представляешь себе, какое. Я была гособвинителем у него на суде. Мой приятель-следователь ловил его пять лет. Пока он продолжал безнаказанно насиловать и убивать. И наоборот. Это как? Вот так. В обратном порядке. Сначала убивать, а потом насиловать. Он сам признался, а потом взял и отказался от своих показаний. Ну что, признаваться будем ли? Чего? По закону его было не достать. Да пошел ты! Поэтому мы с Сашей подложили ему улику. Давай, давай, ищи! Мы смогли убедить суд лишь по одному из одиннадцати эпизодов и посадили его на семь лет. Опять он отсидел и вышел два месяца назад. Ты помнишь? Я тебе рассказывала, что у меня приятеля убили. Так это ты про него рассказывала? Сначала он убил Сашку, а потом угрожал мне. Если его не остановить, он снова возьмется за старое. Я в этом уверена. Он снова выйдет на охоту. Уже вышел. Уже вышел. Будем считать, что я тебе верю. Но все равно ты об этом должна всем рассказать. Я согласна. Ты своей ложью только все усложнила. Если б ты раньше сказала, этого Черепанова давно бы уже не было в живых. Ладно. Ничего не бойся. Я прослежу за этим уродом. А ты после работы приезжай на склад. Встретимся там. Спасибо тебе. Алло. Игорь Алексеевич. Самолет сел. Груз на борту. Хорошо. Принимайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черт. Черт, открывайся уже ты. Слушаю. Привет. Это я. Мне кажется, преследуют. Кто? Твой извращенец сидит в кабаке на своей улице. Я только что оттуда уехал. Буквально минуту назад его видел. Правда? Я, кажется, уже паранойить начинаю. Ну, ладно. Спасибо тебе большое. Еще раз до встречи вечером. Пока. О, девушка, извините, не подскажете, как мне двенадцатый дом нужен. А это красавица. Всем привет. А что вы на меня так смотрите? Ольга пропала. Как пропала? Куда? Мы не знаем. Два часа назад должна была приехать. На звонки не отвечает. И кто-то звонит. Смотри-ка, у нее волына. Спрячь, подъезжай. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Череп, дайте улочку на час погонять. Нет, братан. Это мой трофей. Ну, как договаривались? Если что, звони. Ой! СМЕХ Ну, смотри. Последнее за тебя отдаю. Ольгу Черепанова, я уверен, вот только где. Что делать будем? Надо осмотреть адреса, где он может быть. Время потеряем. Давай ее телефон по биллингу пробьем. Это очень долго. Ты забыл, где я работал? Паш, здорово. Такая тема. У моего друга дочка психанула, из дома сбежала. Куда не знаем. А можешь ее телефон пробить, где находится? Я тебе сейчас сброшу его. Давай, жду. Остается теперь надеяться, что телефон рядом с ней. И что она еще жива. Я пять лет мечтал об этом. Ты самая классная из всех, кто у меня был. На суде ты сказала, у меня было 11 жертв. Больше, гораздо больше. Но ты самая красивая. Они мне не нравились, они плакали, унижались, а ты борешься. И чего у нас с тобой много времени? Еще раз дернешься, я у тебя что-нибудь отрежу. Хочешь что-то сказать? Вот ведь сука. Че ты ржешь? А ты давай, давай, убей меня, давай. Я ведь знаю, зачем ты девушек убивал. У тебя же с живыми ничего не получается. Ты ублюдок неполноценный. Ты импотент, вонючий. Еще слово скажешь. Я тебя на лоскуты порву. Давай, давай, порежь меня. Давай, давай. У тебя же со мной живой ничего не выйдет. Заткнись, сука! Я же тебя сказал. Я убью тебя. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Все хорошо. Все хорошо. Тихо. Ты жива? Он мертв. Все хорошо. Тихо. 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 Все, все, все. Уходим, уходим. Уходим. Мы братачку тоже выяснили, которая у клуба была. Нашли, кому принадлежит. Знаем, где этот человек живет. Брать его. Зачем? Один он нам ни к чему. Пока просто наблюдайте. С кем общаются, куда ходят, где время проводят. А мы будем ждать, а потом ударим. Лови, кто может поймать. Сейчас, сейчас, дочеки мои, девочки мои. Сейчас, сейчас. Маленькие мои. Маленькие мои. Маленькие мои. Маленькие мои. Черт, черт. Стойте! Стойте! Подождите! Подождите! Стойте! 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 Тихо-тихо-тихо! Их увезли. Мне приснилось, что наших девочек отняли, а у нас увезли. Я пыталась догнать их, но не смогла. Мне было очень страшно. Хорошо, что это только сон. Я пойду разбужу их. Ира, подожди, не ходи. Их там нет. Тебе не приснилось. Господи! Это я! Я во всем виновата! Тихо-тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо! Ни в чем-то не виноват. Посмотри, посмотри на меня. Их найдут. Все будет хорошо. Не будет. Ничего уже хорошо не будет! Это наш стойчик. Что там еще такое? Второй случай похищения детей в городе. Накануне пропал 9-летний мальчик Андрей Назаров. Сегодня утром в районе 2-й парковой улицы были похищены две девочки, сестры Лапины, Света и Маша. Следствие пока не располагает информацией, кто мог это сделать. Как сообщил источник в правоохранительных органах, поиски пропавших детей пока не дали результатов. По факту похищения заведено уголовное дело. Вот фотографии пропавших детей. Если вы располагаете какой-либо информацией об их местонахождении, просьба позвонить по телефонам указанным на экране. Каким же надо быть подумками, что такое сотворить. Не знаю, мам. У родов много разных развелось. Привет. Это кто? Вчера тут познакомился с одной киской. Вон какая. Смотри, что пишет. Я люблю зажигать и не только. Ничего себе. Да, я же мачо любую могу поболтать. А ну-ка дай-ка кое-что проверю. Это ж мужик. Э, молодой, какой мужик? Ты на фотку посмотри. А ты анкету смотри. Пол мужской, фамилия, имя, отчество. Вжохов Сергей Валерьевич. Костя, боюсь тебя расстроить, но по ходу дела у тебя всю ночь гомик разводит. Костя. Всем привет. Привет. Вижу вас тут весело. О, да. Константин интернет осваивает. Нужные знакомства заводит. Привет, привет. Как рука? Вроде все уже. Ты чего такая грустная? Зачем еще? Нет, ничего, все нормально. Ну ладно, хорош добавляться. Раз все сборим, давайте за работу. Ольга, ты говорила какое-то новое дело? Да. Извините. Можно сказать? Я не знаю, слышали вы или нет, но за последние два дня было похищено трое детей. Вчера в новостях передавали. Да, мальчик и две девочки, кажется. Да, я тоже слышал. Вот, я подумала. Может, мы их поищем? Ну, ими же вроде следственная группа занимается. Так пусть продолжают. У нас же свое дело намечается. Мы же не можем всех подряд спасать. Да, мы же не супермена. Ну, это дети. Маленькие дети. А вдруг их не найдут? Что тогда? Ну, мы же можем что-то сделать? Например? Провести свое расследование. Ну, вы же лучше меня знаете, как это делается. Вчера показывали их родителей. Да на них смотреть больно. Страшнее горе не придумаешь, наверное. Я как представлю, что могла оказаться на их месте. Да. Наверное, это не наше дело. Извините, что отвлекла. Подожди, Лен. Раз уж мы принимаем все решения путем голосования, давайте проголосуем. Кто что думает? Нет. Я тоже поддерживаю Лену. Да и я не то чтобы против. Но мне правда кажется это бесполезным. Мы просто продублируем уже сделанную работу и все. Одна голова хорошо, две лучше. Я тоже за. Так что четверо, большинство голосов. Займемся поисками пропавших детей. Ольга, собери максимум информации об этих похищениях. Я сделаю. Спасибо. Привет. Знаю, знаю. Опоздал, прости пожалуйста. Как на работе? Как твои народные мстители? Всех поймали? Да и если бы. Последний раз такое выкинули. Десять убийств за один день. И все они. А у нас опять ни одной зацепки. Чистенько так сработали и испарились. Надеюсь надолго, иначе Егорова крыша поедет. Да и у меня тоже. Слушай, давай вообще про них не будем. Ну, как будто их нет. Давай, сама устала. Закажешь ли они? Слушай, вчера в кои-то веке решил новости посмотреть. И тут на тебя, трое детей пропали. Ты не в курсе, как там их поиски продвигаются? Да никак пока. Я знаю ребят, которые занимаются этим делом. Наши следователи. Хотя ищут не только наши, но и... А следственная группа-то нормальная? Кстати, а почему не вы? Вы же одни из лучших. Такие вопросы задаешь, как будто никогда у нас не работают. Ну, кто был менее загружен делами, того и назначил. Такие дела ведь годами могут длиться. Не дай бог. Ну, а кто знает, для чего этих деток похитили? Ну, да. Это те, кого мы будем искать. Мальчик Назаров Андрей. Похищен позавчера днем на юго-востоке Москвы. Девочки и сестры Лапины, Маша и Света, пропали вчера на юго-западе. Все приблизительно одного возраста. Между собой знакомы не были. Продолжай. Есть одна свидетельница, старушка, которая видела из окна, как сестры садились в какую-то машину. Машина белого цвета. Но ни марку машины, ни номера она, естественно, не разглядела. Вот, собственно, и все, чем располагает следствие на сегодняшний день. Да, не густо. Слабовато работают. Мне тоже сказали, что следственная группа не самая лучшая, так что будем рассчитывать только на свои силы. Времени у нас мало, поэтому логичнее будет рассредоточиться по направлениям поиска. Искать будем по методу дедукции и индукции. От детей к преступнику и наоборот. Начнем с первого. Надо будет навестить родителей похищенных детей. Подробно расспросить их. Побывать в школах, где они учились. Пообщаться с одноклассниками, учителями, соседями, друзьями. Кто займется? Ну, я могу. В школе, например. Хорошо, только учтите. Тут важна каждая деталь. Расспрашивайте всех самым подробным образом. Я все понял, мы сделаем. Далее. Методом индукции. То есть, от преступника к жертвам. Давайте подумаем, для чего можно использовать похищенных детей. Трансплантация органов. Первая версия. Трансплантация. Вы с Максом как раз ей займетесь. У меня бывший однокурсник. Трансплантолог. Могу с ним познакомить. Он проконсультирует. Так, что еще? Ну, самое, к сожалению, очевидное. Педофилия. Правильно. Сюда же относятся съемки детского порно и детская проституция. Кто возьмет? Костик. Что надо делать? Тебе надо прикинуться любителям маленьких детей. И попытаться выйти на подпольные студии съемок детского порно. Я не буду этого делать. Сами посудите, какой из меня педофил. Поверь мне, они ничем от обычных людей не отличаются. Тем более, у тебя уже есть опыт общения с извращенцами. Хорош прикалывать. Давайте этим займется Чижик. Да. Твой Чижик сам еще ребенок. И потом у него будет другая задача. Какая? Сатанисты? Какие еще сатанисты? Те самые. В ВВД, где я работал, случай был. Какие-то уроды-маргиналы убили малолетнего беспризорника. А его тело потом использовали в своих ритуальных обрядах. Почему всякая хрень именно мне достается? Поменяемся? Ну, это шило на мыло, конечно, но сатанинская история это не про меня. Согласен. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Александр Лапин? Да, я в чем, собственно... Следственная группа ФСБ. Николай Савкин. Это моя помощница Елена. Мы можем с вами поговорить? Да, проходите. Спасибо. Мы хотели бы с вами поговорить по поводу похищения ваших дочерей. Но он нас уже допрашивал следователь из прокуратуры. Не помню, как фамилия. Да-да, мы знаем. Мы просто хотели кое-что уточнить. Да. Проходите в комнату. Здрасте. Это моя жена. Ира, по поводу наших девочек пришли. Присаживайтесь. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что произошло? Вы знаете, меня в тот момент не было дома. Насколько я знаю, Ира собиралась их вести на тренировку в спортшколу. Это было около полудня, кажется. И с четверти двенадцать. Я очень торопилась, никак не могла найти ключи от машины. Я не хотела, чтобы они опаздывали на тренировку. Их тренер очень любит, когда дети опаздывают. Алло, Саш. Слушай, ты не видела на ключи от машины? Что? Так, прекратили сейчас же? Мне жарко, можно на улицу? Идите на улицу, ждите меня возле машины. Не догонят, не догонят. Ай, ай, ай. Он не догонит. Он не догонит. Ай, ай. Ай, ай. Ай, ай. Девчонки. Готово, спасибо. Девчонки. Девчонки. Спасибо. Миша. Маша, Света! Маша! Маша, Света! Когда я вышла, их уже не было. Я обыскала все, побежала в соседний двор, в магазин, стала опрашивать прохожих, соседей. Никто их не видел. Скажите, а, может быть, вы кого-нибудь подозреваете? Ну, из тех людей, которые вам знакомы. Партнеры по бизнесу, родственники. Да нет, что вы. Я не знаю людей, которым нужно было похищать наших дочерей. Наши дети знали, что нельзя разговаривать с незнакомцами. Я уверена, что их затащили в машину силой. Они знали, что нельзя разговаривать с незнакомцами и тем более куда-то с ними ехать. Ох, тихо. Ее. Извините. Да, да. Мы пойдем. Как только что-нибудь будет известно, мы вам обязательно сообщим. Сейчас. Ну что, хакер, нашел форум антихристов? Да вот, есть один, сижу и изучаю. Ну-ка, ну-ка. Ой, как все мрачно. Да, они же уроды моральные. Эта кость называется субкультура. Закрышись с кем-нибудь из этих придурков на форуме. Представься независимым журналистом. Мол, собираешь материал об оккультизме и жертвоприношениях. А что, это идея. Все пробую. Ну вот, теперь будем ждать ответ. Что вас интересует? Это есть. Чего? Порно есть. Есть порнуха? Нет. Что-нибудь интересует? Да. Есть эротика? Парнюха, что ли? Да. Вот. Мне не это нужно. А что надо? Разное есть. А с детьми есть? Ты че, парень? Дурак, иди отсюда. Тихо, тихо. Что интересует? Мне парнуху надо. Парнуху тебе надо? Да, с детьми. С детьми тебе надо? А больше ничего не надо? Охрана! Охрана! Стоять! Присмотреть за коваром, сейчас западу. Хорошо. Все. Слушаю. Алло. Все, хватит мне этой педофилии. Идите вы все! Что случилось? Меня только что чуть не прессанули тут. И все, я пас. Нет, ты не пас. Ты сам взялся за это. Так что доводи до конца. Если хочешь доказать, что чего ты стоишь, у тебя есть отличная возможность. Ищи, где можно заказать съемку. Я слышал, ты кое-что ищешь? Да, ищу. Могу показать. Покажи. Слушай, а можно сделать порно-съемку с детьми? Только с моим сюжетом. За бабло можно все. Но это очень дорого будет стоить. Бабло? Это не проблема. Оттуда поехали? Поехали. Да, Лена мне звонила. Говорила, у вас есть какие-то вопросы ко мне. И так я вас внимательно слушаю. Дело в том, что мы из частного детективного агентства и расследуем похищение ребенка маленького. Хотели узнать у вас про подпольный рынок трансплантации органов. Кино насмотрелись, да? В России такого рынка не существует. Это факт. Возможно, в странах третьего мира и похищают детей с такой жуткой целью, но только не у нас. Для того, чтобы трансплантировать органы, нужны высокопрофессиональные, специализированные центры. Ну, как этот, например. Ну, так может быть, где-то подобный центр уже и существует? Трансплантология – это очень узкая область медицины. Все друг друга знают. Поэтому слухи расходятся моментально. Если бы кто-то создал подобный центр, я бы непременно об этом знал. Понимаете, есть органы, да? Ресурсов для того, чтобы пересаживать эти органы нет. Я закурю? Да, конечно. Спасибо. Нравится? Угу. Это мое творчество. Угу. Я от Шустрова слышал, ты киношку снять хочешь? Да. Только с моим сюжетом, если можно. Ну, с моим условием. Я в главной роли. Очень детей люблю. Я тоже. А сколько детишкам лет? Разные. Есть мальчики. Есть девочки. Лет 9-10. А фотки можно посмотреть? Фотки. Можно. Хорошенькие. Музыка. Хорошенькие. Музыка. Мне позвонить нужно, можно? Можно. Это старая фотография. Андрюшка здесь во второй класс пошел. Сейчас он уже в четвертом. Скажите, а его мама с вами не живет? Мама? Она умерла, когда Андрюше было три года. Я его один воспитываю. Николай, вы не выпейте со мной. Вы не подумайте, что я какой-то там пьяница. Я вообще не пью. Сейчас приходится. Ну, давайте немного. Вы знаете, никогда не понимал пьющих людей. А вот сейчас понял. Выпьешь. И вроде как легче. А потом, как накатит. Извините. Я не привыкший. Скажите, а Андрюша сам не мог уйти из дома? Может быть, он обиделся на что-то или на кого-то? Нет, ну что вы. Сам бы он никогда никуда не ушел. Андрюша очень домашний ребенок. Он когда гулять уходил, он всегда вовремя возвращался. Иногда даже раньше положенного времени. А тут нет и нет. Я до вечера подождал. Потом в милицию побежал. Скажите, а... Зачем мой сын кому-то понадобился? Пока не знаю. Вы извините, но... Если с Андрюшкой что-то случится... Я либо с ума сойду. Либо покончу с собой. Без него мне незачем жить. Понимаете? Извините. Да. Привет. Помощь твоя нужна. Молодой звонил. Хочет, чтобы мы подъехали. Я понял. Еду. Мы его найдем. Обязательно. Я обещаю. Все, мне пора. Зачем Jonas? Сейчас. Что вы ее? Стоп! Стоп! Деньги нужны? Деньги возьми в шкафу и вали из моей хаты! Понял? Деньги в шкафу возьми и вали! Детей ты любишь! Детей любишь! Вот так мне нравится! Вот так мне нравится! Вот так мне нравится! Ты что? Улыбни! Как такое можно делать? Как можно делать такое? Ты больной! Нет! Это работа! Я продал! Мне заказали! Это бизнес! Все! Бизнес! Бизнес это! Седьмой этаж, 84-я квартира! Увезло тебе! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот этих детей похитили при меня назад. Видел их? Нет! Нет! Я никого не похищаю! У нас все добровольно! Это как? Родители, алкаши, сами ко мне детей на съемку приводят! Да я им еще за это деньги плачу! У кого они добровольно? Кто мог похитить, знаешь? Я не знаю! Народу многое работает! Мы с конкурентами не общаемся! Нам это палево не нужно! Что с ним делать будем? Да валить его надо! Ну как? Не надо! Короче! Да! Сегодня ты умрешь! Как решать тебе самому? Либо я отрежу твое хозяйство под корень! Будешь подыхать! Долго и мучительно! Либо сам! Выбирай! Вы что, обалдели свои мусики? Пронеси табуретку! Какую табуретку? Да вы что? Вы что? Вы что? Не надо! Вы чего-чего? Мужики! Не надо! Не надо! Я прошу вас! Я прошу вас! Хотите деньги вон и в шкафу возьмите! Поднимайте его! Нет! Не надо! Прошу вас, мужики! Вы что? Вы что, обалдели что ли? Не надо! Не надо! Что делать? Тихо! Не дергайся! Все! Тихо! Мужики! У тебя есть ровно минута! Не надо! Не уходите! Пожалуйста! Пожалуйста! Не уходите! Мужики! Пожалуйста! Не уходите! Не надо! Я не хочу умирать! Пожалуйста! Ребята! Ведя! Тихо! СТУК СМЕЦ ore deb Эй, журналист. Здрасте. Вы что ли дети сатаны? Обязательно было здесь встречаться? Да, в целях безопасности. Моей или вашей? Общей. Ты хотел узнать про наши ритуалы. Спрашивай. А кто у вас их исполняет? Мне бы с ним переговорить. Со жрецом что ли? Можно. Иди за мной. А что, ваш жрец здесь обитает? Мне парни сказали, ты журналист. Типа того. Интересуюсь различными оккультными ритуалами. А ты что, здесь живешь? Да нет, типа офис. Так что тебя интересует? Я тут кое-где прочитал, что некоторые сатанические сообщества используют в своих ритуалах кровь убитых детей. Это правда? Есть такое. Мы тоже используем. Что, прям детей убиваете? Ну, не детей за это и посадить могут. Но ты у себя в журнале напиши, что детей. А что вы у вашего сатаны-то просите? Да много чего. Ворон вон ноутбук хочет новый. Этот сессию без хвостов сдать. Я обычно денег прошу. Ну, а что, выполняет? Выполняет. Так все же, чью кровь в ритуалах-то используете? Кошачью. Да хрена кошек-то убивать? Вы что, совсем дебилы, что ли, а? За базаром-то следи. Что, черти? Я вас научу Бога бояться. Вон там Таня сидит. Она больше всех с девочками общалась. Вы не возражаете, если мы с ней поговорим? Пойдемте. Танюш, вот этот дядя и тетя, они из милиции. И очень хотят с тобой поговорить. Ну, а я пойду? Если вы не возражаете, я буду в учительстве. Спасибо. До свидания. До свидания. Привет. Здравствуйте. Танечка, здравствуй. Скажи, ты ведь была лучшей подругой Машей и Светой. Они тебе не говорили случайно, что собираются куда-то уехать далеко? А у них не появился какой-нибудь новый друг взрослый? Нет, Машка и Светка только со мной дружили. Со мной и с волшебником. Волшебником? Ты его тоже знаешь? Нет, мне только о нем рассказывали. Машка сказала, что он их сделает волшебницами, как Гарри Поттера. А Светка его даже нарисовала. Нарисовала? А ты видела этот рисунок? Да. Светка его на уроке изо рисовала. Извините, мне пора. До свидания. До свидания. Спасибо. Волшебник. Смотри, он опять плачет. Да домой хочу. К папе. Ты что, не хочешь попасть в школу волшебства? Будь глупый. Там же так здорово. Дядя Сереж, а мы скоро поедем в школу волшебства? Очень скоро, скоро. Ой, а плакс там не любит. Да, девчонки? А плакс там не любит. Да, да, привет, Марат. Как там, дети? Привет. Не попортил еще? А, как раз собираюсь. Шучу. Ну что, когда вы готовы их забрать? Пока нет возможности. Ждем подтверждения заказа на съемку. Чуваки, мы так не договаривались. Вы меня кидаете. У меня нет денег даже накормить их. Мне деньги нужны, срочно. Жди, мы позвоним. Какой подожди? У меня кумары начинаются. Мне дозняк нужен. Потерпи, все будет. Вот здесь вот все рисунки детей. Да, вот так вот. И вы знаете, они должны быть подписаны. Вот кажется, вот это вот уже с Светиной пошли. Да, да, да. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Корцион. Итак, что мы имеем? Кость, что с сатанистами? Полная хрень. Зря такое время потратил. Они, конечно, отморозки, но детей похищать не будут. Макс, трансплантация. Тоже мимо. Специалист сказал, что в нашей стране подпольного рынка органов не существует. Да и вряд ли кто-то будет похищать троих детей с этой целью. Остается версия Чижика. Из всех она пока самореальная. Лен, Коля, что у вас? Значит, и мальчик, и девочки прекрасно знали, что нельзя разговаривать с незнакомцами, а уж тем более куда-то идти с ними или садиться в машину. Ну, значит, их насильно увезли? Вряд ли. В случае с сестрами Лапинами, скорее всего, это был их знакомый. Они добровольно сели к нему в машину. Откуда такая уверенность? Их одноклассница рассказала, что недавно у них появился какой-то новый друг, которого они называют волшебником. И одна из сестер даже нарисовала его. Ну, рисунок нам вряд ли что-то даст, но фоторобот это как-то не похоже. Тут ты ошибаешься. Тут есть одна совершенно точная примета. Усы и борода? Да это примета у каждого третьего. Это не просто усы и борода. Такой формы мало кто носит. Коль, ну, ребенок захотел нарисовать просто вот такой формы. Вот взял и нарисовал, и все. Нет, нет. Дети обычно стараются очень четко отобразить детали. Если бы она хотела нарисовать просто усы и борода, ну, она нарисовала бы их палками. А здесь очень интересная форма. Интересно, а почему именно волшебник? Да меня тоже мучает этот вопрос. Мне кажется, это какой-нибудь экстрасенс, колдун. Сейчас как грязь развелось. Макс, что думаешь? Я думаю, что это фокусник. У тебя есть телефон у родителей, девочек? Позвони, спроси, когда они последний раз были в цирке. Слушаю вас. Александр, это Николай, следователь. Скажите, пожалуйста, вы с детьми давно были в цирке? Может, год назад. Где-то так. Нас, правда, Сережа к себе звал на выступление. Но мы не могли пойти. А кто такой этот Сережа? Наш родственник. Двоюрный племянник жены. Молодой парень фокусником работает. Скажите, а у вас есть его фотографии? Мы можем на них взглянуть? Да, есть. Приезжайте. Спасибо. Да! Скажите, когда? Я не могу больше ждать. Мне кажется, за мной следят. Мне надо свалить как можно скорее. Деньги. Мне нужны деньги. Иначе я продам их кому-нибудь другому. Заткнись ты. Да. Да, договорились. Заткнись, Затюшка. Заткнись. 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 Вот. Вот. Это мы из Загорода выезжали на маёвку. Сергея мы плохо знаем. Виделись в её несколько раз. Весёлый такой парень. Всё фокусы девочкам показывал. Фокусник. Скажите, а у вас есть его адрес? Сейчас, 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 улица, маршал Захарова, дом 5, кажется. Сейчас уточню. Это тот же адрес, где жил мальчик. Знаю. Алло. Это точно он. Борода, усы, всё сходится. И живёт он в одном доме с пропавшим мальчиком. Маршала Захарова, 5. Да? Всё верно. Квартира 17. Алло, ну где вы ходите-то, я не понял? Ну а что, я звоню, звоню, никого нет. Ага. Ну ладно, во дворе подожду. Где дети? Какие дети? Кто вы? Все, хорошо, 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 успокойся. Леварик, где дети? Где дети? Я их отвёз. Я покажу, тут быстро. Куда вы вёз? В гараж. Мне бабки нужны были. Меня попросили, я решил их продать. Они позвонили и сказали везти их в один гараж. Там же и деньги были. Вставай, быстро покажешь. Пошёл. Вставай! Ключ час назад сам сюда. Он тут был. Давай я. Пусто. Кто покупатель? Я не знаю. Я даже номер, телефон не знаю. Они сами звонили. Номер был неопределён. Телефон. Подождите, я сейчас. Милиция. Кто за последний час уезжал со стоянки? Да практически никого. Пара машин сил. Пишущие? Да. Отмотай. Давай вперёд. Стоп. Увеличь. Да что-нибудь номер записать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, мне Николай Петрович нужен. Здесь нет таких. Подождите. Ну да, Николай Петрович. И адрес вроде сходится. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТЕЙ, ТЕЛЕС, 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 Т Меч этот. Телек, что ли, не смотришь? Гендас, я нутром чую. Это они. Узнают, что сбываешь, завалят. У них так, я слышал. Заяц, ты параноик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, Гена, а я не на свой этаж поднялась. Совсем уже из ума выжила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заяц, я убью тебя, скотина! Ты что сделал? Ты что меня на стрём подсадил? Я весь товар скинул. Ты что сделал? Что теперь будет? Как я теперь с клиентами расплачусь? Вот они, родимые. О, отлично. Я же тебе говорил, мои кореша тебе быстренько права сделают. За нескромное вознаграждение? Ну, а ты как хотел. Ты же тебе много зарабатываешь. Держи. Ну, вроде, да? Куда теперь? Надо подарок Кэпа купить. У него сегодня днюха. Да ладно? Ага. Интересно, а что ему можно подарить? Он в армейке вроде ничем особо не интересовался. Так читал только много. Давай его чем-нибудь взяли? Давай. Добрый день. Ну, здравствуй, здравствуй. Что за срочность такая? Не то чтобы срочность. В общем, звонили из района люди. Один из новых сбытчиков перестремался и спустил сто грамм частяка в унитаз. Ну, и пусть теперь всю жизнь отрабатывают. Я не понял. Славчик, ты что меня по такой лаже дергаешь? Сам решение принимай. Да не в этом дело. Еще один сбежал с товаром, а двое других продали первую партию и больше брать ни в какую не хотят. А вот это я сейчас не понял. Да все это слухи про меч. Когда набирали торговать, еще все не так сильно расползлось. А за это время, да еще среди этой клиентуры, все изменилось и приукрасилось. Слухи ходят, что они чуть ли не каждого валят, кто к наркоте прикасается. Они что-то еще сделали? Да в том-то и проблема, что ничего не сделали. Но им удалось самое ужасное для нас сотворить. Они теперь вот здесь. Они теперь как бы, ну, типа бог. Его не видят, а боец. Он нигде и везде. А ты не дурачок, Слава, не дурачок. Соображаешь, что ты хочешь сказать всем этим. Машина, которая у клуба была засвечена, она, ну, вероятнее всего, им принадлежит. Так, я же вам сказал, следить, следить, следить. Собирать информацию и докладывать, на кого выведет. Да, мы следили, смотрели, все выяснили, кому принадлежит. Ну, перемещение вовсе, ну, как-то не удается отследить. Вроде обычный тип. Так, это тот, который, как его напомню? Чиш. Да. Это он. Я думаю, им надо его брать. А ладно, черт бы с ним. Давай бойцам команду тащить его сюда. Выжмем все до капли. Есть. Странно себя чувствую. Надеюсь, этим ножиком никого не прикончили. А то... Антисанитария. Да. Кошмарка. Ладно, я пока телек включу для фона. Давай. Перестрелка в центре Москвы. Сегодня была проведена спецоперация по задержанию трех участников крупной преступной группировки. Погибли два сотрудника СОБРа, один ранен, раненый и двое прохожих. Один преступник убит, двое задержаны. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Олежа, миленький ответ, пожалуйста. Олежа, грудненький. Ой, я тебя очень прошу, ответь, пожалуйста. Да. Олег! Фу, слава богу, господи. Ты знаешь, тут такое передают по телевизору, я чуть с ума не сошла. Слава богу. Лена? Ты понимаешь, я тут пылесосила, а тут новости. Лена, это не Олег, это Дмитрий Васильевич, начальник его. Ну, я у вас был как-то, может, помните. Я не знаю, как вам сказать. Мне так жаль, Лена. Случилось ужасное. Олег, погиб. Пожалуйста. Пожалуйста. Мы поможем всем, чем только сможем. Подержитесь. Это очень тяжело, я знаю. И еще надо приехать для того, чтобы... Опа. Привет, привет. Присоединяйся. Водку будешь? А по какому, собственно... У Макса сегодня день рождения, по слухам. А, ну, тогда, наверное, надо было ему что-нибудь подарить, может быть. Лучший подарок – это внимание. И водка. А, я думала, ты чефир предпочитаешь. Ну, Оля. Ха-ха-ха, смешно. А что ты обиделся? Извините. Ну, бывает со мной. Простите. Ты водку предлагал? Подожди, ты же за рулем. Ну, я тебя умоляю, праздник же. Давай, давай. Я же прокурор. И что? Ну. Держи. Так, может, надо подождать всех? Ммм. До прихода, я думаю, будет хорошо. Да? По пятьдесят. Да. Все, все, все. Хорош, хорош, хорош. Помидоркой будет. Здорово. Фу. Ну? За Макса? Ну, да. У-ху-ху! Привет. Здорово. Ну что, едем? Сейчас поедем. Дело к тебе, Коль. Вот тут бабки, займешься связью. В смысле? Ну, в смысле, вот эти вот наши телефоны групповые. После каждого дела будешь собирать, покупать такие же новые, новые симки. Уносить все номера в записные книжки и раздавать, а старые выкидывать. Понимаю, муторно, но надо. Хоть мы в основном на делах и рациями пользуемся, но мало ли что. Не хочу спалиться на милинге. Чувства искать нас начинают активно. Не хочу давать ни одного шанса. Ты прав, конечно. Сам хотел это предложить. Ты вообще как, в порядке? В смысле? Не давит на тебя все это? Нормально. Человеком себя чувствую. Богом себя не почувствую. Надеюсь, этого не произойдет. Ну, как ты? Чего, спасибо. Более или менее. Спасибо вам за этот месяц. Всем, чем смог, Лена, извините, больше дать не могу. Да, 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 я понимаю. Я понимаю. Дети. Женька еще маленькая, хотя все время спрашивает, где папа, где папа. Антон, я не знаю, я не знаю, что говорить, я сказала, что папа не был в командировку. Простите, пожалуйста. Ну, что ты? Я понимаю. Ну, и ты меня пойми. Надо возвращаться к работе. Надо оперировать. Ты же у нас одна из лучших, или? Нет, 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 что вы. Я вернусь. Мне работа, деньги сейчас, как воздух. Вы же понимаете. Ну, надо собраться. Я соберусь. Это так, сейчас просто. Я готова работать. Лена. Лена. Давай. 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 Легай, легай. Ух. 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 Знаете что, давайте остановимся, потому что Макса еще нет, а мы, мы уже, по-моему, очень даже. Это как в лучших традициях. Новый год, ты еще не наступил, а мы уже все пьяные по углам должны валяться. Кошмар. Ты что, всегда такая была? Вы всегда такая была? А вот такая? А по-моему, я очень даже клевая. Я наклевая на 100%. Ну, ты как пацан, как парень. Ну, ты знаешь, вот если бы я бы на тебя посмотрела, если бы ты в этом училась, у нас, в этом. Где? В юридическом, там еще, между прочим. Вот я знаешь, что я тебе скажу? Наш медицинский тоже веселое местечко, но я там спирт по углам не пила, между прочим. Да я, собственно, тоже спирт по углам. Сегодня седьмое, что ли? Да. Так. Забыл совсем. Макс, дружище, дорогой, поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо. Жаль, что таких людей, как ты, немного. Спасибо, Антоха, сынек. Макс, я тоже поздравляю. Это не я, это она. А вот я тебя целовать не буду. Почему? Потому что не хочу тебя второй раз шокировать. А я бы поцеловала. Давай, давай. Я думаю, что инфарктами акарда не случится. Давай. С днем рождения, Максим. Спасибо, ребята. Ну, вообще-то об этом только Костян знал. Он вам сказал, да? Где он сам-то? Не знаю. Они с Чижикой еще не приходили. Давайте выпьем. Выпьем! Эхе-хе-хе-хе! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот этот вот Чиж, чья машина? Второй откуда? Да, с ней был. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Лишнее. ВЫСТРЕЛ Потом отвезите, где взяли, и выкинете. Здесь рядом не бросать. Снимите главного бора. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я думаю, ты понимаешь, что вопросы будут задаваться только один раз. Сколько у вас? Кого у нас? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Еще раз. Ответишь мне вопросом на вопрос, убью. Так называемая группа МЕЧ. Сколько у вас? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я не в группе никакой. Я клянусь, они в группе. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Месяц назад у клуба Голден Тенс был? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Нет. Я знаю, где ты такой-то у нас на районе. Но я не был. Не был я там. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Машину твою там видели? Машины? Нет у меня никакой машины. Я пробукал ее давно, я к маме клянусь. Нет машины. Део Нексия, номер 720, тебе лучше вспомнить. Потому что владелец именно ты. Знаю, знаю. Пацанчик эта машина одного. Что за пацанчик? Пацанчик это наш с районом. Мы как-то сидим во дворе, отдыхаем. Он подходит, говорит, слушайте, мужик, не в облом. Зарегистрирует у меня свою тачку. А я тебе документы все из ГАИ принесу. Ну и принес. А я потом на него доверенность выписал. Зачем? Да я не знаю, он мне денег дал, бабла, червонец. Ну что, за подпись червонец мало, что ли? Понятно. Чтобы не палиться. У нас сейчас половина Феррари и Поршей на алкашей и старушек записано. Не знаю, мужики, не знаю, я пацанчик этого больше никогда не видел. Выходит, ты не чишь. Нет, не чишь, а не чишь. Я Сева. Мужики, отпустите меня. Отпустите, я же ничего не скажу. Мужики, я Сева. Вы ошиблись, мужики. Тем хуже для тебя. ВЫСТРЕЛ 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 Полдня с подарком морочились. Думаю, тема ушла, Кап. Открывай. Макс, открывай. Ну интересно же так красиво. Спасибо. О, спасибо. На югах мне Костян на день рождения сигарету подарил. Сигарету? Ну просто два дня под обстрелом. Как-то в магазине цыгалка. Прикинь, я Винни Пуху в Ростов дозвонился. Он вот фотки прислал. Пока чужиком распечатали, рамку нашли. Вот сделали все, Кап. Спасибо, Костя. Спасибо, Костя. Максим, дай-ка мне тоже посмотреть. Мне же тоже жутко интересно. И нам? Макс, ну перестань. Макс. Он несколько вариантов прислал. Я хотел так, чтобы ты был и пацанов не было, которые погибли. Но вот такой фотографии просто не оказалось. Да ладно, Костя. Нормально все. Наоборот, хорошо. Память о пацана должна быть. Ладно. Все, давайте пить. Слушай, Макс, а это тебе идет корма? Ты прям этот красавчик. Жалко, что только ты занят там кем-то. Макс, да не слушай ты ее. Она уже готова. Да кто готова? Я. Да я еще даже не начинала. Э-э-э-э. Это что, в глаза закапывать? Понял. Опа. Угу. Все? Вот так. С днюха как? Всем рождения. Ура, ура, ура. Ну что у тебя тут? Вон там. Ох, ничего себе. Скорую сообщи. Да, сейчас будет. Да она тут, похоже, не нужна уже. Прокурорским звонить надо. Жестко их завалили. А этого походу мучили еще. Смотри, рука прострелена. Ой, ё. Что такое? Да я этого кента знаю. Откуда? Алкаш с нашего двора. Алкаш? А кому ты насолил, значит. Алло, Чижик. Здорово. Слушай, тут неприятная тема вышла. Алкаша-то его помнишь, я тебя подогнал? Ну, чтоб машину на него зарегистрировать. Чтоб, если что, сжастить на ней можно было. Короче, увольнули его. Да нет, не в пьянке. Жестко. Пуля в лоб еще и пытали походу. Да откуда я знаю? Слушай, ну все, машинка теперь не твоя. Доверенность он тебе вряд ли выпишет. Ага, я понял. Спасибо. Случилось что-то? У меня тачка. Короче, я ее зарегистрировал там на алкаша одного дворового. Ну? Ну, я купил ее за копейки у гаишников знакомых. Она левоватая была, в общем. Ну, понятно, понятно. И что? Сейчас мне звонил мой приятель, ППСник. Этого алкаша нашли застреленным. Пуля во лбу и рука прострелена. Типа пытали. Не, ну мало ли что там могло быть. Так я же когда по наркоте работал, я же на тачке ездил. А вдруг я засветился? Не, ну, конечно, осторожность лишней не бывает. Сделаем так. Поручим Кареву маленькое расследование. Но только не сегодня. А то он уже не в форме. Завтра с утра. А если бы меня поймали? Значит, это не игра. Я говорил, нас будут искать. Мы на воене теперь. Лен, ты чего-то, по-моему, опять впадаешь в меланхолию. Опять грустишь. Просто я не пью совсем оттуда. Ну и что? Иногда-то можно. Для снятия стресса, например. А то ведь стресс, Такая штука. Убивает быстрее пули. Да уж. Это точно. Добрый день. Ну что? Все готово. Приступаем? Конечно. Скальпель. Это тяжело, но надо опознать. Я не могу. Я не могу. Я не могу, простите. Я не могу. Извините, мне надо в кабинете посмотреть по хужеому случаю. Я быстро. Поддерживайте состояние. Я не могу. Видите, могу. Извините за задержку. Я готова работать. Новый халат, перчатки, маску. Новый халат, перчатки, маску. Новый халат, перчатки. Новый халат, перчатки. Два выстрела в сердце. Прокурорские долго работали? Да не особо. К утру уже вроде все свернули. Свидетели. Нам с пульта вызов пришел. Типа дворник звонил. Что за дворник? Да местный гастер. Он здесь бойлерный обитает. Он за трубой дверью. А его допрашивали? Что он сказал? Поспрашивали мы его. Ничего не видел, ничего не знаю. Мне надо с ним поговорить. Да ничего они тебе больше не скажут. Их по-любому следаки трясли. Спасибо. Спасибо, Володь. Антон, гастеров бесполезно прессовать. Уж я-то знаю. Их и так каждый день лупят, почем зря. От них тебе ничего не скажут. Ты меня плохо знаешь. Привет. Приятного аппетита. Кто из вас вчера на помойке трупа нашел? Я. Как зовут? Нарги. Слушай, Нарги. И вы тоже. Я знаю, вас уже спрашивали. Конечно, вам проще всего сказать, что вы ничего не видели и не знаете. Но я так же знаю, что вас много на коммунальных работах. Вы везде шастаете. Почти все видите или знаете. Хоть что-то. Нет, нет. Я идти в ЖИК и лежат люди. Стой, стой, подожди. Подожди. Десять. Эти деньги уже ваши. Берите. Даже если вы ничего не знаете. А вот это все я вам тоже отдам. Если что-нибудь узнаете о том, как на помойке оказались эти трупы. Я зайду к обеду. Продолжение следует. Думаешь, скажут? Ты глаза видел? Из-под земли информацию выкопают. За такие деньги мои друзья расскажут то, что больше никому не расскажут. Прокурорцам такие методы допроса даже и не снились. Зачем использовать кнут, когда с помощью пряника можно добиться большего? Хорошо излагаешь. А ты реально крутой следак. Можно? Тема для беседы, скажу тебе честно, не совсем приятная. Ко мне Наташа Гольцова заходила, анестезиолог. По поводу? По поводу твоих зрачков на операции. Ты не забывай, кто тебя окружает. Анестезиолога ты не обманешь. А я проверил. Ты получала промедол под росписью. Куда он шел, непонятно. Ты что, не можешь без этого? Что происходит? Я могу. Просто операция. Мне нужно было, чтобы снять напряжение. И все. Я не могу позволить тебе в таком состоянии оперировать. У нас тут серьезные пациенты. Не дай бог, что не только ты, но я место потеряю. И еще много кто. Андрей Павлович, вы же понимаете, как мне нужна работа. Если это всплывет, я же... Не всплывет. Но тебе придется перевестись. Самой. Хирургическая практика сейчас не для тебя, поверь. У меня друг, начальник станции скорой помощи. Я поговорю, если хочешь. Да. Хорошо. Спасибо. Извините меня. Нет. Ой, Левочка. Господи, Боже мой. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Слушай. Ага. Привет, это я. Привет. Слушай, скажи, пожалуйста, а где я? Не знаю. А что ты видишь? Подожди, как это не знаешь? Ну что, кровать, компьютер, какие-то полки, телевизор. А картина на стене. За окном деревья, там, я не знаю, школа что ли. Где я? Так, елки-палки, куда же тебя вчера занесло-то? Ты что, с ума сошел? Вы что, меня в таком состоянии вчера куда-то отпустили? Да успокойся, все нормально. Блин, Макс, ну ты с ума сошел? Ну разве можно пугать женщину еще в таком состоянии ужасном? Ой, кошмар, кошмар. Ну что, твоя квартира? Ну, типа того. Антон вчера рвался тебя отвезти, но он ходил с трудом. То, что повез я. К дому подъехали, я подумал, дети, мама твоя, тут какой-то мужик тебя привел, оба не трезвые. Ну, в общем, как-то так. Понятно. Ну, спасибо. Четко сориентировался. Угу. Фу. Как остальные? Ну, Костяну Ольгу довез нормально, а Чижик и Антона уже сегодня на расследовании. Угу. И что, новое дело? Ну, скорее Хастарова. Угу. Ты есть будешь? Нет, спасибо. Я бы попила чего-нибудь. И побольше. Наргиль, это опять я. Ну, что скажешь, товарищ? Хастя, Оманан. Вот, Мурат. Привет, Мурат. Сажет. Ищи, ищи, ищи. Рассказывай все. Это очень хороший человек. Кабзан, Оманщик, Кабзан. Я ничего не видел у помойки. Ну, я знал этих двоих. Сева и Саша вроде второго звали. Откуда знал? Выпивал с ними на праздник. Я в их дворе работаю. Так, так, и? Я, в общем, видел, как их днем забирали. Я сначала мусор возил. Машина у подъезда стояла. На машине эмблема была. Охрана. Охрана, охрана. Что за охрана, менты? Нет. Ну, как? Охрана. Они в обменниках сидят. А, Чоп. Да, да, Чоп, Чоп. Я на углу дома стоял. Издалека видел. Сева с Сашей вышли. Они их в машину посадили. Номера запомнил? Нет. Я думал, может, друзья какие. Я мимо проходил. На рукаве у одного видел название. Какое? Гидра называется. Ну, картинка такая. Ну, дракон какой-то. Гидра. Многоголовое чудовище. Больше ничего? Хорошо. Как договаривались. Молчите про то, что мне сейчас рассказали. и я об этом буду молчать. Спасибо. Спасибо. Пока. Ма. Чуть, бас. Э. Бас. Ну, вроде сайт у них такой неплохой. Там адрес должен быть. Да, вот есть. Так, надо к ним наведаться. Под видом клиентов? Ну, да. А может, Костика с Колей возьмем для подстраховки? Да, Коля там сегодня дела какие-то с семьей чем-то занят. А Костян отсыпается. А че так? Да его сегодня в восемь утра прокурорша наша разбудила. Ну, Костян же вчера с новыми правами, да, модный. На радостях повез ее домой. Пьяный. Ну, а ей же к девяти на работу. Она утром выходит, а машины около дома нет. Костяну в лом было домой пешком возвращаться. На ее машине уехал сегодня утром. Возил, отдавал, так что теперь отсыпается. В общем, мы сегодня сами. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Чем могу помочь? Да вот, понимаете, создали фирму, начали работать, задумались об охране. И узнаем, как и что на рынке. Конечно, ответим на все ваши вопросы. Вот у нас буклет есть. Угу. Спасибо. Спасибо. Ну, честно говоря, мы вообще-то уже на сайте вашем прочитали. Просто охранный бизнес – такая вещь. Тут важны связи. Кем фирма открыта, с какими людьми работает. От этого же ее вес зависит. Вот на эти вопросы мне кто-нибудь мог бы ответить? Подождите минутку. Вячеслав Андреевич, вам клиенты хотят задать несколько вопросов. Думаю, это сотрудничество. Угу. Хорошо. Подождите буквально минутку. Можете присесть. Спасибо. 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 Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Наташенко, значит, меня не будет в ближайшие несколько дней. Если меня кто-нибудь будет спрашивать из тех, с кем мы работаем, ты на славу приключай, он займется. Хорошо? Конечно, Игорь Алексеевич, я все поняла. Ну, все. Счастливо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Хорошо. Можете пройти. Спасибо. Подождешь? Конечно. Здравствуйте. Добрый день. Вячеслав. Сергей. Присаживайтесь. Спасибо. Ну что, я вас слушаю. Дело в том, понимаете, организовал недавно ювелирный бизнес. Открыл небольшую сеть мастерских, магазинов. Встал, вопрос о частых перевозках грузов, денег. Ну, вот, собственно, свой штат охраны небольшой, поэтому рассматриваю варианты. Вы пришли по адресу. Мы оказываем услуги по перевозке подобного вида товаров, обеспечиваем охрану. Сколько человек у вас работает? Вы знаете, порядка семидесяти специалистов, плюс диспетчеры на пульте. Есть группы немедленного реагирования. А квалификации? Все или бывшие сотрудники силовых ведомств, или прошедшие службы в армии. Очень серьезный уровень подготовки. Понятно. А вот военный от вас выходил, полковник. Сотрудничаете с каким-то конкретным подразделением? Нет. Это у нас, типа, консультант. Помог с учреждением фирмы, с арендой. Территория-то на балансе части. Понимаю. И еще один вопрос. Есть ли возникнут конфликтные ситуации, методы разрешения? Все. Ну, конечно, предусмотренные законом. Хотя, вы знаете, на конфликты с нашими сотрудниками очень редко кто идет. Но если все-таки доходит. Ну, как бы это правильно сказать. Ну, знаете, иногда лучшая защита – это нападение. Я понимаю, о чем вы говорите. Ну, а тут вы обратились не по адресу. У нас прозрачный, чистый бизнес. И очень хорошая репутация. Ну, что ж. Спасибо, что уделили время. Буду думать. Брошюрка у меня есть. Всего хорошего. Всего доброго. Извините, к вам из зубов пришли. Пусть проходит. Спасибо. Здравствуйте. О, ты с Ватаса, что ли, пришел? Ну, ты же вчера предлагала. Или уже отказываешься? С тобой неинтересно. Пить ты потом все помнишь. Садись. Ты сюда по своему липовому удостоверению прошел? Ну, липовое там только имя. К тому же я по нему уже сюда проходил. Ну, когда мы тебя завалить собирались. Очаровательно. Ладно. Дело давно о минувших дней. Еще раз прости. Тут вот какое дело. Историю с тачкой Чижика, знаешь? Ну, я сегодня утром машину свою забирала и мне Костя так вкратце рассказал. Так вот, Карев выяснил, что за всей этой темой стоят ребята из частного охранного предприятия «Гидра». Я даже не слышала протокол. Я тоже. Но, тем не менее, оно существует и не маленькое. Надо выяснить про него все, что можно. По всем базам, знакомым. И еще. «Гидра» – это расположено на территории воинской части. Вот номер. Про эту часть тоже надо все узнать. Да это не вопрос. У меня однокурсница работает в военной прокуратуре. Слушай, а может быть, кто-то просто переоделся в этих чоповцев? А какой смысл? Переодевается в ментов, в гаишников, в военных, наконец. А какой смысл переодеваться в чоповцев, у которых по факту никакой власти? Ну да, тут ты прав, конечно. Ну хорошо, давай я до вечера все выясню и увидимся на складе. И обо все обсудим. Хорошо. Тогда до вечера. Пока. Пока. Здравствуйте, товарищи безработные. Привет. Привет. Прошу прощения. Здравствуйте, четверо безработных и Лена с Димой. Ну что, как-то, есть что-нибудь? А то. Значит так. Вкратце. История Чопа такова. Учрежден пять лет назад. Занимает двухэтажное здание, находящееся на балансе действительно воинской части. Состав 75 человек. Периодически оказывали услуги и частным предпринимателям, и разным фирмам. Сейчас работают с двумя фирмами, только охрана руководства. Стоп, 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 стоп. Там что, много руководства, что ли? В том-то и дело. Я обзвонила некоторых из их клиентов и поняла, что одновременно у них не бывает задействовано более 30-40 сотрудников никогда. А чем тогда занимается вторая половина? Это же не рентабельно держать всех на зарплате. Да ладно тебе. Все знают, что половина Чопов бандитские притоны, и только немногие из них с хорошей репутацией. Это правда. Но, как правило, на подобные Чопы есть наводки. Здесь же все тихо. Если бы не история Чижика и еще кое-что. Что именно? Я начала узнавать про воинскую часть. Оказывается, командир, полковник Комин Игорь Алексеевич. Конечно, Игорь Алексеевич, я все поняла. Нам все счастливо. Всего доброго. Безупречная репутация. Вот только у самой воинской части большое количество земли под аренду. И им же принадлежит один дом на Волоколамском шоссе. Да ты что? Это не может быть совпадением. Это сто процентов не совпадение. Из этого я делаю очень плохой вывод. Кто-то в этой части, пока даже не хочу думать кто, причастен к сбыту наркотиков. Поскольку дом этот их и Чоп, судя по всему, косвенно тоже их. Контингентом, видимо, еще тот. Убийствами совсем не гнушаются. Это раз. И нас ищут. Это два. Ну что, займемся ими? Обязательно займемся, но не сейчас. Это дело требует тщательнейшей разработки. Враг не совсем в нашей весовой категории. 70-75 бойцов крутоват даже для нас. Пока будем заниматься другими делами, а их будем держать на контроле. Срубить голову этой гидре будет очень непросто. Парикулем Энмора. Опасность в промедлении. Как ты думаешь, долго они там еще? Да не знаю. Спешишь, что ли, куда? На них жрать охота. Как всегда, утром проспал, позавтракать не успел. А пойдем посмотрим, что там произошло. Ну что, Вадик, готова твоя бандура. Можем начинать. Так, Рябов, расскажите, что произошло здесь 15 марта 2009 года. Мы с капитаном Быстряковым привезли сюда женщину и ребенка, девочку. Убили их и закопали. Насильно привезли? Да нет. Мы же по форме были, на машине патрульной. Остановили их в двух километрах отсюда, на шоссе. Попросили следовать за нами. Баба эта, ну, женщина, в смысле капитана Быстрякова, в машину села, а я на ее джика поехал. Ну, когда увидел, что там ребенок на заднем сидении сидит, понимаете, поздно было что-то менять. Понятно. Убивали в машине? Да нет. Вылокли их. Женщину я из обреза застрелил, а он девочку затушил. Я не смог в нее выстрелить. Можете показать, каким образом душили? Где манекен? Что это? Кукла? Ладно, дай мне. Ну, вот так вот. Сзади на нее веревку накинул. Она сначала сопротивлялась, а потом все, успокоилась. Ну, и закопал ее здесь. Покажите точное место, где закопали. Ну, прямо здесь. Вон, где яма ворота. Снимай. Рябов, а где женщину закопали? Нет, не здесь. Здесь корни одни трудно было копать. Вон там. Итак, понятые, вы все видели, все слышали. Сейчас мы составим протокол. Понадобятся ваши подписи. Что это у тебя там? Вон там валялось. Что это за игрушка? А это? А это я из джипа вытащил. Игрушка той девочки. Я вначале дочке хотел своей подарить. А передумал потом. Давай сюда. На тряпчик дело. Хорошо. Слой, чем в море? В море выше выполняешь свою задачу. Тем, чем ты должен заниматься. 1 октября 86-го года. Стратегический подводный крейсер К-219 был в Сатанном районе. Ну и где этот Чиж ходит? Сам же просил всех собраться. Ну, может, это случилось? Не знаю, он не сказал. Просто просил устроить общий сбор. Наконец-то! Извините, на работе сдержали. Привет. Бывает. Ладно. Рассказывай, что стряслось. В общем, запрягли меня сегодня подежурить на следственном эксперименте. Наш ОВД оказался ближайшим к месту приведения. Вот нас и выдержали с товарищем. Я давно такой жести не видел. Что, маньяк какой-нибудь? Хуже. Гаишники. Двое сотрудников ДПС промышляли откровенным бандитизмом. Тормозили тачки на шоссе, типа для проверки документов. Водителей и пассажиров убивали, закапывали их там же в лесу, а тачки продавали. И эти уроды никого не жалели, даже детей. Я тоже слышал. Про них по телеку репортаж был. Но их взяли месяц назад. На их счету немало убийств, кажется. 12 человек. А что больше всего шокирует, это то, с каким спокойствием они об этом рассказывали. Как будто это вообще не они убивали. Эти двое, как никто другой, заслуживают смерти. Я считаю, что мы должны их казнить. Там еще игрушка детская была. В общем, их надо. Подождите, зачем? Они ведь уже под следствием. Ну, их же осудят за содеянное преступление. Это не люди. А если бы вы слышали, как они в подробностях рассказывали о том, как девочку маленькую задушили. Вместе с ее матерью. Если бы у меня была возможность, я бы сам все сделал. Не раздумывая. Тише, я понимаю, что подобное наблюдать достаточно тяжело. Но я с Леной согласна. Я так понимаю, что мы наказываем только тех, кому удалось избежать заслуженного наказания. А в этом случае их осудят. Так что, мне кажется, это не наш вариант. А вот тут-то не права. Эти двое как раз пытаются избежать заслуженного наказания. Раз они признались во всех убийствах, сотрудничество со следствием, то наверняка рассчитывают на смягчение наказания. А если еще и связи есть, то можно считать, что у них это получится. Ну, дадут им лет по 25 или типа по пожизненному. Лет через пять про них все забудут. А через десять их выпустят на свободу. Так что, я поддерживаю Чижика. Я тоже. У меня два аргумента в поддержку Чижа. Во-первых, это наш собственный закон. Кровь за кровь. А во-вторых, гаишники-убийцы – это громкое дело. Если мы убьем этих подонков, это вызовет серьезный общественный резонанс. Можете называть это пиаром, как угодно. Короче, предлагаю голосовать. Кто за? Отлично. Чиж, когда их в следующий раз повезут на следственный эксперимент? Это пока еще неизвестно, но сказали, что в ближайшие десять дней. Я узнаю у Кумроты. Хорошо. Оля, надо попробовать узнать об этих подонках все, что возможно. Нам нужны фотографии. Мы должны знать их в лицо. Да-да. Здравствуйте. Я Ольга Степненко, прокурор. Я вам позвонила. Здравствуйте. Присаживайтесь. Спасибо. Чем обязан? Я бы хотела посмотреть дело, которое вы сейчас ведете. Ну, если вы, конечно, не возражаете. В связи с чем? Вы будете поддерживать обвинение? Нет. Просто у моей подруги, сестра, она жертва, понимаете? Да, очень жаль. Да. Но я-то, собственно, еще не такие дела видела. Она, конечно, просто в шоке. Я бы хотела знать, что, как. Да без проблем. Вот только на руки, к сожалению, дать не могу. Сами понимаете. Не положено. Понимаю. А можно я здесь тогда посижу? Конечно. Как я могу отказать такому симпатичному прокурору? Спасибо. Может быть, чай, кофе или что покрепче? Чай. Только чай. КОНЕЦ КОНЕЦ Да. Передавайте дело в суд. Санкции я подпишу. Да, спасибо. До свидания. Вам с сахаром? Да, два. Ну что, не легко это читать? Особенно, когда речь о знакомом человеке. Да. Уродов много на белом свете. Есть и такие. Да вы не волнуйтесь. Они во всем сознаются. Когда я передам дело в суд, пожизненно и обеспечено. А вы уверены? Ну, если только не произойдет что-нибудь невероятное. Олег Степанович! О, Динь, ты же вроде на дежурстве должен быть. А я вас искал. Я хотел узнать, когда мы будем на следственные эксперименты ездить. Тебя что-то не устраивает? Да нет, все устраивает. Просто я отгул хотел взять. Вот и решил узнать расписание. Отгул? Да. Посмотрим. Так. Вот. Здесь даты, адреса, время проведения. Только смотри, Дима, работайте там как следует. Не дай бог, что случится, все по шапке получим. Я больше всех. Да, да, все сделаем. Ну, все. Оставь себе, у меня копия есть. Спасибо. Когда сменять-то хочешь? Да тут такое расписание, и отгул не возьмешь. Каждый день возить будут. Проще свои планы поменять. Ну, давай менять. Это лейтенант ДПС Рябов. А это его напарник, капитан Быстряков. Я изучила их дело. Все, как ты говорил, Антон, активно помогают следствию и сплошные чистосердечные признания. Расскажи поподробнее. Значит, первое убийство они совершили полгода назад. Второе через месяц. А потом с периодичностью в две недели. Видать, почувствовали запах легких денег. Да. Схема была примитивная. Под вечер выезжали в соседний район Подмосковья. Останавливались на незагруженном участке дороги. Ну, недалеко от места, где много дорогих коттеджных поселков. Уже верный расчет. Там и машины подорожили. Да. Тормозили тачки в основном с женщинами. Продували здесь же на месте. Алкотестер был заряжен и показывал алкогольное опьянение постоянно. Возителя сажали в патрульную машину. Один из гаишников садился за руль иномарки. Отъезжали на проселочную дорогу. Там же убивали, там же и трупы закапывали. На чем спалились? На сбытии машин. Следственная группа вышла на перекупщиков и те их слили. Но самое ужасное во всей этой истории, что они машины продавали практически за копейки. То есть только чтобы побыстрее избавиться. А две из них они вообще продать не смогли. И просто бросили их на дороге. И получается, что они хозяев машины убивали просто так. Надеюсь, теперь ни у кого нет сомнений по поводу этих двоих. Валить их надо однозначно. Что с расписанием, Чиж? Возить их будет каждый день в одно и то же время. Вот расписание. Ну, район проведения, судя по всему, один. Соответственно, с СИЗО их будут возить по одному маршруту. Ну что, какие мысли? А что тут думать? Устроим засаду на месте проведения следственного эксперимента. Внезапное нападение. Четыре конвойных с автоматами, плюс следак, плюс куча народу, которая может пострадать. Нельзя. А что, если тормознуть их, когда их будут везти? Тоже не подходит. Даже если нам удастся остановить автозак, внутрь мы не прорвемся. В СИЗО нам точно до них не добраться. Остается одно. Валить их из СВДшки, когда они прибудут на место следственного эксперимента. Что скажешь, Костя? Место надо посмотреть. Посмотрим. Вот сюда их привезут. Да. Не самое лучшее место для выстрела. А скажем прямо, даже дерьмовое. Кругом деревья, местность практически не просматривается. Вряд ли получится. Даже если в одного попаду, во второго вряд ли успею. Если была бы лужайка или полянка какая, это другое дело. Тогда они от меня точно бы не спрятались. Угу. Если бы все было так, как мы хотим, Костя. Может, посмотрим места, куда их другие дни возить будут. Вряд ли это что-то даст. Там везде лес. Думаю, только время потеряем. Ну, я так понимаю, других вариантов у нас нет. Костян, варианты есть всегда. Надо посмотреть маршрут следования автозака. Нам нужен участок, наиболее близкий к ОВД, где работает Чиж. А это еще зачем? Потом объясню. Поехали. А что мы сюда приехали? Ты здесь, что ли, нападение на автозак хочешь устроить? Макс, это глупо. Здесь мафины народу больше, чем в центре. Подождите вы оба. Чиж, их точно по этой дороге повезет? Да, мы в прошлый раз здесь с автозаком пересекались. Это единственное шоссе, которое ведет в области. Поэтому они по-любому здесь пройдут. Отлично. Это как раз то, что нам нужно. Макс, ты что задумал? Да подожди, я все расскажу. Иди сюда. Скажи мне, ты с крыши вот этого дома сможешь попасть в крыше автозака? Скажи мне, а ты со ста метров броском ножа человека убить можешь? Смешно. Костян, ты же крутой снайпер. На югах на кабанов охотился. Кабан маленький, юркий, непредсказуемый. А здесь скорость известна, траектория прямая. Ладно, ладно. Допустим, смогу. Если никто цель перегораживать не будет. Еще мне нужен корректировщик. Один я вряд ли справлюсь. Будет тебе корректировщик? Еще надо два электронных флюгера. Один на крыше, другой где-нибудь здесь, на дереве восстановить. Расстояние не близкое, нужна корректировка поверхности. Ничего себе, все так сложно, что ли? А ты как думал? Это целая наука. Это тебе не из ПМА по крысам стрелять. Ну ладно, хорошо упендрился, академия. Поехали на склад. Есть у меня мысль, как их достать. Ну, прежде чем поведать вам о своем плане, сделаю небольшой экскурс в военную историю. Не зря же я ее учил в академии. Так вот, в 1940 году одной из самых опасных ударных сил Германии был батальон Бранденбург, разведслужбы Абвер. Для того, чтобы обеспечить полную внезапность, бойцы спецподразделения использовали форму противника. В голландском местечке Геннап некий лейтенант Вальтер и еще три бранденбуржца переоделись в форму офицеров полиции, якобы конвоирующих группу немецких военнопленных. Под одеждой военнопленные прятали стрелковое оружие, с помощью которого отбили мост у обескураженных обороняющихся. Интересная тактика. А главное, эффективная. Эта операция показывает, чего может добиться маленькое спецподразделение, если действует нетривиально. Через некоторое время по этому мосту прошли танки 9-й бронетанковой дивизии Рейха, которые отрезали голландскую армию от французской 7-й армии, двигавшейся на восток. Вопросик. Это, конечно, все очень интересно, но при чем здесь это переодевание и наша операция по уничтожению этих гаишников? Сейчас объясню. Согласно служебной инструкции, автозак нигде не должен останавливаться, если только не случится какая-нибудь поломка. Типа лопнувшего колеса. Правильно мыслишь. Если случается поломка, но автозак способен двигаться, он обязан добраться до ближайшего ОВД, подследственных должны поместить в изолятор временного содержания и дожидаться подменного автозака. Я, кажется, начинаю понимать, почему ты нам рассказал про немецкий батальон. Я вообще ничего не понимаю. Максим, давай уже рассказывай, что ты задумал. Рассказываю. Когда автозак будет двигаться по маршруту в условленном месте, Костян прострелит его колесо из снайперской винтовки. Выстрела слышно не будет. Поэтому конвой подумает, что колесо лопнуло само. Автозак проследует в ОВД, в котором ты чиж трудишься. Там мы будем их поджидать. В каком смысле? В прямом. Мы захватим ОВД. Нейтрализуем всех сотрудников и запрем их где-нибудь. Сделаем фальшивый отдел. Автозак доедет до ОВД. Конвой поместит подследственных в ИВС. И там мы их ликвидируем. Не, не, не. Мы так не договаривались. Слушай, Макс, ты что, дурак, что ли? Ты меня прости, конечно, но я уже молчать не могу просто. Захватить ОВД нереально. Да наоборот, реально. Более чем. Ну, во-первых, никто в ОВД не будет готов к захвату. А во-вторых, в отдел милиции никто не вызовет милицию, если нейтрализовать всех сотрудников и захватить путь для журнала. Вопросы? Как мы попадем на территорию ОВД? Просто так нас туда никто не пустит. Мы въедем туда на липовой ментовской машине. Для этого нужно будет купить джигули, пятерку и перекрасить ее соответствующим образом. Сделаем вид, что доставляем в отделение буйного хулигана. Карева. Он у нас самый буйный. Все остальные должны будут быть одеты в милицейскую форму. Чиж будет ждать нас на месте. А как же камеры слежения? Какие камеры? У нас отродять не было. А если кто-нибудь из патрулей вернется в ОВД? Чиж раздобудет коды позывных всех экипажей его ОВД и с дежурки. Отправим всех подальше по адресам. Главное, чтобы хватило времени разобраться с этими двумя подонками и скрыться. На подготовку у нас есть три дня. Надо распределить роль. Лена, надо будет в военторге купить четыре комплекта милицейской формы. Костян, ты занимаешься подготовкой снайперского выстрела. Ольга будет твоим смотрящим. А, Максим, подожди. Почему я? Я же вообще ничего не понимаю в этих снайперских делах. Ничего страшного. Орлов тебя всему обучил. Ну и тем более у тебя есть удостоверение, которое вам может понадобиться. И кроме всего прочего у нас больше нет людей. Чиж, достанешь коды позывных экипажей. Угу. Антон, Коля и я занимаемся машиной и оружием. Да, Лен, надо будет подготовить какое-то сильнодействующее снотворное для нейтрализации дежурного на шлагбауме и того, кто держит непосредственно на пульте. Угу. Никто из сотрудников не должен пострадать. Будем использовать резиновые пули. Если действовать четко и быстро, у нас все получится. Сказать, что это план дерзкий, не сказать ничего. Это наш главный козырь. Чёрт! Засада. Ключ есть? Чё, ломать будем? Подожди. Отойди. Ой, да ладно. Ты откуда научилась? Богатый жизненный опыт. Эй, вы чё тут хулиганите? Чё шумите? Сейчас милицию вызову. Вы извините, пожалуйста, мы из жили инспекции. Мы проверяем частоту подъездов и крыш. А, шёл в инспектор. Хорошо, я думала, опять пьянь ходит тут всякая. Извините. До свидания. Да, красота. Да уж. Нормальная позиция. Только с такого расстояния точно выстрел будет сделать не так и просто. Но мы постараемся. Держи. Это дальномер. Действует по принципу подзорной трубы. Только ещё показывает расстояние до цели. Вот кнопочку, видишь? Вот. Так. Твоя задача первая следить вон за тем светофором. Видишь? Я буду стрелять после того, как автозак проедет этот перекрёсток, то есть на ходу. Смотри, когда загорится жёлтый или красный свет. Я поняла. Для меня самое главное, чтобы никто не перекрыл мне цель. Ни одна машина. Смотри, если ближайшие машины перекрывают автозак, ты должна мне сразу об этом сказать. Хорошо. Так. Ещё нужно будет два электронных флюгера. Один с позиции выстрела, а другой мы повесим там, вон, того столба. Видишь? Мы сделаем это с чижиком без тебя. А зачем эти флюгеры? Они показывают направление и силу ветра. Я дам тебе электронный дисплей, на котором будет отображаться информация, в какую сторону и с какой силой дует ветер. Ты мне будешь подсказывать. Ну, в принципе, всё не так сложно. Конечно, ничего сложного. Вот вы напридумывали. Я думала, просто на шокере постою. Поверь мне, стрелять ещё сложнее. Ну вот, смотрите, пятёрка. Пробег небольшой, год нормальный, состояние отличное. Антон, нам эта машина нужна фактически на один раз. Давайте возьмём похуже, но дёшево. Вот, ну вот такую, например. И эту? Ага. Ну, ещё выглядит нормально. Хозяин Гурам, цвет белый-белый, вон, телефон, звони. Белый-белый. Давай. Алло, Гурам? Здравствуйте. А я вот по объявлению звоню. Скажите, вы машину не продали свою ещё? Здорово. Скажите, а посмотреть возможно как-нибудь? Когда? Да хоть сейчас. Хорошо, договорились. Ну вот, можно ехать. Что здесь? Оп! Форма. Как заказывали. Надеюсь, размерами не прогадала. Если что, подошьём, ушьём, расставим. Молодец. Спасибо, Лен. Мужики, короче, дуйте смотреть тачку. Я пока оружием займусь. Подготовлю всё, надавлю. Пойму резиной зарядить. Так мы что, без боевых пойдём? Ну, автоматы будут с боевыми. Надеюсь, что, кроме как по цели, нам из них стрелять не придётся. Езжайте. Ага. Как-то не очень хочется в ментов стрелять. Слушаю вас. Что? Кого позвать? А вы не пробовали ему на рабочих позвонить? Он должен у себя быть. Ну, сейчас позову. Подождите минутку. Дим, можно тебя попросить? Да. Посиди минутку. Мне к майору Пескунову. Ему звонят. Да, только давай недолго. Чёрт, где эти позывные? первые аренды. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Слышь, ты что ищешь? Я эту ручку искал, я с конвордой разгарываю. Ну, с конвордой. Давай, извините. Я тебе потом занесу. Разбросал здесь все. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет. Ты Гурам? Я. Это мы, значит, машина звонили. Вот, короче, моя тачка. Не машина, а ракета отвечает. А это что за хреновина у тебя? Антикрилов, спойлер. Дорогой очень. А чего ты сюда впендюрил? На фотографии в объявлении не было? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Фотография старая. Антикрил – это стильно так. Типа спортивный болид, понимаешь? А он что, не нравится? Нет. Зря. Все мои братуха мне завыдуют, а вам не нравится. С антикрилом совсем другой видон, понимаешь? Ну, не нравится – снимешь потом. Ладно, понятно. А капот открой, пожалуйста. Сейчас. А сейчас я его заведу. Послушайте, не звук, а мелодия просто. Давай. А? Слышишь? Формула-1, а не машина. Хорош, глуши, 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 хорош. Ну, и сколько ты хочешь за свою формулу? Вам, как друзьям, со скидкой я дам – сто двадцать четыре. Сколько? У тебя ж было написано семьдесят в объявлении. Там цены сто. Это же рекламная цена. Вы че? Я все понял. Ладно, Коль, поехали, я ценю. Э-э-э, постой, постой, брат. А ты какую цену хочешь? Шестьдесят тысяч. Сколько? Обижу сейчас, если не перестанешь. Какие шестьдесят? Давай вот сто и разбегаемся. Все, поехали. Только время теряем. Подожди, подожди, брат. Машина – чума просто. Давайте восемьдесят. Меньше не могу просто. Все, ладно, пока. Ну, ладно, ладно, ладно. Для вас семьдесят. Так. Ну, вот на это. Как туда полезешь? Легко. Смотри только, если что, свистнешь. Смотри. Так. Ух ты. Мое изобретение. Давай. Никого? Так. Ну, как там? Нормуль. Эй, скаловас. Ну-ка, связай. Ты что там делал? Да вот, с другом поспорили, на дерево залезу или нет. Ясно. На сколько поспорили? На пятьсотре. Ну, и давай их, и валите отсюда. Ребят. Свои. А мне-то что? Сейчас пройдем с нами, там разберемся. И что вы в рапорте напишете? То, что мой друг по дереву лазит? Ладно, Слава, не кипятись. Видишь, парень свой. Пошли отсюда. Уроды. Установил? Ага. Сегодня проверим? Главное, чтобы никто не снял, а то придется новую собирать. Ну, и что это за агрегат? Обычная пятерка. Нет, Антон, на обычных пятерках вот это не устанавливают. Вот это вот, между прочим, называется спойлер. Хочешь честно? Мне пофиг, как это называется. Ну, представь себе патрульную машину вот с этой штукой. Ну, Гарам сказал, можно снять. Ну, а чего ты до сих пор не сняли-то? Мы пробовали. И что? Да ничего, не получается, болты проржавели. А, мужики, ну вот всему вас надо учить. Пилите, Шура, пилите. А что это за буковки? Эти буковки – направление ветра, а циферки – это сила ветра. Понятно? Ну, вроде как. Ну, что, потренируемся? Ну, давай. Давай представим, что наша цель – вон тот фургон, видишь? Вижу. Рассказывай, какой цвет светофора? Зеленый. Нет, желтый. Фургон останавливается. Помехи? Нет, все чисто. Расстояние до цели? 525 метров. Отлично. Что там на дисплее? Направление ветра. Здесь то юг, то юго-запад. Слушай, может сломался? Это нормально. Скорость ветра? 7 метров в секунду. Угу. Так, когда загорится зеленый, скажешь, смотри, чтобы не было помех. И помни, наша цель – переднее левое колесо. Зеленый. Все чисто, можно стрелять. Ну что, выстрел сделан? Поздравляю! Ты теперь квалифицированный смотрящий. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Ну вы закончили? Все, чиж, спускаемся. Ну давайте быстрее, жрать хочу, не могу. Давай. Ну что, закончили со своей машиной? Да. Лен, не поверишь, первый раз в жизни трафареты вырезал. С премьерой. Ну что ж, пойду я, а то что-то меня, наверное, мои обыскали все же. Счастливо. Да? Ага. Ну пока. Пока. Да. Да, привет. Нет, сегодня не заеду. Никак не получается. Завтра обязательно. А, пока, целую. Ничего себе. Да у тебя девушка появилась. С кем ты так мило беседовал? С мамой. А? Единственную девушку, которая меня привлекает, ты знаешь. Неужели? Прокурор Степненко? Нет. Ты не угадал. Эта девушка не прокурор. Она врач. А ради такого врача я готов даже болеть. Лен. Зачем ты меня мучаешь? Лен. Зачем ты меня мучаешь? Кап, пацаны готовы? Когда выдвигаемся? Через пять минут. Орлов. Скажи. У тебя было дурное предчувствие? Страх убивает разум, товарищ капитан. Я не об этом. Ты об этом капитан. Дурное предчувствие для страха. Наверное, ты прав. Только я не за себя боюсь. За вас. Тебе я от этого не Левчика вижу. Сегодня никто не умрет. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сегодня никто не умрет. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Мне было очень хорошо. Только это как-то на меня совсем не похоже. Зато очень похоже на меня. На который час? Без четверти девять. Класс! Сколько? Без пятнадцати девять? Так вставай скорее, сейчас все придут! Ну и что там, как? Отлично. Ты уже на месте? Ага. Я тоже почти. Ждите. Все от бы. ОВД. Типовое здание. Я заказал план эвакуации. И Чиж мне кое-что уточнил. Итак, внутри порядка двадцати человек. Следственный отдел, инспектора по делам несовершеннолетних, паспортный стол и прочая ботва находятся в другом корпусе. Рота ППС тоже базируется не здесь. Что у нас здесь? Дознание начальства и службы криминальной милиции. Вот. Опера. Это самое опасное для нас. Поэтому нападаем быстро, решительно и нагло. Куда мы их всех денем? Вот сюда. Комната для вещдоков. Ключ находится у начальника дознания. Дверь железная, окна отсутствуют. Теперь самое главное. Если у нас не получается все сделать бескровно, ну, не удается кого-то нейтрализовать или еще что-то, мы уходим. Костян, стреляешь, и мы подхватываем тебя возле подъезда. Пока они разберутся, что к чему, как им действовать, доедут без колеса. У нас будет порядка двадцати минут. Антон, у тебя роль преступника. Но когда мы будем ждать гостей, все должны быть в моторской форме. Поэтому переоденешься на месте. Макс? Да. Маски не забудьте. Но все равно, кто-то, особенно конвой, увидит нас в лицо. Поэтому опускаем головы, фуражки все время должны быть надвинуты на глаза. Все. Работаем. Так же так. Так же так. Пацаны, простите. Пошли вон отсылок. Я же сказал, не трогать меня, не подходите. Чего ты так напряглась? Расслабься. У нас все получится. Что там со временем? Тридцать две минуты. Автозак уже должен быть здесь, по идее, если мы не ошиблись в расчетах. Не ошиблись. Вот он. Вижу. Приготовились. Расстояние шестьсот пятьдесят. Шестьсот тридцать. Шестьсот. Оля, ветер. Восток, юго-восток, четыре метра в секунду. Пятьсот семьдесят. Приближается, помех нет. Вижу. Пятьсот пятьдесят. Костя, пора. Чего такое-то? Да, кажется, колесо лопнуло. Черт. Ну, давай тормози. Пойдем посмотрим. Попал. Есть. Он остановился. Слышишь меня, Кэп? Прием. Слышу. Что у вас? Точно в цель. Объект остановился на дороге. Думаю, скоро выдвинется к вам. Начинайте. Понял. Начинаем. Дуй к нам быстрее. Уже. Руки! Спокойно, мужик, снотворное. Давай, давай, Коля, давай. Простите меня сам, пойду. Сейчас сам вам тут всем устрою. Позвоню своему корешу, вас всех повонять. Ну что, как? Все во пламя. Кричит. Маски. Готовы? Все, заходим. Все, заходим. Все, стоять! Я дурак могу завалить руки. Это снотворное. Ты остаешься с этим. Остальные за мной. Стучаться не учили? Встал. Ключ от Виздоков. Руки! Пожел. Стоять! Не двигаться! Пуля резинами не ссыть. Здесь настоящие. Положили оружие на паустро. Быстрее! Встали! Пошли вперед! Быстрее! Давайте их вниз. К остальным. Вы там что, уроды, творите? Кто стрелял, я спросил. Стоять! Сюда! Пошли! 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 Стволы сотовые на стул. Если что не так, завалю. Стоп! Мобилу! В кабинете оставлю. Давай. Снимай мозгу. Зачем? Снимай быстро. Бросай оружие и выходи руки за голову. Или я твоего подчиненного завалю. Посмотри, вот он. Павел Андреевич, пожалуйста, он убьет меня. Я даю пять секунд. Или у него дырка в башке. Раз, два, три. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 9-6-5, Запад. Запад, 9-6-5. Срочно отправляйтесь на Большую набережную. Сообщение о массовой драке. Оставайтесь на месте, я с вами свяжусь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Два, ноля, девять, Запад. Запад, два, ноля, девять. Отправляйтесь по адресу. Времени мало. Костян, тащи для Антона форму из машины. Коля, когда он закончит, выключи рацию, сядешь в дежурку. Орлов, будешь на шлагбауме, потом если с ним зайдешь. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Че, не повезло? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А че, хороший выстрел? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это вы с нами связывались, да? Да. Проходите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, Иваныч, помнишь, сегодня бабу одну привозили? На ней два дела. Проходите, проходите. Одно за дознанием, одно за следствием. Она еще здесь? Да не знаю. Климов ее допрашивает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и что вы там ищете? Да может, мобила где в люке проходила? Если бы она проходила, вы бы ее первой подрезали. Ребята, у нас же пожарная сигнализация есть. Давайте задымление устроим. У меня и зажигалка есть. Тревога сразу будет. Да мы здесь задохнемся все к чертям. Дебил что ли, чужок? Че? Да ничего. Ну-ка, тихо. Не трогайте его. Я его так чуть не пристреливаю. Давай, поджигай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что это? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА